Грэм Макнил Лживые боги Часть первая. Предатель Глава первая. Наследница Терры, Колоссы, Мятежная Луна Циклоп Магнус, Рогалдорн, Лемон Рус. В этих именах звучит сама история. Эти имена создают историю. Взгляд скользнул дальше по списку. Корракс, Ночной Охотник, Ангрон и так далее по летописи героизма и завоеваний, покорения миров во имя императора, во имя непрерывно растущего империума человека. При одном только мысленном перечислении имен голова кружилась от возбуждения. Но самым великим было имя, стоявшее в первой строке списка. Хорус. Воитель. Она слышала, что солдаты звали его Луперкальм, ласковое прозвище для любимого командира. Это имя было заслужено в сражениях. На Улла-Норе, на убийце, на 63-19, чьи обитатели в своем невежестве называли свой мир Террой. И в тысячах других боев, сведения о которых она даже не стала закладывать в ячейки памяти, вживленные в мозг. От мысли, что она находится неизмеримо далеко от обширных семейных поместьй Кайроса и вскоре ступит на борт духом щения, чтобы запечатлеть живую историю, захватывала дух. Но она забралась так далеко не только ради констатации происходящих исторических событий. В душе она знала, что Хорус и есть ее история. Она провела рукой по длинным и сине-черным волосам, зачесанным наверх, как того требовала мода на Терри. Вряд ли в этой дали кто-то оценит ее прическу. Пробежала пальцами по гладкой оливковой коже. Черты лица были безукоризненны благодаря жизни в богатстве и усилиям воятеля-косметиста, придавшего ее лицу выражение величия и достоинства, а еще чуточку популярного теперь равнодушия, выраженного в гордом изгибе губ. Высокая и стройная, она сидела за секретером из кленового дерева, фамильной реликвией, которая, как утверждал отец, была подарена его прапрабабушке самим императором после торжественного принятия присяги в Уралс. Она постукивала по электронному блокноту золотым мемопером, и чувствительный наконечник изгибался, реагируя на ее возбуждение. По мере того, как органические кристаллы стержня улавливали мысленные сигналы лобных долей мозга, на слегка светящейся поверхности блокнота появлялись отдельные слова. Крестовый поход. Герой. Спаситель. Разрушитель. Она усмехнулась и щелчком ухоженных пальцев стерла все написанное. Поверхность снова стала идеально гладкой, и она начала писать, выводя пером четкие наклонные буквы. С великой радостью и подлинным почтением я, Петронелла Вивар, палатино-мажория Дома Карпинус, пишу эти строки. Почти целый год я лечу стерры, подвергаясь всевозможным мучениям и неудобствам. Петронелла нахмурилась и быстро стерла все написанное, рассердившись на себя за подражание неестественно восторженному стилю, который так раздражал ее в трудах летописцев, присылаемых с передовых позиций великого похода. Особенно зрели тексты Зиндермана, хотя в последнее время его донесения стали редкими и краткими. Дион Фрастер создал довольно сносную симфонию, достаточно хорошую, чтобы день или два наслаждаться музыкой в избранных танцевальных залах терры, но не более того. Пейзажи Келанта Роджета казались бы совершенно живыми, если бы не слишком размашистые мазки, которые она считала непозволительно небрежными. Несколько хороших стихов написал Игнаций Каркази, но его восприятие всегда казалось ей слишком недоброжелательным для такой удивительной миссии, особенно поэма «Кровопролитие» из-за недопонимания. И она часто спрашивала себя, почему воитель позволил ему написать эти строки. Иногда ей казалось, что подтекст произведения ускользнул от хоруса, но затем она посмеялась над самой мыслью, что что-то могло пройти мимо внимания воителя. Внезапно она откинулась на спинку кресла и положила мне моперона подставку, изображающую реку забвения. Неожиданное сомнение спутало мысли. Она так критично относится ко всем летописцам и все же жаждет помериться с ними силами. Сможет ли она создать нечто большее? Сможет ли она встретиться с величайшим героем современности, которого называли Богом, что в настоящее время звучало до смешного старомодно, и постичь то, что летописцы, по ее мнению, по странной случайности пропускали? Кто может поручиться, что ее ничтожный талант дает ей право судить об истинности многочисленных легенд, выплавляемых воителем в гарнире каждой битвы? Но затем она вспомнила о своем происхождении и горделиво расправила плечи. Разве она не принадлежит к роду Карпинус, самому влиятельному и могущественному аристократическому семейству Терры? Разве не представители ее рода вели хронику возвышения Императора и его государства во времена Объединительных войн, наблюдая, как общность нескольких планет постепенно превращалась в Империум, распростершийся от края до края Вселенной, восстановивший утраченные связи между ветвями человечества? Словно ища подкрепление своей уверенности, Петранелла открыла темный плоский альбом с монограммой на кожаной обложке и достала оттуда пачку листов. Сверху лежал отпечаток с пикта. Светловолосый астартес в начищенных до блеска доспехах преклонял колено перед группой своих собратьев, в руках одного из которых виднелся длинный свернутый пергамент. Петранелла знала, что на пикте запечатлен момент особой клятвы, обета, приносимого перед боем, отражающего готовность отдать борьбе все свои силы и умения. Переплетенные буквы «э» и «к» в углу снимка свидетельствовали о том, что это работа Эуфратии Кииллер. Хоть Петранелла неохотно это признавала, пикт был великолепен. Она улыбнулась и отложила снимок в сторону, чтобы освободить плотный шероховатый листок бумаги. Водяной знак в виде двуглавого орла символизировал союз марсианских механикумов с императором, а текст был написан сжатым угловатым почерком Сиггилайта. Быстрые штрихи и незаконченные слова говорили о том, что человек писал в торопях. Взлетающие вверх перекладины высоких букв выдавали крайнюю озабоченность, хотя сейчас, когда император вернулся на Терру, причин для тревог как будто не было. В сотый раз после отбытия из порта Гиптус Петранелла прочитала письмо и не могла не улыбнуться при мысли о том, какая высокая честь была оказана ее семье. Раздавшиеся вдалеке гудки вызвали нетерпеливую дрожь, а искаженный механический голос из обрамленных в золото динамиков на стенах рядом с ее комнатой возвестил, что судно встало на якорь на орбитальной стоянке. Она прибыла на место. Петранелла дернула за шнур, свисающий рядом с секретером, и всего через мгновение звякнул дверной колокольчик. Даже не оглядываясь, Петранелла знала, что только Макгарт способен так быстро откликнуться на ее вызов. И хотя он ни разу не произнес ни слова в ее присутствии, а теперь и не произнесет, благодаря хирургическому вмешательству, которому подвергались слуги ее семьи, она всегда узнавала о присутствии своего телохранителя по беспокойной дрожи Мнемопера, реагировавшего на жесткий холод его мыслей. Петранелла развернулась в своем глубоком и мягком кресле. «Открыто!» – произнесла она. Дверь плавно отворилась, и она позволила себе немного помедлить, прежде чем разрешить Макгарду появиться в комнате. «Я позволяю тебе войти», – наконец сказала Петранелла, глядя на сурового двадцатилетнего мужчину, замерзшего на пороге расписанных фресками покоев, сияющих пурпуром и позолотой. Макгарт вошел в помещение. Каждое его движение было точно рассчитанным, а тело напряжено. Не успела дверь за ним закрыться, как Макгарт, отступив в сторону, быстрым взглядом окинул сводчатый резной потолок и прилегающее помещение, в поисках малейшей угрозы. Одной рукой он сжимал гладкую рукоятку пистолета, а вторую не спускал с эфеса кирлианской рапиры с золоченым лезвием. На темной коже обнаженных рук можно было заметить светлые линии, тонкие шрамы после операции для усиления мускулатуры. Точно такие же штрихи виднелись и вокруг глаз, поскольку хирурги, служившие ее роду, заменили их дорогими биометрическими элементами, чтобы Макгарт мог лучше защищать наследницу дома Карпинус. Одетый в латы из гибких золотых полос и серебряную кольчугу, Макгарт кивнул с самым серьезным видом, молчаливо подтверждая отсутствие какой бы то ни было угрозы, хотя Петранелла и сама об этом знала, еще до его старательного осмотра. Однако в случае каких-то непредвиденных сложностей для Петранеллы, жить телохранителю оставалось бы недолго, так что она могла понять его усердие. «Где Бабетта?» – спросила Петранелла. Она вернула письмо Сиггиллайта обратно в альбом и взяла с подставки мнимоперо. Поставив золоченый кончик на поверхность блокнота, Петранелла очистила мозг, чтобы дать возможность телохранителю выразить слова, на что его горло уже не было способно. Прочитав сообщение, она нахмурилась. «Можно подумать, ей больше нечем заняться, как только спать», – сказала она. «Разбуди ее! Мне предстоит встреча с самым могущественным героем Великого Крестового Похода, и я не хочу выглядеть так, словно только что вернулась с дурацкой вечеринки на Терре. Позови ее, и пусть принесет бархатное платье, малиновое, с высоким воротником. «Я жду ее через пять минут!» Маггард кивнул и поспешно выскочил за дверь, но не раньше, чем она ощутила его волнение через кончик пера, дернувшегося в руке. На светящейся поверхности блокнота остался обрывок непроизвольной мысли. Гребаная стерва. На одном из древних наречий Терры его имя означало «День гнева», и Иона Арукен понимал, что машина заслуженно получила это имя. Похожий на древнее божество из давно забытых времен, Диас Ире высился перед ним, словно громадный монумент в войне и разрушении, и гордо взирал на суетящихся внизу рабочих, как на своих преданных почитателей. Титан класса «Император» представлял собой высшее достижение опыта и знаний механикумов, кульминацию развивавшейся долгие тысячелетия военной технологии. Он не имел другого предназначения, кроме как разрушать, и был снабжен практически всеми орудиями убийства, известными человечеству. Бронированный колосс высотой 43 метра стоял на крепких, подобных бастионам ногах, каждая из которых могла вместить целую роту солдат вместе со всеми вспомогательными подразделениями. Иона посмотрел на длинное черно-золотое знамя с вышитым черепом, эмблемой Легио Мортис, свисавшая между ног Титана, словно набедренная повязка какого-то грозного дикаря. К гордому знамени в память о славных победах были прикреплены бесчисленные развивающиеся ленты, и к концу Великого Похода их станет намного больше. С потолка ангара к бронированному торсу Титана тянулись толстые гофрированные кабели. Энергия укращенной звезды перекачивалась по ним в мощный плазменный реактор. На адамантиевом корпусе после битвы с мегарахнидами еще оставались вмятины и царапины, и техноадепты поспешно исправляли все повреждения. Колосс представлял собой величественное и потрясающее зрелище, но даже оно не могло заглушить головную боль и урчание в животе Ионы после излишнего количества выпитого накануне Амосека. Огромные подъемники, скользящие по кранбалкам, доставляли в орудийные отсеки Титана ящики со снарядами и связки длинных тупоносых ракет. Каждый из пулеметов был размером с танк. Многоствольные турельные орудия, дальнобойные гаубицы и чудовищная плазменная пушка могли стереть с лица земли целый город. Иона Арукин шел к Титану, глядя, как команда артиллеристов готовит оружие, и испытывая знакомые гордости и волнения. Боевой Титан излучал грубую мужскую силу, и при этой мысли Иона не мог удержаться от улыбки. Ему пришлось поспешно отпрыгнуть, чтобы не попасть под колеса транспорта, груженного болтерными снарядами вулкан, который на большой скорости лавировал среди наземного персонала и подсобных рабочих. Машина с визгом остановилась, и тотчас появилась голова водителя. — Смотри, куда прешь, идиот! — злобно прокричал он Ионе. — Если ты из команды Титана, это еще не значит, что можно слоняться вокруг да около! Внезапно водитель увидел золотые звездочки и эмблему с крылатым черепом на плече форменной куртки Иона, говорящая о том, что перед ним модератор Диас Ире, и ругань застряла у него в горле. — Виноват! — улыбнулся Иона. — Я тебя не заметил, немного рассеян с похмелья. Но черт подери, почему ты носишься с такой скоростью? Ты меня чуть не убил! — Вы неожиданно появились перед машиной, сэр! — выдавил водитель, глядя куда-то поверх плеча Иона. — Разве? — Ну, в следующий раз будь повнимательнее! — посоветовал Иона, поворачиваясь, чтобы уйти. — Разуй глаза! — тихо прошипел водитель, снова заводя мотор. — Осторожность тебе не помешает! — крикнул ему вслед Иона, представляя себе все те красочные эпитеты, которыми водитель в разговоре со своими приятелями из наземной бригады наградит этих чертовых парней с Титана. Иона продолжил путь. Ангар длиной в два с лишним километра показался ему довольно тесным, а запахи машинного масла, смазки и пота ни на йоту не облегчали похмелье. Весь парк Титанов Легио Мортис находился в боевой готовности. Быстрые, средней мощности рейверы, поворотливые псы войны, могучие повелители битв, а также более новые Титаны класса Ночная Тьма. Но ни один из них не мог сравниться с устрашающим великолепием Титана класса Император. Диас Ира превосходил их все по размерам, мощности и величию. Иона знал, что во всей галактике не найдется сил, способных остановить эту потрясающую военную машину. У подножия широченной ступни Титана Иона поправил воротник и одернул форменную облегающую куртку. Он даже пригладил длинные до плеч черные волосы, пытаясь хотя бы отчасти избавиться от следов бурно проведенной ночи. Он уже заметил худощавую фигуру Титуса Кассара, своего товарища, тоже модератора, который работал на контрольном терминале. Иона не имел ни малейшего желания выслушивать от него очередную лекцию о 99 добродетелях Императора. По его мнению, аккуратный внешний вид был одной из самых важных. «Доброе утро, Титус!» – произнес он самым жизнерадостным тоном. Кассар от неожиданности вздрогнул и поспешно спрятал потрепанную брошюру под кипу сводок о готовности различных систем. «Ты опоздал!» – быстро оправившись, заметил он. «Рабочий день начался час назад, а пунктуальность – отличительное качество добропорядочного человека». «Ой, Титус, не начинайся сначала!» – протянул Иона и, изловчившись, вытащил из топки бумаг брошюру, так торопливо убранную Кассаром. Тот попытался ее отобрать, но Джонах оказался проворнее и помахал книжечкой. «Если принц Апстурнет застанет тебя за подобным чтивом, ты превратишься в оружейного сервитера даже раньше, чем узнаешь, кто тебя ударил». «Джонах, отдай, пожалуйста!» «Я не в настроении выслушивать еще одну проповедь из «Княжонки Божественного Откровения». «Ладно, я ее уберу, только отдай, хорошо?» Иона протянул бумажную брошюру Кассару и тот быстро спрятал ее в карман форменной куртки. Иона потер виски костяшками пальцев. «Ну ладно, а что за суматоха? Неужели наша подружка еще не готова к припусковым испытаниям?» «Иона, я тебя прошу, перестань говорить о машине как о женщине! Это похоже на языческое очеловечивание!» Возмолился Кассар. «Титан — это военная машина и ничего больше! Сталь, адамантий и плазма, которую контролируют существа из плоти и крови!» «Как ты можешь такое говорить?» Воскликнул Арукен, неспешно шагая к покрытой стальными пластинами ноге и поднимаясь по ступенькам, ведущим к овальному люку. Он похлопал ладонью по толстому слою металла. «Это определенно она, Титус. Посмотри на ее стройные ножки, на плавный изгиб бедер, и разве она не несет нас внутри подобно матери, защищающей нерожденное дитя?» «Из насмешек прорастают семена нечестивости!» Без тени иронии заявил Кассар. «Я не хочу этого слышать!» «Да ну, Титус!» — продолжал Арукен, оседлав любимого конька. «Разве ты сам так не считаешь, когда сидишь внутри? Разве ты не слышишь стука сердца в шуме ее реактора? Не ощущаешь ярости в реве пушек?» Кассар раздраженно отвернулся контрольной панели. «Нет, ничего подобного. Я не желаю больше слушать твои глупости. Мы и так опаздываем с предпусковыми проверками. Если не подготовимся вовремя, Принцепс Турнет сдернет с нас шкуру и приколотит к корпусу». «А где сейчас, Принцепс?» — неожиданно серьезно спросил Иона. «На военном совете», — ответил Кассар. Арукен кивнул, спустился со ступенек, подошел вплотную к Кассару и отпустил посреднюю колбас. «Если тебе не выпала шанса насладиться женщиной, это еще не значит, что я не прав». Кассар метнул на него уничтожающий взгляд. «Хватит, военный совет скоро закончится, и я не хочу, чтобы говорили, будто Легио Мортис не готов выполнить приказ Императора». «Ты хотел сказать приказ Хоруса», — поправил его Иона. «Друг мой, мы уже не раз об этом говорили», — сказал Кассар. «Власть Хоруса исходит от Императора, не стоит об этом забывать». «Наверное, это происходит потому, что прошло много мрачных и кровавых дней с тех пор, как мы сражались бок о бок с Императором, как ты считаешь? Но разве Хорус не участвует с нами в каждом сражении?» «Так оно и есть, и потому я готов следовать за ним до самой последней звезды», — согласился Кассар. «Но даже воитель должен держать ответ перед Богом Императором». При этих словах несколько рабочих подняли голову. «Бог Император?» — прошептал Иона, наклоняясь к самому уху товарища. «Слушай, Титус, перестань молоть чепуху о божественности Императора. Когда-нибудь ты скажешь это не тому человеку, и твой череп разлетится на куски. Кроме того, сам Император говорит, что он не Бог». «Только истинные божества отрицают свою божественность», — процитировал Кассар недавно спрятанную брошюру. Иона примирительно поднял руки. «Ладно, Титус, как знаешь, только не говори, что я тебя не предупреждал». «Правым не пристало опасаться нечестивцев и...» «Избавь меня от очередной лекции по этике», — вздохнул Иона. Он отвернулся и посмотрел на марширующий по ангару отряд имперской армии. За плечами солдат на брезентовых ремнях висели лазерные ружья. «Известно что-нибудь о наших противниках на той скале?» — спросил Иона, меняя тему разговора. «Надеюсь, это будут зеленокожие. Мы еще не отплатили им за гибель Вулкастора на Улл-Аноре. Как ты считаешь, это они?» Кассар пожал плечами. «Я не знаю, Иона. Какая разница? Мы сражаемся с теми, с кем приказано сражаться». «Я просто хотел бы знать». «Узнаешь, когда вернется принц Эпстурнет», — сказал Кассар. «И, кстати говоря, не мог бы ты должным образом приготовить командную палубу к его возвращению». Иона кивнул. Он знал, что его товарищ-посредник прав, и хватит тратить время попусту. Старший принцепс Эсау Турнет вполне заслуженно пользовался репутацией беспощадного и внушающего страх командира, и днем гнева он управлял железной рукой. Командам других Титанов позволялись некоторые вольности, но для своего экипажа Турнет не допускал никаких поблажек. «Ты прав, Титус. Я виноват». «Не будь виноватым», — сказал Кассар, показывая на лестницу, ведущую в недра Титана. «Лучше будь готовым». Иона быстро отсультывал Кассару и помчался вверх, перепрыгивая через несколько ступенек. Пару раз ему пришлось проталкиваться сквозь толпу поднимающихся на борт солдат. Люди ворчали, но, увидев форму и сообразив, что скоро от него будет всецело зависеть их жизнь, солдаты быстро прятали раздражение. Перед тем, как войти в Титана, Иона остановился на секунду, чтобы еще раз полюбоваться гигантом. Задрав подбородок, он окинул взглядом колосса, затем сделал глубокий вдох и шагнул в дверь, над которой красовались изображения орла и молний. В строгой прохладе нижних отсеков Титана, залитых красноватым светом, Иона передвигался с уверенностью, приобретенной за годы изучения каждого болта и гайки, соединяющих Диас Ира в одно целое. В Титане не было ни единого уголка неизвестного Ионе. Все проходы, все закоулки, все секреты, таящиеся в недрах подружки, были ему известны. Ни Титус, ни даже принц Апстурнет не знали Диас Ира лучше, чем его знал модератор Иона. В конце узкого коридора он приблизился к массивной железной двери, охраняемой двумя солдатами в начищенных латах и серебряных кольчугах. Каждый из них носил на лице маску в виде черепа, эмблемы Легиона, и был вооружен короткой дубинкой-шокером и особым шок-пистолетом в поясной кабуре. Часовые, завидев его, насторожились, но вскоре узнали и немного расслабились. Иона коротко кивнул, приветствуя солдат. Модератор, иду с нижнего уровня на средний. Ближайший солдат кивнул и показал на темную гладкую панель у самой двери, а второй вытащил из кабуры пистолет. Конец его дула немного расширялся, и были видны два серебристых стальных шипа, между которыми угрожающе посверкивали искры голубого огня. При активации оружие выпускало длинные дуги мощного разряда, и они прошивали тело человека подобно молнии, но не давали рикошетов, слишком опасных в тесном внутреннем пространстве Титана. Иона прижал ладонь к сенсорной панели и подождал, пока желтый луч не пробежит по всей ее поверхности. Вскоре над дверью загорелся зеленый сигнал, и один из солдат повернул колесо механизма, отпиравшего дверь. «Спасибо!» – поблагодарил Иона часовых и оказался перед одной из винтовых лестниц в ногах Титана. Узкие решетчатые металлические ступеньки вели наверх меж пульсирующих силовых кабелей, окруженных мерцающим энергетическим полем, но Иона, слишком озабоченный урчанием в своем желудке, не обращал на них внимания и продолжал свой путь. Сделав несколько витков на следующий уровень, он остановился, чтобы перевести дух и вытереть пот салба. Чем выше он поднимался, тем прохладнее становился воздух, благодаря мощным рециркуляторам, охлаждавшим плазменный реактор. На среднем уровне, одетые в накидки с капюшонами механикумы, склонились над мерцающими контрольными табло, на которых отражался уровень загрузки плазмы в реактор. Члены экипажа, встречая Иону в тесных переходах, приветствовали его салютом. В команде Диас Ира трудились отличные ребята. По-другому и быть не могло, ведь иначе принцип Стурнет не взял бы их на борт. Все претенденты проходили строжайший отбор, при котором учитывались не только профессиональные, но и личные качества. Наконец Иона добрался до отсека посредника в самом сердце Титана и вставил свой идентификатор в щель у двери. «Модератор Иона Арукен», — произнес он, — механический замок негромко щелкнул, и дверь, тихонько зазвенев, скользнула в сторону. За ней открылся ярко освещенный зал с металлическими стенами и полудюжиной отверстий, расположенных даже на потолке. Иона прошел в самый центр зала и остановился. «Капитанский мостик, модератор Иона Арукен», — отчетливо произнес он. Пол под ним замерцал и покрылся рябью. Затем под ногами образовался совершенно круглый диск зеркально-гладкого металла и приподнял Иону. Диск вместе с модератором продолжал подниматься в воздух, пока не прошел сквозь отверстие в потолке и не оказался в транспортной шахте, ведущей к голове Титана. Стены шахты засияли своим собственным внутренним светом, и Иона едва успел подавить зевок, как серебристый диск остановился на командной палубе. В просторном помещении «Капитанского мостика» с обеих сторон проходили неширокие углубления, где размещались техноадепты и сервитеры, следившие за самыми основными функциями гигантской машины. «Как сегодня идут дела?» – спросил Иона, ни к кому не обращаясь. «Готовы еще раз совершить полет на небеса?» Как обычно, ему никто не ответил, и Иона, с улыбкой покачав головой, прошел в переднюю часть мостика, чувствуя, как его похмелье отступает при одной мысли о скором слиянии с системой машины. На возвышении перед зеленовато-мерцающим обзорным экраном стояло три мягких кресла. От подлокотников и изголовий каждого из них тянулись связки множества проводов. Иона протиснулся мимо центрального кресла, предназначенного для принца Сатурнета, и опустился на правое, удобно устроившись в углублении, продавленном в скрипящей коже за долгие годы. «Адепты!» – обратился он к служащим. «Подсоедините меня!» Механикумы в красных накидках подошли к нему с обеих сторон, и медленно, в точности повторяя движения друг друга, надели на его руки перчатки из тонкого сетчатого материала. Внутренняя поверхность перчаток настолько тесно прилегала к его коже, что воспринимала малейшие сигналы нервных окончаний. Еще один адепт опустил на голову Ионы серебристую решетку энцефалографических сенсоров, и прикосновение холодного металла к коже показалось удивительно приятным. «Сиди спокойно, модератор!» – произнес адепт ровным и безжизненным голосом. «Ленточные кристаллы готовы к погружению в мозг». Иона услышал, как с легким шипением вышли из подголовника захваты, а боковым зрением заметил выступающие из них тонкие ниточки металла. Серебристые, тоненькие змейки скользнули по щекам к глазам, и он мысленно подготовился к короткому импульсу боя. И вот он уже видел их прямо перед собой – неизмеримо тонкие, не толще человеческого волоса серебряные проводки, способные, однако, передать огромное количество информации. Зажимы плотно обхватили его голову, а серебряные проводки опустились, прошли сквозь уголки глаз и дальше по оптическим нервам, где внедрились непосредственно в кору головного мозга. От леденящего болезненного укола при проникновении датчиков в мозг Иона невольно застонал, но тотчас расслабился, ощущая, как тело Титана становится его собственным. Информация хлынула мощным потоком. Ленточные кристаллы, проникшие в мозг, посылали ее в те его части, которые не использовались в обычной жизни, и это позволило модератору ощущать каждую часть гигантской машины продолжением собственного тела. Спустя доли микросекунд в спящих до сих пор глубинах подсознания уже шла проверка готовности к активным действиям. В глазные яблоки изнутри поступали телеметрические данные о готовности оружия, уровне топлива и множестве других сведений, позволяющих человеку управлять таким прекрасным и могучим Титаном. — Как ты себя чувствуешь? — спросил адепт. Иона рассмеялся. — Чувствовать себя королем превосходно! — ответил он. Уже с появлением первых лучей света на темном небе, Акшаб знала, что в ее мир вторглась сама история. Похожей на птичью лапу рукой, она крепко сжала висящие на шее амулеты. Грядущего рассвета человечество никогда не сможет забыть. Он предвещал день, когда сами боги выйдут из мифов и легенд, чтобы из крови и огня выковать будущее. Она ждала этот день с тех пор, как небесные воины возвестили о предназначенной ей священной миссии. Тогда она была всего лишь маленьким ребенком на руках матери. Огромный красный шар солнца поднялся на севере, и сухой горячий ветер принес резкий запах горьких цветов с могил давно умерших императоров, покоившихся в долине. Высоко в горах стояла она и смотрела, как разгорается этот день, а когда искорки света прочертили яркие линии из облаков к земле, слезы восторга появились в черных миндалевидных глазах и стекли по морщинистым щекам. Далеко внизу, по зеленеющей саванне, двигались большие стада рогатых животных. Торопившихся добраться до водопоя, пока день не стал слишком жарким для переходов, и быстрые хищники с острыми клыками не покинули свои логово в скалах. Стаи ширококрылых птиц поднялись над самыми высокими вершинами гор, и по мере того, как день становился старше, их резкие хриплые крики становились все мелодичнее. Бесчисленное множество живых существ продолжали свою обычную жизнь, не ведая, что грядущие события перевернут не только этот ничем не приметный мир, но и всю галактику. Лишь она одна в полной мере понимала значение этого дня. Первая группа десантных капсул приземлилась у подножия центрального горного массива в 16.04 по всемирному времени. Реактивные струи завывающих двигателей при входе в нижние плотные слои атмосферы превратились в огненные столбы. За капсулами посредовали штурм-катера, словно стая грациозных хищных птиц опустилась на беззащитную жертву. Почерневшие и обожженные при входе в атмосферу десантные капсулы, приземляясь, взметнули тучи пыли. Их скаты с шипением раскрылись и опустились на землю. Три сотни воинов в боевой броне быстро высадились из десантных капсул и рассыпались по местности. Соединившись с другими отрядами, они замкнули круг и образовали цепь вокруг неприметного клочка земли. Штурм-катера баражировали на небольшой высоте, рисуя замысловатые петли, словно предостерегая от приближения к этой точке. По какому-то невидимому сигналу штурм-катера прекратили кружить над землей и взмыли в небо, где показался угловатый силуэт громового ястреба. Его корпус тоже почернел, а за кормой тянулись бело-голубые инверсионные среды. Большие катера окружили маленькое судно, словно стая наседок, оберегающих единственного цыпленка. Они проводили его до самой земли, где громовой ястреб, подняв еще одно облако красноватой пыли, благополучно приземлился. Штурм-катера снова вернулись к патрулированию, а из громового ястреба со скрежетом выпал снаклонный пандус, и сжатый воздух с шипением вырвался на свободу. По широкому трапу спустились десять воинов в увенчанных гребнями шлемах и сверкающих доспехах сынов Хоруса. За их могучими плечами развивались разноцветные плащи. Каждый из воинов прижимал к груде золоченый болтер и внимательно оглядывался по сторонам, словно ожидал нападения. Средом за ними появился живой бог, в сверкающих золотом и океанской зеленью доспехах, в плаще царственного пурпурного цвета, благородными складками, не спадающего с плеч. С нагрудника доспехов на мир взирало одинокое алое око, а на высоком челе бога лежал лавровый венок. «Да вин!» — вздохнул Хорус. «Я и не думал, что снова увижу это место». Глава вторая Ты ранен? Холодная война? Пока не сгорит галактика, время слушать. Против своего желания Мерсади Олитон следила за лезвием в полной уверенности, что этот удар наверняка оборвет жизнь Локена. Но, как и всегда, с невероятной для такого массивного тела скоростью, Астартес уклонился от смертоносного выпада и поднял свой меч, успев блокировать очередной удар. Тяжелая палец взметнулась над его головой, а он, словно предвидя ее движение, нагнулся, и оружие просвистело поверху. Тренировочная камера наполнилась грохотом и лязгом. Разнообразные орудия убийства кололи, рубили и наносили удары, тщетно стараясь прорвать оборону могучего воина Астартес. Локен сердито ворчал, крепкое, мускулистое тело блестело от пота, и вот лезвие коснулось его предплечья, и Мерсади поморщилась, увидев на бисепсе тонкую струйку крови. Насколько ей было известно, это был первый случай, когда Локен получил рану в тренировочной камере. Веселый светловолосий гигант Сидире и приятели Локена Випус уже давно покинули тренировочный зал, оставив Мерсади наедине с капитаном 10-й роты. Польщенная его приглашением посмотреть на учебный бой, сейчас она желала, чтобы Локен закончил этот изматывающий ритуал, и они смогли бы поговорить об обстановке над Виней и тех событиях, которые предопределили грядущую войну в этом мире. Сидя на холодной железной скамье рядом с тренировочной камерой, она уже послала через свои глаза в ячейки памяти гораздо больше снимков, чем ей могло пригодиться. Более того, если говорить откровенно, явная одержимость, сквозившая в каждом движении сражающегося Локена, вызывала некоторое смущение. Ей и прежде приходилось наблюдать за его тренировками, но тогда учебные бои были прелюдией к их обычным разговорам, а не главным предметам встречи. Сейчас происходило нечто иное. Как будто капитан лунных волков... Нет, не лунных волков, напомнила себе Мерсади. Теперь они назывались сынами Хоруса. Локен отразил еще один стремительный удар, а она, сверившись с внутренним хронометром, поняла, что вскоре должна будет уйти. Каркази не станет ее дожидаться. Его непомерный аппетит сильнее вежливости, и Игнаций наверняка отправится на обед с итераторами. Вино там будет подаваться в изобилии, и, несмотря на недавно обретенное Игнацием профессиональное рвение, Мерсади не испытывала радости при мысли о неограниченных запасах алкоголя, поджидающих каркази. Но вот полусферы тренировочной камеры с шипением разошлись, зазвенел колокольчик, и все мысли о карказе мгновенно испарились. Локен сошел с помоста, его отросшие волосы прилипли к черепу, веснущатое лицо разгорелось. «Ты ранен?» – сказала она, протягивая ему полотенце, лежавшее на скамье. «Пустяки», – ответил Локен, стирая уже свернувшуюся кровь. Дыхание вырывалось из его груди короткими толчками, и она постаралась скрыть свое удивление. Слишком непривычно было видеть запыхавшегося Астартус. Сколько же времени провел он в тренировочной камере до того, как она пришла? По пути в свою персональную оружейную Локен вытер пот с лица и туловища. Мерсади шла за ним следом, и, как всегда, не могла не восхищаться совершенством его генетически улучшенного тела. В древних племенах времен Олимпийского господства существовали легенды, в которых такие прекрасные образцы человеческой расы называли адонисами, и это слово подходило Локену так же хорошо, как искусно изготовленные доспехи Марк-4. Почти не задумываясь, Мерсади снова моргнула, чтобы запечатлеть в память его фигуру. «Ты опять на меня уставилась», – не оборачиваясь, произнес Локен. Она моментально вспыхнула. «Извини, я не хотела». Он рассмеялся. «Я не всерьез. Не обращай внимания. Если уж суждено мне остаться в чьей-то памяти, пусть это будет на пике моей формы, а не тогда, когда я стану беззубым стариком, пускающим солюни в тарелку с кашей». «Я не представляю себе состарившихся Астартес», – удивилась Мерсади, быстро оправившись от смущения. Локен пожал плечами, взял щетку с резной ручкой и лоскут ткани для полировки. «Я и сам не знаю, способны ли мы на это. Никто из космодесантников не прожил достаточно долго, чтобы проверить». Ее внутреннее чутье тотчас подсказало, что затронутый вопрос можно использовать для целой главы летописи, если только Локен немного разговорится. «Меланхолия бессмертна, психология нестареющего существа, затянутого водоворотом изменчивого времени». Мерсади поняла, что немного увлеклась. «Скажи, а тебя не огорчает, что ты не меняешься с возрастом? Может, в душе тебе этого хочется?» «Почему я должен хотеть состариться?» – удивился Локен, открывая банку с порошком для чистки и окуная в него щетку. Новый цвет доспехов, бледно-зеленый с металлическим блеском, был все еще непривычен Мерсай. «А ты стремишься к старости?» «Нет», – призналась она и непроизвольно провела рукой по гладкой черной коже своего безволосого черепа, удлиненного с помощью операции ради увеличения объема памяти. «Нет, совсем не стремлюсь. Честно говоря, она пугает меня. А ты не боишься старости?» «Нет, я уже тебе говорил, во мне не заложено подобных чувств. Сейчас я силен и ловок, зачем мне желать, чтобы что-то изменилось?» «Не знаю. Я думала, что, состарившись, ты, может, смог бы удалиться на покой. Ну, когда завершится великий поход». «Завершится?» «Да, когда войны закончатся, и царство императора будет восстановлено». Локен долго не отвечал, продолжая полировать доспехи. Она уже собиралась повторить вопрос, как вдруг он заговорил. «Мерсадия, мне кажется, что он никогда не завершится. С тех пор, как я вступил в Марниваль, мне пришлось разговаривать со многими людьми, которые считают, что мы никогда не закончим великое объединение. А если и закончим, то оно недолго продлится». Она рассмеялась. «Похоже, ты слишком много времени проводишь в обществе Игнация. Неужели его поэзия снова обратилась к слезливой сентиментальности?» «Нет», — покачал головой Локен. «И в чем же тогда дело? Что заставляет тебя так думать? Те книги, которые ты берешь у Зиндермана?» «Нет», — повторил Локен. При упоминании об уважаемом Верховном Итераторе светло-серые глаза Локена потемнели, и она поняла, что не стоит развивать эту тему. Мерсаде решила подождать другого раза, когда Локен будет более расположен говорить о столь мрачных материях. Она решила перевести беседу в более привычное русло, но в этот момент на них упала огромная тень. Обернувшись, Мерсаде увидела возвышающуюся над ней фигуру капитана Аббаддона. Как обычно, его длинные волосы были подняты в хвост на макушке и застегнуты серебряной муфточкой, а нижняя часть затылка гладко выбрита. Первый капитан сынов Хоруса был одет в тренировочный костюм, а в его руке блестел устрашающий меч с зазубренным лезвием. Абаддона кинул Мерсаде неодобрительным взглядом. «Первый капитан Абаддон?» — заговорила она, склоняя голову, но он не дал ей продолжить. «Ты ранен?» — заметил Абаддон и могучей рукой схватил Локена за предплечье. Его зычный голос соответствовал массивной фигуре. «Тренировочная машина пустила кровь Астартес?» Локен скосил глаза на выпуклые мышцы, где лезвие прошло поперек татуировки в виде черного двуглавого орла. «Да, Эзекиль, схватка затянулась, и я начал уставать. Это пустяки». Абаддон сердито фыркнул. «Локен, ты слишком размяк. Возможно, тебе стоит проводить больше времени в компании солдат, а не беспокойных поэтов и чрезмерно любопытных писак. Тогда ты не будешь так быстро уставать». «Возможно», – согласился Локен, и Мерсади ощутила возникшую между двумя Астартес напряженность. Абаддон коротко кивнул Локену, бросил в сторону Мерсади еще один неприязненный взгляд и, повернувшись, направился к тренировочной камере. Его меч хрипловато загудел в предвкушении нового сражения. Мерсади перехватила взгляд Локена, проследившего за Абаддоном, и заметила в его глазах то, чего никогда не ожидала увидеть – беспокойство. «Что это было?» – спросила она. «Это имеет какое-то отношение к происходящему на Давине?» «Я не могу сказать», – пожимая плечами, ответил Локен. Давин. Унылые развалины, разбросанные по пустыням, свидетельствуют о существовавшей когда-то цивилизации. Но анархия долгой ночи уничтожила общество, процветавшее здесь много веков назад. Теперь Давин был совершенно нецивилизованным миром, который овивают горячие сухие ветры и палит беспощадное красное солнце. С тех пор, как Локен в последний раз вступал по Давину, прошло шесть десятилетий, и тогда этот мир был известен как 63-8, поскольку стал восьмым миром, приведенным к согласию силами 63-й экспедиции. Согласие, по мнению Локена, не пошло ему на пользу. Пустынная поверхность местами запеклась глинистой коркой, сквозь которую пробивалась скудная растительность, а местами заросла высокими деревьями, истощающими сильный аромат. Население сосредоточилось в примитивных городах вдоль плодородных речных долин, но было и множество кочующих племен, бродивших по обширным, кишащим змеям и пустыням. Локен хорошо помнил все сражения, которые произошли, прежде чем Давин был приведен к согласию. Это были короткие, яростные схватки с армиями местных вождей, не прекращавших в то же время воевать друг с другом. Междуусобица почти полностью истощила их силы. Несмотря на численное меньшинство и отсталые технологии, местные жители проявляли чудеса храбрости и до того, как сдаться, выполнили все, чего требовала их честь. Их смелость и сильное желание перенять новые порядки произвели большое впечатление на лунных волков. И их командир, тогда еще не воитель, заявил, что его воины могут многому научиться у отважных противников. Вследствие тысячелетней изоляции от остального человечества, коренные жители Давина были мало похожи на поселенцев, пришедших после космодесантников. Но они с таким энтузиазмом приняли имперский уклад жизни, что Хорус позволил диким племенам остаться на планете. В те времена летописцы и итераторы еще не стали неотъемлемой частью Великого Крестового Похода. Но ученые и другие гражданские лица, всегда следовавшие за военными кораблями экспедиций, отправились на поверхность и пропагандировали среди населения светлые истины империума. Их встретили с распростертыми объятиями, что в основном было заслугой капелланов 17-го легиона несущих слова. То была хорошая война. Победа была одержана стремительно и без потерь. По крайней мере для лунных волков. Побежденный народ быстро и успешно был приведен к согласию, что позволило командующему оставить кора Фаэрона из легиона несущих слова продолжать работу по просвещению Давина. Да, это была хорошая война, и Локин был уверен в этом. Струй капота стекла с затылка под доспехи. Их зеленоватый металлический блеск все еще казался ему странным, хотя Локин собственноручно их перекрасил несколько месяцев назад. Он мог поручить эту работу под мастерьем легиона, но Локин всегда считал, что должен сам ухаживать за своей броней, а потому старательно перекрашивал каждый сегмент доспехов собственными руками. Он скучал по девственно-белому блеску прежних доспехов, но воитель объявил, что наряду с новым именем сынов Хоруса они получат и новый цвет. Локин хорошо помнил рукопрескания и одобрительные крики, когда прозвучало заявление воителя. Сжатые кулаки без устали взлетали вверх, а глотки охрипли от ликующих возгласов. Локин радовался вместе со своими друзьями, но, услышав новое имя своего любимого легиона, ощутил смутную неловкость. Вечный насмешник Таргадон не оставил без внимания легкую тень на его лице. «Что случилось?» – спросил он. «Или ты хотел, чтобы это были сыны Локина?» «Нет», – улыбнулся Локин. «Просто…» «Просто что? Неужели мы этого не заслуживаем? Или наш командир недостоин такой чести?» «Ты что, Тарик?» – громко воскликнул Локин, чтобы быть услышанным в ликующем реве легиона. «Командир, как никто другой, достоин этого. Но не считаешь ли ты, что имя несколько отдает стремлением к величию?» «Стремлением к величию?» – рассмеялся Таргадон. «Наверное, эти летописцы, что ходят за тобой по пятам, словно побитые собаки, научили тебя новым словам. Ну же, порадуйся вместе со всеми и не будь таким спесивым». Энтузиазм Тарика оказался таким заразительным, что Локин незаметно для себя стал громко кричать, пока не запершило в горле. Он понял, что и сейчас чувствует боль в горле. Локин сделал глубокий вдох, и глотку действительно обожгло, но на этот раз причиной был горячий и сухой ветер давина, дующий север. В этот момент Локин хотел оказаться где угодно, только не здесь. Этому миру нельзя было отказать в красоте, но Давин не нравился ему, хотя Локин и не мог сказать, что именно его тревожило. Неприятное ощущение возникло в его душе еще во время перелета с Ксенобией на Давин, но он решительно отогнал беспокойные мысли и впереди своего командира шагнул на поверхность планеты. Тому, кто, как Локин, вырос в кошмарных промышленных катакомбах Хтонии, просторы Давина не могли не показаться опьяняюще красивыми. К западу от места высадки возвышались горные вершины, достающие до самых звезд, а дальше, к северу, как было известно Локину, простирались долины, хранящие удивительное захоронение древних королей. Да, они выиграли хорошую войну на Давине. Но почему несущее слово снова позвали их сюда? Несколькими часами раньше на Капитанском мостике Малагарст активировал электронный блокнот, который держал в изувеченной руке. Несмотря на все усилия апотекариев легиона, кожа плохо приросла и оставалась ярко-розовой. Он еще раз прочитал послания, содержащиеся в блокноте, и употребляемые просителем выражения снова вызвали у него гнев. Перспектива показывать это письмо воителю совсем не радовала его, и на мгновение Малагарст задумался, нельзя ли проигнорировать послание и сделать вид, что оно никогда не попадало в его руки. Но он не дослужился бы до высокого положения советника-воителя, если бы осмеливался ограждать своего патрона от неприятных известий. Малагарст вздохнул. Слова любого льстивого чиновника в эти дни несут в себе частицу могущества императора, и как не хотелось бы, послание невозможно оставить без внимания. Воитель наверняка не согласится на это предложение, но Малагарст обязан показать ему блокнот. Преодолев момент слабости, он повернулся и захромал по стратегической палубе к личным покоям Хоруса. Он решил оставить послание на столе, где воитель сам найдет его, когда придет время. Дверь личных покоев плавно скользнула в сторону и открыла вход в уютное полутемное помещение. Малагарст любил бывать в этих уединенных апартаментах, их прохладный воздух облегчал зуд воспаленной кожи и боль в искривленном позвоночнике. Тишину покоев нарушало лишь хриплое дыхание, вырывавшееся из его собственной груди. Исковерканный позвоночник выгнулся вперед и давил на легкие. Шаркающей походкой он обошел большой гладкий овальный стол, направляясь к креслу, где обычно сидел воитель. «Давненько здесь не собирались члены Марневаля», – подумал Малагарст. «Добрый вечер, Мал!» – раздался из полумрака печальный и усталый голос. Выронив блокнот, Малагарст изумленно повернулся на голос, готовый сделать выговор любому, кто посмел вторгнуться в личные покои воителя. Через мгновение он всмотрелся в тень, узнал знакомые черты командира, освещенные слабым красноватым сиянием латного воротника, и расслабился. Воитель в полном боевом облачении сидел в темной части комнаты, упершись локтями в колени и опустив голову на сцепленные ладони. «Мой господин», – произнес Малагарст, – «что-то случилось?» Хорус, глядя в мозаичный пол, потер ладонями гладко выбритый череп. Его благородное, смуглое лицо с широко расставленными глазами оставалось в тени, и Малагарст терпеливо дожидался ответа воителя. «Я уже и сам не знаю, Мал», – сказал Хорус. При этих словах Малагарст ощутил, как по его изувеченному позвоночнику пробежала дрожь. Невозможно было даже вообразить, чтобы воитель чего-то не знал. «Ты мне доверяешь?» – неожиданно спросил Хорус. «Конечно, сэр», – незамедлительно ответил Малагарст. «В таком случае, что ты собирался оставить на столе, не осмеливаясь отдать лично в руки?» – спросил Хорус, подходя к столу и поднимая электронный блокно. Малагарст смутился. «Еще одна совершенно бесполезная для вас обуза, мой господин. Послание от летописца Стерры, по-видимому, обладающей связями в высшем обществе. За нее ходатайствует Сиггелайт». «Петронелла Вивар из рода Карпинус», – слух прочитал Хорус. «Я знаком с этим семейством. Ее предки вели хроники возвышения моего отца еще до эпохи объединения». «Но то, что она требует», – заметил Малагарст, – «просто смешно». «Разве Малагарст? Неужели я настолько незначительная фигура, что не заслуживаю личного летописца?» Малагарст был потрясен. «Сэр, о чем вы говорите? Вы – воитель, избранный императором, возлюбленный всеми, его заместитель в этом предприятии. Летописцы этой флотилии запечатлевают каждый факт, свидетелями которого они являются. Но без вас они ничего с собой не представляют. Без вас все это не имеет смысла. Вы вознеслись выше всех людей». «Выше всех», – с усмешкой повторил Хорус. «Мне это нравится. Больше всего я хотел возглавить Великий Крестовый Поход и выполнить работу, порученную мне отцом». «Вы являетесь примером для всех нас», – не без гордости продолжал Малагарст. «Мне кажется, это большее, чего человек может достичь в своей жизни», – кивнул Хорус. «Стать примером, а после смерти послужить вдохновлением для историка. Возможно, она поможет мне справиться с этой задачей». «После смерти? Сэр, вы бог среди людей, бессмертный и возлюбленный всеми». «Я знаю», – вскричал Хорус, и Малагарст невольно отшатнулся, увидев, как мгновенно вскипел неудержимый гнев. «Конечно, император не стал бы создавать такого, как я, обладающего бесчисленными способностями, но ограниченного сроком одной жизни». «Ты прав, Мал, и Эрэб тоже прав. Мой отец создал меня для бессмертия, и галактика должна знать мое имя. Я хочу, чтобы оно еще десять тысяч лет звучало по всей вселенной». Малагарст кивнул. Яростная решимость воителя передалась и ему. Советник неловко опустился на одно колено. «Мой господин, что я могу для вас сделать? Передай Петраналье Вивар, что она может получить аудиенцию. Но это должно произойти как можно скорее», – произнес Хорус совершенно спокойно, словно и не он только что колокотал яростью. «Если она хорошо проявит себя, я позволю ей стать моим личным летописцем до тех пор, пока она этого желает». «Сэр, вы уверены в своем выборе?» «Уверен, мой друг», – улыбнулся Хорус. «А теперь поднимись с коленей, я знаю, что такая поза для тебя слишком болезненна». Хорус помог Малагарсту выпрямиться и осторожно положил закованную в латную рукавицу ладонь на плечо своего советника. «Мал, ты пойдешь за мной?» – спросил воитель. «Что бы ни случилось?» «Вы, мой господин и повелитель», – поклялся Малагарст, – «я буду следовать за вами, пока не сгорит вся галактика и не исчезнут звезды». «Это все, о чем я прошу, мой друг», – с улыбкой произнес Хорус. «А теперь подготовься, надо послушать, что скажет нам Эреб, Давин. Кто бы мог подумать, что мы сюда вернемся?» Спустя два часа после высадки на Давин. В сообщении от Эреба из региона Несущих Слово, которое заставило 63-ю экспедицию прибыть на эту планету, говорилось о старой договоренности, о предмете спора, но ничего не говорилось о причине или участниках спора. После побоища на убийце и поспешной эвакуации из Акстрануса, Локен ожидал оказаться в такой же напряженной зоне военных действий, но это место едва ли можно было даже назвать зоной конфликта. Здесь было абсолютно тихо, жарко и спокойно. Он не знал, разочарован этим или обрадован. Почти сразу после приземления и Хорус пришел к такому же выводу. Стоило ему понюхать воздух и окинуть взглядом узнаваемые пейзажи. «Здесь нет никакой войны», – сказал он тогда. «Нет войны?» – удивился Абаддон. «Как вы узнали?» «Ты и сам мог догадаться, Эзекиль», – ответил Хорус. «Война пахнет горелой плотью и раскаленным металлом, кровью и страхом. В этом мире нет этих запахов». «Тогда зачем мы здесь?» – спросил Аксимант, поднимая руки, чтобы снять с головы увенчанный гребнем шлем. «Наверное, только потому, что нас сюда вызвали», – помрачнев, сказал Хорус, и Локину не понравился тон, каким было произнесено слово «вызвали». «Кто может осмелиться вызывать куда-то воителя?» Ответ стал ясен, когда на горизонте показался столб пыли, а затем к ним по степи покатились восемь гусеничных транспортов. Преследуемые штурм-катерами, прибывшими вместе с громовым ястребом воителя, темные стальные машины подняли на вокс-антеннах опознавательные флажки с эмблемами легиона Астартес. На фронтальной броне первого Рина гордо возвышался штандарт, увенчанный золотым орлом и увешанный полотнищами с зигзагами молний на лазурном фоне. «Эрэп!» – сердито бросил Локин. «Придержи язык!» – предупредил его Хорус, не отводя глаз от приближающихся Рина. «Оставь все разговоры мне!» Как ни странно, в юрте пахло яблоками, хотя ни на одном из резных деревянных подносов Игнаций Карказий не видел никаких фруктов, а только куски мяса, что на его эпикурейский вкус выглядело несколько грубовато. Но он мог поклясться, что чуял запах яблок. Он огляделся по сторонам, решив, что так пахнет какой-нибудь местный напиток наподобие сидра. Хозяева юрты, с заросшими лицами и непроницаемыми черными глазами, уже предложили ему широкий кубок местной выпивки, которая пахла прокисшим молоком. Но поймав предостерегающий взгляд Эуфратии Кииллер, он вежливо отказался. Как и напиток, юрта не могла претендовать на изысканность, но обладала своеобразной примитивной красотой, взывавшей к романтической стороне его натуры. Однако Карказий был достаточно сообразителен, чтобы понять, примитивное жилье хорошо лишь тогда, когда не приходится в нем жить. В юрте собралось около сотни гостей. Армейские офицеры, адепты, стратеги, несколько летописцев, писцы и военные консультанты. Все пришли на объявленный главнокомандующим военный совет. Блуждая взглядом по изрядно прокопченному помещению, Карказий обнаружил, что попал в поистине блестящую компанию. Гектор Варварус, лорд-командир армии, стоял рядом с горбатым Астартес, в котором легко было узнать советника-воителя, Малагарста. Неулыбчивый человек в черной форме командира Титана стоял по стойке смирно, и Карказий рассмотрел двойной подбородок принцепса Эсаутурната, капитана Титана Диас Ире. Этот Титан класса Император возглавлял армаду огромных боевых машин в кампании против мегарахнидов на убийце, и завоевал Легио Морти с львиную долю славы. Карказий видел колоссального Титана на архитектурной презентации, организованной Питером Момусом на 63-19, и сейчас невольно вздрогнул. Даже не двигаясь, колосс произвел на него сильное впечатление, а думать о том, что такая неудержимая разрушительная сила может быть приведена в действие, и вовсе не хотелось. Постоянно шипевшая конструкция из серебряных стоек и вращающихся шестеренок, соединявших куски плоти в человекоподобную форму, видимо, принадлежала механику Морегулу. На мундирах присутствующих сияло столько регалий, что Карказий испытал даже легкое головокружение. Он, да и все остальные, едва сдерживали зевоту, пока довеницкий мастер ложи, Си Рекх, монотонно произносил тщательно подготовленную речь на местном языке. Как неинтересно было посмотреть на странных, очень похожих на людей аборигенов, Карказий знал, что не поэтому капитан Локин настоял на присутствии поэта на военном совете, который предваряла бесконечная церемония приветствия. Приятного вида итератор по имени Йелтен переводил выступление на имперский готик, и его прекрасно поставленный голос доносил слова до самых дальних уголков юрты. Что бы там ни говорили об итераторах, подумал Карказий, они не пренебрегают задними рядами слушателей. «Сколько еще это будет продолжаться?» спросила Эуфратия Киилер, нагнувшись к его луку. В своей повседневной армейской одежде, в грубых военных ботинках и облегающей футболке без рукавов Киилер выглядела настоящей армейской служащей. «Когда придет сам воитель?» «Не имею понятия», ответил Карказий, запуская взгляд в вырез ее футболки. Тонкая серебряная цепочка сбегала с ее шеи, но то, что на ней висело, скрывалось под тканью. «Игнаций, мое лицо находится гораздо выше», заметила Эуфратия. «Знаю, но я смертельно скучаю, моя дорогая Эуфратия, а этот вид намного приятнее. Откажись от своей затеи, она никогда не осуществится». «И это я знаю», – пожал плечами Карказий. «Но всегда приятно помечтать, а невозможность получить желаемое еще не повод, чтобы отказаться от попыток». Эуфратия улыбнулась. Игнаций сознавал, что немного влюблен в нее, хотя нападение Ксеноса в шепчущих вершинах не прошло для Эуфратии бесследно. И он был удивлен, увидев ее в многочисленной толпе. После того случая Киилер немного похудела, а свои светлые волосы стала закалывать в тугой пучок. Но это нить делало ее менее женственной и красивой. Однажды Игнаций написал эпическую поэму для маркиза Ксарианны де Лакуиз, признанной первой красавицей Терры. Он пошел на сомнительный компромисс, зато получил неплохой гонорар. И по сравнению с энергичной живостью, словно заново родившийся Киилер, красота аристократки казалась пустой и ненатуральной. Что с того, что они играют в разных лигах? Он понимал, что не имеет никаких шансов при своей излишне дародной фигуре и бегающих глазах на плоском округлом лице. Но собственная невыразительная внешность никогда не удерживала Игнация от попыток соблазнить красивую женщину. Так было даже интереснее. Несколько побед он одержал при помощи откровенно льстивых восхвалений и от, обеспечивших ему немало плотских утех. Другим, более впечатлительным особам противоположного пола было достаточно остроумных комплиментов и подшучиваний. Но Эофратия, как понял Каркази, была слишком умна, чтобы поддаться на откровенную лесть. И тогда он убедил себя относиться к ней, как к другу. Раньше мысль о дружеских отношениях с какой-то женщиной никогда не приходила ему в голову, да и теперь всякий раз вызывала усмешку. «Если отнестись к твоему вопросу серьезно», заговорил Каркази, «то я могу лишь надеяться на скорый приход воителя. Мой рот пересох, как таларнский сандал, и я чертовски хочу выпить». «Игнаций!» – протянула Эофратия. «Только не надо читать лекции о моральной устойчивости!» – вздохнул он. «Я не имею в виду алкоголь, хотя с радостью выпил бы целую бутылку пойла, которую нам предлагали на 63-19». «А мне казалось, что тебе не нравится то вино», – заметила Киллер. «Ты говорил, что оно пахнет трагедиями». «Да, конечно, но после нескольких месяцев вынужденного однообразия сам удивляешься, какие нелепые желания приходят в голову!» Эофратия улыбнулась и подняла руку к тому месту, где на груди под тканью футболки заканчивалась серебряная цепочка. «Я помолюсь за тебя, Игнаций!» Выбор слов поразил Игнация, и он хотел было спросить, что это значит, но Эофратия с выражением откровенного восхищения уставилась на кого-то за его спиной и подняла Пиктор. Обернувшись, Карказий увидел, что полотнище, заменяющее в юрте дверь, отлетело в сторону, и внутрь, нагнувшись, входит огромный астартес. Присмотревшись внимательнее, он с изумлением понял, что вошедший космодесантник одет не в зеленоватые доспехи сынов Хоруса, а в гранитно-серую броню несущих слова. В руках воина был посох, увенчанный книгой, обернутый пергаментом с особой клятвой, а поверх книги развивалась длинная пурпурная лента. Космодесантник нес свой шлем на сгибе локтя и, казалось, был очень удивлен присутствием ретописцев. Насколько мог видеть Карказий, лицо космодесантника было серьезным и честным, а его наголо обритый череп украшали сложные письмена. На одном из его наплечников был приколот толстый пергамент с особой клятвой, украшенный множеством ярких цветных буквиц, а на другом виднелась эмблема в виде раскрытой книги и бьющего с ее страниц языка пламени. Игнаций прекрасно знал, что это символ просвещения через слово, но все же эмблема внушала ему инстинктивное отвращение. Его поэтической душе подобное изображение напоминало об эпохе гибели наук, ужасном времени в истории древней Терры, когда безумные демагоги и страха перед вредными идеями жгли книги, разрушали библиотеки и печатные дворы. По мнению Карказия, символ больше подходил язычникам и варварам, а не Астартес, которые поклялись нести народам знания, прогресс и просвещение. Он усмехнулся своим забавным еретическим мыслям и на мгновение задумался, нельзя ли изложить их в стихах так, чтобы этого не обнаружил капитан Локин. Но едва мятежная идея оформилась, Игнаций тотчас ее прогнал. Ему было известно, что его покровитель имеет привычку показывать работы поэта итератору-отшельнику Кириллу Зиндермана. А того, несмотря на явное затмение рассудка, никак нельзя было обвинить в отсутствии проницательности. Зиндерман быстро обнаружил бы любые рискованные ссылки и сравнения. В таком случае, невзирая на покровительство Астартес, Карказий быстро оказался бы на ближайшем грузовом корабле, идущем на Терру. «И кто же это такой?» – спросил он у Кииллер, переключая свое внимание на вошедшего гиганта. Тем временем Цирек прекратил бормотание и поклонился вновь прибывшему гостю. Воин в знак приветствия приподнял свой посох. «Ты серьезно?» – прошептала Кииллер. «Я серьезен, как никогда, моя дорогая. Так кто это?» «Это!» – торжественно произнесла Эуфратия, снова щелкая затворком направленного на Астартес Пиктера. «Эреб! Первый капеллан несущих слов!» Внезапно Игнаций Карказий с поразительной ясностью понял, почему капитан Локен настаивал на его присутствии. Впервые ступив на поверхность Давина, Карказий мгновенно вспомнил о негостеприимной жаре 63-19. Стараясь как можно быстрее уйти подальше от ревущих двигателей челнока, он, спотыкаясь, побежал, едва не запутавшись в длинных полах своего изысканного одеяния. Поджидавший его капитан Локен выглядел великолепно в блестящих доспехах зеленого цвета и, похоже, ничуть не страдал ни от жары, ни от вьющихся вокруг пыльных вихрей. «Благодарю за скорый ответ на мою просьбу, Игнаций». «Не за что, сэр!» – прокричал Игнаций, стараясь перекричать рев двигателей взлетающего челнока. «Я польщен, и если говорить на чистоту, ничуть не удивлен». «Удивляться нечему. Я ведь уже говорил, что мне нужен человек, хорошо знающий, что такое правда». «Да, сэр, вы действительно об этом говорили», – просиял Карказий. «И я оказался здесь именно потому...» «Можно сказать и так», – согласился Локен. «Ты заядлый оратор, Игнаций, но сегодня мне необходимо, чтобы ты прислушался. Ты меня понимаешь?» «Думаю, да. И что вы хотите, чтобы я услышал?» «Ничто, а кого?» «Прекрасно. Так кого же я должен слушать?» «Кое-кого, кому я не доверяю», – сказал Локен. Глава третья Лист стекла Человек с прекрасным характером Скрытые слова За день до высадки на Довин Локен отправился в третий зал архива На поиски Кирилла Зиндермана, чтобы вернуть взятую у него книгу Он бродил по переходам между пыльных стеллажей и кип пожелтевших пергаментов При тусклом свете круглых фонарей, едва не задевая за них головой И его шаги гулко отдавались в торжественной тишине хранилища То здесь, то там взгляд натыкался на сутулившиеся фигуры ученых в креслах с высокими спинками Но его бывшего наставника среди них не было Локен свернул в другой, непомерно высокий проход между полок с манускриптами и переплетенными в кожу томами С названиями вроде «Церковные гимны всеастральной веры», «Размышления грустного героя» или «Думы и воспоминания долгой ночи» Но ни один из заголовков не был знаком Локену И он уже отчаялся разыскать Зиндермана в этом таинственном лабиринте Как вдруг заметил знакомую фигуру, склонившуюся над длинным столом Заваленным вынутыми из футляров свитками и стопками книг Зиндерман стоял к нему спиной и был так поглощен чтением, что не услышал приближения Локена «Еще один образец плохой поэзии?» – издалека спросил Локен Зиндерман подпрыгнул и оглянулся через плечо с тем же удивленным и испуганным выражением лица Как и в тот раз, когда Локен впервые отыскал его в архиве «Гарвель!» – произнес Зиндерман, и в его голосе Локену почудилась нотка облегчения «А вы ожидали кого-то другого?» «Нет, совсем нет. Я редко вижу кого бы то ни было в этой части хранилища Для большинства серьезных ученых здесь нет ничего ценного» Локен обошел вокруг стола и окинул взглядом лежащие перед итератором бумаги Перевязанные кожаными шнурками ветхие свитки, неразборчивый почерк, желтоватые гравюры, изображающие чудовищ и людей, объятых пламенем Он бросил быстрый взгляд на Зиндермана Ученый, при виде такого любопытства, беспокойно прикусил нижнюю губу «Должен признаться, мне все больше нравятся древние тексты», – пояснил Зиндерман «Вроде хроник Урша, который я давал тебе почитать Такое сильное, хотя и жестокое произведение Оно очень наивное, содержит массу преувеличений, но довольно захватывающее» «Я прочитал хроники Урша, Кирилл», – сказал Локен, кладя книгу перед Зиндермана «И что? Как вы и говорите, в них много жестокости и наивности, а порой и откровенные полеты фантазии Но? Но я не могу избавиться от мысли, что, давая мне этот томик, вы имели какое-то скрытое намерение» «Скрытое намерение? Нет, Гарвиль, уверяю тебя, в этом не было никаких уловок», – Возразил Зиндерман, но Локен не поверил ему «В самом деле, там есть необыкновенно правдивые отрывки» «Да ну, Гарвиль, не может быть, чтобы ты воспринял это всерьез», – насмешливо заметил Зиндерман «Осада монастыря», – напомнил ему Локен «Посредняя битва Анулта Кейзера с Конклавом Нордафрика» «И что там такого интересного?» – после некоторой заминки спросил Зиндерман «Я по вашим глазам вижу, что вы знаете, о чем я говорю» «Нет, Гарвиль, я не знаю. Я помню тот отрывок, и, несмотря на захватывающий сюжет, я не могу представить себе, что ты воспринимаешь эту прозу как исторический источник» «Я согласен», – кивнул Локен «Все эти описания рвущихся, словно шелк небес и рассыпающихся гор – сплошная чепуха «Но там же говорится о человеке, который обратился в демона и поднял руку на своих товарищей» «А, да, теперь понимаю. Ты считаешь, что это имеет какое-то отношение к происшествию с Ксавье Джубалом?» «А вы?» – спросил Локен и приподнял за уголок один из пожелтевших от времени пергаментов Показывая Зиндерману изображение демона с длинными клыками, поросшего шерстью, с загнутыми козриными рогами на лбу и окровавленным топором в когтистых лапах «Джубал превратился в демона и пытался меня убить. В точности то же самое произошло с Анултом Кейзером. Один из его офицеров, человек по имени Вилхим Мардл, стал демоном и убил его. Вам это ничего не напоминает?» Зиндерман откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза Только теперь Локен заметил, каким усталым выглядит Итератор, как пожелтела кожа лица, став похожей на его любимые пергаменты Как обвисла одежда, словно наброшенная на голый скелет Локен осознал, что могущественный Итератор находится на грани полного истощения «Простите меня, Кирилл!» – произнес он, присаживаясь на соседний стул «Я шел сюда не за тем, чтобы с вами спорить» Зиндерман улыбнулся, и Локен вспомнил, как сильно он надеялся получить мудрый совет Хотя Итератор и не был его официальным учителем, но все равно оставался наставником и инструктором И обнаружить, что Зиндерман не знает всех ответов, было шоком «Все в порядке, Гарви, это хорошо, что у тебя появляются вопросы Значит, ты учишься искать правду там, где с первого взгляда мы ее не замечаем Я уверен, воитель по достоинству ценит эту способность Как поживает командующий?» «Он устал», – признал Локен Крики тех, кто требует его внимания, с каждым днем становятся все громче и настойчивее Сообщения с каждой флотилией Великого Похода буквально рвут его на части А чиновники Совета Терры со своими оскорбительными инструкциями пытаются превратить его из воителя в простого администратора «Он несет огромную ношу, Кирилл, однако не надеетесь так легко сменить тему разговора» Зиндерман рассмеялся «Гарвиль, ты становишься слишком быстрым для меня Ну хорошо, что ты хотел узнать?» «Люди из книги, которые применяли магические силы, были ли они колдунами?» «Я не знаю», – признался Зиндерман «Но это вполне возможно Те силы, которыми они воспользовались, никак нельзя считать естественными» «Но как могли их предводители дать разрешение на применение этих сил? Неужели они не знали, насколько это опасно?» «Возможно, знали. Но подумай о другом. Мы и сами знаем очень мало, но нас ведут вперед мудрость Императора и научные достижения. А древние жители, они ведь знали гораздо меньше нас» «Но даже варварам должно быть известно, насколько опасны подобные вещи», – настаивал Локен «Варварам?» – переспросил Зиндерман «Это слишком уничижительное определение, друг мой «Не суди столь поспешно, мы не так уж сильно отличаемся от племен Старой Терры, как ты можешь подумать» «Нет, вы, вероятно, шутите», – воскликнул Локен «Мы так же не похожи на них, как звезда не похожа на планету» «Ты уверен, Локен? Ты считаешь, что стена, отделяющая цивилизацию от варварства, прочна, словно сталь?» «Но это не так. Могу тебя заверить, что эта грань весьма тонкая и хрупкая, словно лист стекла. Достаточно толчка или сотрясения, и мы можем снова оказаться во власти языческих предрассудков, станем бояться темноты и поклоняться непонятным существам в гулких храмах» «Вы преувеличиваете» «Разве?» – запальчиво спросил Зиндерман, наклоняясь вперед «Представь себе, что обновленный, приведенный к согласию мир, испытывает нехватку жизненно важных ресурсов, таких как топливо, вода или пища. Сколько, по-твоему, времени потребуется, чтобы цивилизованное поведение сменилось варварскими методами?» «Как скоро человеческий эгоизм подтолкнет ко владению оставшимися источниками любой ценой, невзирая на вред, нанесенный остальным, или даже сговор с силами зла?» «Будут ли отдельные группы отгонять своих собратьев и даже уничтожать их, лишь бы завладеть ресурсами?» «Понятие порядочности и гражданской справедливости не больше, чем тонкий налет на поверхности звериного облика человека, который при каждом удобном случае вырывается наружу» «Ваши слова не оставляют нам никакой надежды» «Нет, Гарвель, все совсем не так», — сказал Зиндерман, покачивая головой «Человечество пока бессильно изменится, но я твердо верю, что благодаря великим трудам Императора наступит время, когда мы поднимемся к вершинам сознания и овладеем всеми окружающими нас силами» «Прошедшее после возникновения цивилизации время всего лишь небольшой отрезок нашего существования, тем более по сравнению с грядущими веками» «Воля Императора, братское общество, всеобщее равенство в правах и привилегиях и хорошее образование — вот предпосылки высшего общественного строя, которому ведут нас разум, науки и наш опыт» «Это будет новое возрожденное общество свободы, равенства и братства древних народов человеческой расы, которому не страшны диктаторы вроде Каллагана и Ренартана Дума» Локен не удержался от улыбки «А мне показалось, что вы впали в отчаяние» Зиндерман тоже улыбнулся в ответ «Нет, Гарвер, я далек от этого. Признаюсь, происшествие в шепчущих вершинах сильно потрясло меня, но чем больше я читаю, тем отчетливее вижу, насколько далеко мы ушли и как близки к тому, о чем всегда мечтали» «Каждый день я испытываю благодарность за то, что свет Императора ведет нас в золотое будущее. Страшно подумать, что может произойти, если этот источник иссякнет» «Не беспокойтесь», — заверил его Локен, «такого никогда не случится» «Оксимант взглянул на прибывших через прорезь в сетке» «Приехал Эрек», — доложил он Хорус кивнул и встал лицом к четверым членам Марнивали «Все знают, что надо делать» «Нет», — отозвался Таргадон «Мы так давно остаемся в стороне, что все позабыли, почему бы вам не напомнить» От такого легкомысленного заявления Тарика глаза Хоруса потемнели «Хватит, Тарик», — сказал он «Это неподходящее время для шуток, так что придержи язык» Столь резкий отпор воителя шокировал Таргадона И он быстрым взглядом окинул улица своих товарищей Локен не испытывал такого потрясения Поскольку за несколько недель после отбытия с планеты Интерексов Не раз был свидетелем взрывов гнева главнокомандующего по отношению к подчиненным С тех пор, как на площади перед залом оружия на Ксенобии пролилась кровь Воитель не знал ни минуты покоя Горечь неудачи при попытке воссоединения с Интерексами до сих пор преследовала Хорус После фиаско с Интерексами воитель впал в состояние унылой меланхолии И все чаще уединялся в своих личных покоях, куда допускался только Эреб После возвращения на имперскую флотилию члены Марневальского братства почти не видели своего командира И все четверо остро переживали необъяснимое отчуждение Раньше воитель прислушивался к их советам, теперь его слух был обращен только к Эребу Известие о том, что Эреб со своим легионом покинет экспедицию и отправится на Давин Все марневальцы воспринялись чувством облегчения Но даже по дороге к системе Давина воитель не знал отдыха Со всех концов галактики, от братьев-примархов, от командующих имперскими армиями И, что тяжелее всего, от армии чиновников, идущих по пятам завоевателей Поступали непрекращающиеся требования помощи Ежедневно группы экзекторов под управлением администратора Айонид Радбан Осаждали воителя требованиями оказать содействие в сборе имперской дани Со всех приведенных к согласию миров Любой, у кого имелось хоть капля здравого смысла Понимал, что такие мероприятия преждевременны И Хорус сделал все, что было в его силах, чтобы остановить Радбан и ее экзекторов Но его усилия лишь ненадолго замедлили их Если бы я мог, сказал Хорус как-то вечером, когда они с Локеном обсуждали новые способы получения податей, приведенных к согласию миров Я бы убил всех экзекторов империума Но я уверен, на следующий день, еще до завтрака, мы получили бы счета из преисподней Локен рассмеялся, но тотчас осознал, что воитель говорит серьезно И смех застрял у него в горы После прибытия на Давин навалились еще более срочные дела Не забудьте, сказал Хорус Все должно пройти точно так, как я говорил При появлении в дверях юрты избранного наместника императора В помещении воцарилась благоговейная тишина И все присутствующие опустились на одно колено От взгляда на живого бога, появившегося в сверкающих доспехах цвета далекого океана и в царственно-пурпурном плаще, у Каркази закружилась голова С нагрудника Хоруса сияло око Терры, и Каркази не мог устоять перед величественной красотой воителя Провести столько дней в экспедиции и только сейчас увидеть воителя Сколько времени потрачено впустую Каркази ощутил острое желание вырвать все исписанные страницы из любимого блокнота Бонсман номер 7 И сочинить эпический монолог о величии главнокомандующего За воителем вошли четверо марнивальцев А с ними высокая, величавая женщина в пурпурном бархатном платье с высоким воротом и пышными рукавами Ее длинные волосы были уложены в высокую замысловатую прическу Каркази с негодованием узнал в ней Петранеллу Вивар, летописца Стерры, о которой уже был достаточно наслышан Хорус в приветственном жесте поднял руки Друзья, произнес он, я уже не раз говорил, что никто в моем присутствии не должен преклонять колени Такой чести достоин один лишь император Медленно, словно не желая нарушать благоговейный восторг, люди стали подниматься А Хорус пошел вперед, пожимая руки тем, кто стоял в первых рядах И очаровывая их своим благодушием и неожиданными шутками Каркази видел тех, к кому обращался воитель И от того, что он не удостоился подобной чести, в груди поднялось острое чувство ревности Совершенно не задумываясь, он начал проталкиваться вперед сквозь толпу Не обращая внимания на недоброжелательные взгляды и нередкие удары локтями в бока Внезапно ворот одежды стал ему тесен И Каркази обернулся, намереваясь резко осадить всякого, кто осмелился так вольно обращаться с его роскошным одеянием Позади он обнаружил Эуфратию Киилер и в первый момент решил, что это она старается оттащить его назад Но, увидев ее лицо, улыбнулся Киилер следовала за ним по пятам и воспользовалась его массивной фигурой в качестве буксира Каркази добрался до группы из шести или семи человек, стоящих в первом ряду Как вдруг вспомнил, ради чего его пригласили на такое важное мероприятие Он оторвал взгляд от воителя и посмотрел на Эраба из региона Несущих Слово О семнадцатом регионе Каркази не знал почти ничего, за исключением того факта, что его примарх, Лоргар, пользовался любовью и доверием своего брата Хоруса Оба легиона не раз сражались и проливали кровь во славу Империума в одних и тех же боях Члены братства Марниваль шагнули вперед и один за другим обнимали Эраба, словно обретенного после долгой разлуки брата Они смеялись и дружески хлопали друг друга по наплечникам доспехов Но в приветствии Локина Каркази уловил некоторую сдержанность «Сосредоточься, Игнаций, сосредоточься!» – прошептал он самому себе, обнаружив, что снова уставился на воителя Он отвел взгляд от Хоруса как раз вовремя, чтобы заметить, как Эраб и Абаддон в очередной раз пожимают друг другу руки И между их ладонями что-то блеснуло Все произошло очень быстро, и Каркази не был полностью уверен, но ему показалось, что один передал другому то ли монету, то ли какой-то медальон Затем Марневальцы и Вивар отошли немного назад и встали за спиной воителя, а Малагарст занял свое место рядом с ним Хорус снова поднял руки «Друзья мои, вам снова придется потерпеть мое присутствие, поскольку мы собрались обсудить дальнейшие планы того, как нести свет истины в темные миры» Вежливый смех и аплодисменты прокатились по юрте, а воитель продолжал свою речь «Мы снова вернулись на Довин, место, где была одержана грандиозная победа Это восьмой мир, приведенный нами к согласию, и он поистине – воитель!» Раздался вдруг голос из центра юрты Оклик прозвучал совершенно спокойно, но люди единодушным вздохом отметили неслыханное по дерзости нарушение этикет Каркази заметил, как потемнело лицо воителя, и понял, что Хорус не привык, чтобы его прерывали Затем Игнаций переключил внимание на нарушителя Толпа слушателей отхлынула от Эреба, словно в страхе, что его безрассудство может оказаться заразным «Эреб!» – заговорил Малагарст «У тебя, по-видимому, есть что сказать!» «Небольшая поправка, советник!» – пояснил несущий слово Каркази заметил и беспокойный взгляд, брошенный Малагарстом в сторону воителя «Поправка, ты говоришь? И что ты хочешь исправить?» «Воитель сказал, что этот мир приведен к согласию» – ответил Эреб «Давин принял условия согласия!» – раздраженно проворчал Хорус Эреб печально покачал головой, но Каркази заметил на его лице мрачное предвкушение Словно он был рад сделать следующее заявление «Нет!» – сказал Эреб «Давин не принял согласия!» При таком посягательстве на честь экспедиции Локен ощутил прилив ярости А напряженные спины его товарищей по Марнивалю показали Что и друзья испытывают те же чувства Аксимант зашел так далеко, что схватился за оружие Но Таргадон покачал головой, и маленький Хорус отвел пальцы от рукояти меча Даже за короткое время знакомства с Эребом Локен успел убедиться С каким уважением и почтением относились окружающие к уравновешенному и рассудительному капеллану несущих слова Он часто давал мудрые советы и обладал легким характером А его вера в Воителя казалась безграничной, но незаметно возникшая близость между ним и Хорусом вызвала у Локена недовольство Которое нельзя было объяснить простой ревностью С тех пор, как Воитель начал прислушиваться к советам Эреба Он стал угрюмым, излишне раздражительным и замкнутым Даже Малагарст не раз высказывал марнивальцам свою обеспокоенность растущим влиянием несущего слова на Воителя После разговора с Эребом на обзорной палубе духомщения Локен понял, что первый капеллан не так прост, как могло показаться с первого взгляда В его душу еще тогда были заронены семена подозрения И сегодняшние слова Эреба оказались для них свежим весенним дождем Локен с трудом мог представить себе Чтобы Эреб, заслуживший такое уважение после событий на Ксенобии Мог вести себя так грубо и бесцеремонно «А ты не мог бы выразить свою мысль более конкретно?» Спросил Малагарст, с трудом сдерживая свой гнев «Я могу все объяснить», — ответил Эреб «Но, возможно, эту тему лучше обсудить в узком кругу?» «Эреб, если у тебя есть что сказать, говори сейчас Это военный совет, и у нас не может быть секретов», — заявил Хорус Какую бы роль ни отвел Хорус Марневальсом, Локен понял, что теперь все это не имеет смысла По лицам своих друзей он догадался, что они придерживаются того же мнения «Мой господин», — начал Эреб «Я должен извиниться» «Оставь при себе свои извинения, Эреб», — прервал его Хорус «У тебя хватило смелости сделать такое заявление после того, как я приблизил тебя к себе и предоставил место в военном совете И ты посмел отплатить мне бесчестием и оскорблением?» «Я сразу говорю тебе, что не потерплю такого отношения» «Ты меня понимаешь?» «Да, мой господин, но в мои намерения не входило вас оскорбить» «Если вы позволите мне продолжать, вы поймете, что в моих словах нет ничего обидного для вас» В юрте ощутимо возросло напряжение И Локен мысленно молил Хоруса прекратить этот фарс и удалиться в более уединенное место Но он понимал, что воитель так разгневан, что предотвратить конфронтацию уже не удастся «Продолжай», — сквозь зубы бросил Хорус «Как вам известно, мой господин, мы покинули Давин шесть десятилетий назад Мир был приведен к согласию, и казалось, что вскоре он станет полноправной и просвещенной частью Империума Как это ни печально, наши надежды не оправдались» «Эрб, переходи к сути», — поторопил его Хорус, сжимая устрашающие кулаки «Да, конечно. По пути на Сардис, при встрече с 203-й экспедицией, уважаемый лорд Корт Фаэрон попросил меня зайти на Давин И еще раз убедиться, что слово Императора, возлюбленного всеми, должным образом распространяется в этом мире командующим Тембой и оставленными здесь войсками» «А где сейчас Темба?» — спросил Хорус «Я оставил ему достаточно солдат, чтобы подавить посредние очаги сопротивления И уж, конечно, если бы этот мир нарушил условия согласия, я бы об этом знал» «Мой господин, Эуган Темба стал предателем», — заявил Эрб «Он удалился на одну из лундавина и больше не признает Императора своим господином и повелителем» «Предатель?» — взревел Хорус «Это невозможно! Эуган Темба обладал стойким характером и несокрушимым боевым духом Я сам выбрал его для этой почетной роли, он не мог стать предателем» «К сожалению, это правда, мой господин» — с искренней печалью в голосе возразил Эрб «И что же он во имя Императора делает на этом спутнике?» — спросил Хорус «Народы, населяющие сам Довин, сдержали свое слово и с готовностью приняли условия согласия, чего нельзя сказать о применах спутника», — объяснил Эрб «Темба повел свою армию в славную, но, как оказалось, совершенно необдуманную экспедицию, чтобы образумить живущих там людей» «Почему необдуманную? Это прямой долг любого из имперских командиров» «Это был опрометчивый поступок, мой господин, поскольку племена со спутника не имеют того понятия чести, которое присуще нам, и, как мне кажется, когда Темба прибыл для переговоров, они применили методы, которые извратили понятия наших людей и обратили их против вас» «Методы? Выражайся понятнее, Эрб!» — воскликнул Хорус «Я не могу дать точное определение, мой господин, но в древних текстах это описывается как... эээ... колдовство» «При упоминании о колдовстве в крови Локена вскипела ярость, а по всей юрте прошерестели недоверчивые восклицания» «Теперь Темба в нарушении всех клятв и верности императору служит повелителю луны Давина, а вас он называет не иначе, как прихвостнем падшего божества» Локен никогда не встречался с Эуганом Тембой, но при таком оскорблении величия воителя ненависть комком подкатила горло Все собравшиеся, видимо, ощутили те же эмоции, и юрта наполнилась негодующими криками «Он за это заплатит!» — вскричал Хорус «Я сам оторву ему голову, а тело скормлю воронам! Клянусь в этом своей честью!» «Мой господин», — продолжал Эроб, — «мне жаль, что я принес такие дурные вести, но я уверен, решение этой проблемы стоит предоставить кому-то из доверенных лиц» «Эроб, ты хочешь, чтобы я позволил кому-то другому отомстить за нанесенное мне оскорбление?» Свирепо поинтересовался Хорус «За кого же ты меня принимаешь? Я сам подписывал акт о приведении этого мира к согласию И будь я проклят, если завоеванный мною мир отколется от Империума» Хорус обернулся к четверке марнивальцев «Срочно подготовить штурмгруппу!» «Будет сделано, мой господин», — ответил Абаддон «Кто ее возглавит?» «Я сам», — заявил Хорус Военный совет был отложен Все остальные дела и проблемы померкли перед таким ужасным известием А когда командиры 63-й вернулись к своим подчиненным И слух о предательстве Эугана Тембы распространился повсюду Всю экспедицию мгновенно охватило лихорадочное возбуждение Отдавая срочные приказы о подготовке к экспедиции Локин обнаружил Игнация Каркази в опустевшей после неудачного военного совета Юрке Летописец сидел над открытым блокнотом и что-то торопливо записывал Прерываясь лишь для того, чтобы заточить карандаш маленьким перочинным ножом «Игнаций!» — окликнул его Локин Каркази поднял голову от работы И Локин с удивлением прочитал на его лице выражение восторга «Ничего себе собрание, а! Военный совет всегда проходит так драматично!» Локин покачал головой «Нет, обычно все обстоит иначе. А что ты пишешь?» «О, это будет небольшая поэма о подлости Тембы», — ответил Каркази «Ничего особенного, нечто вроде внутреннего монолога «Мне кажется, учитывая общее настроение экспедиции, это будет весьма кстати» «Да, наверное. Только я до сих пор не могу поверить, что кто-то может так охарактеризовать его поступок» «И я тоже. Думаю, в этом-то и есть проблема» «Что ты хочешь сказать?» «Я постараюсь объяснить», — сказал Каркази Поднявшись со своего стула, он прошел в тот угол, где стояли подносы с нетронутой едой И наполнил себе тарелку Мне запомнился один совет относительно поведения в присутствии воителя Кто-то сказал, что лучше всего смотреть на его ноги А если встретишься с ним взглядом, то непременно забудешь все, что хотел сказать Я тоже об этом слышал Аксимант как-то дал мне точь-в-точь такой совет Что ж, совет очень хорош, но меня его появление застигло врасплох Впервые увидев его величие, я почти забыл, зачем здесь нахожусь «Я не уверен, что понимаю тебя», — сказал Локен и мотнул головой Когда Каркази предложил ему мясо со своей тарелки «Я вот к чему веду Можно ли представить, что тот, кто встречался с Хорусом Могу я называть его Хорусом? Я слышал, вам не очень нравится, когда простые смертные так его называют Так вот, мог ли человек, действительно видевший его, сказать такие вещи, какие приписываются этому тембе?» Локен не без труда поспевал за быстрой речью Каркази Но неожиданно он понял, что гнев заслонил от него величие воителя «Ты прав, Игнации, никто, видевший воителя, не мог такого сказать» «Тогда возникает вопрос, зачем Эребу понадобилось приписывать тембе такие оскорбления?» «Я не знаю, и зачем ему это?» Каркази съел мясо со своей тарелки и запил его белесым напитком «И правда, зачем?» Переспросил Каркази, загораясь воодушевлением «Скажите, вы имели удовольствие встречаться с Аэлитой Хергик? Она тоже ретописец из числа драматургов и пишет ужасающе детализированные пьесы На мой взгляд, они просто нудные, но я не могу отрицать, что у нее имеется определенный актерский талант Я помню, видел в ее исполнении Леди Офелию в «Трагедии Амрета» «И это было довольно хорошо, хотя Игнаций остановил его Локен, переходи к сути» «Ах да, конечно, суть в том, что даже такая талантливая актриса, как мисс Хергик не справилась бы с представлением, разыгранным сегодня Эребом» «Представлением?» «Точно так, все, что он делал с самого момента появления в юрте, было фарсом «Разве вы этого не заметили?» «Нет, я был слишком зол», признался Локен «Вот почему я и позвал тебя сюда А теперь, Игнаций, объясни мне все по порядку, только не отступай от тем» Карказий расцвел от удовольствия и продолжал Хорошо, сразу после заявления об отступлении Девина от Согласия Эреб предложил перенести обсуждение вопроса в более узкий круг Но это провокационное предложение он сделал в помещении полном народа Кроме того, как вы слышали, он утверждал, что Тембо восстал против Хоруса А не против Императора, это придало оскорблению личный характер Но зачем ему понадобилось так провоцировать воителя? Возможно, чтобы вывести его из равновесия, заставить проявить вспыльчивость Похоже, он хорошо знал, какой будет реакция Мне кажется, Эреб пытался привести воителя в такое состояние Когда тот будет не способен мыслить ясно Осторожнее, Игнации Как ты осмеливаешься предполагать, что воитель бывает не способен ясно мыслить? Нет, 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 запротестовал Карказий Только приведя его в состояние крайнего возбуждения Эреб мог манипулировать его поступками Манипулировать? И с какой же целью? Карказий пожал плечами Это мне неизвестно Но я точно знаю Эреб очень хочет, чтобы Хорус отправился на спутник Давина Но он пытался отговорить воителя от личного участия в экспедиции Он даже осмелился советовать переложить это дело на плечи других Карказий нетерпеливо тряхнул головой Только для того, чтобы показать всем свое старание заставить воителя изменить намерение А на самом деле он прекрасно знал, что Хорус не сможет отступить от своего слова «И не отступит, летописец!» Раздался звучный возглас от входа в юрту Карказий от неожиданности подпрыгнул А Локен, обернувшись на голос, увидел первого капитана сынов Хоруса Сверкающего и грозного в полном боевом облачении «Эзекиль», — произнес Локен «Что ты тут делаешь?» «Ищу тебя», — ответил Абаддон «Тебе надо быть со своей ротой Сам воитель возглавит штурмгруппу А ты тратишь время на болтовню с писаками Которые подвергают сомнению честное слово благородного Астартус Первый капитан Абаддон Выдохнул Карказий, склоняя голову Я не хотел никого оскорбить Я только делился с капитаном Локеном своими впечатлениями от того, что услышал «Помолчи, червяк», — огрызнулся Абаддон «За оскорбление, нанесенное Эребу, мне стоило бы убить тебя на месте» «Игнаций делает то, о чем я его попросил», — вмешался Локен «Ты защищаешь его, Гарвий?» — удивился Абаддон «Ты меня разочаровываешь» «Зики, во всем этом деле есть какая-то загадка», — сказал Локен «Эреб явно что-то утаил от нас» Абаддон покачал головой «Ты поверишь этим дурацким выдумкам и не поверишь Астартус?» «Болтовня с этими бумагом-мараками окончательно заморочила тебе голову, Локен «Командующий должен об этом услышать» «Я очень на это надеюсь», — парировал Локен, злясь на Абаддона за его упертость «И хотел бы стоять рядом, когда ты скажешь ему об этом» Первый капитан резко развернулся и направился к выходу «Первый капитан Абаддон!» — крикнул вслед ему Каркази «Можно я задам вам один вопрос?» «Нельзя!» — отрезал Абаддон, но Каркази это не остановило «Что за монету передал вам Эра при сегодняшней встрече?» Глава четвертая «Секреты и тайны», «Хаос», «Распространение слова», «Аудиенция» После вопроса Каркази Абаддон застыл на месте Локен, завидев признаки надвигающейся бури, поспешил занять позицию между ретописцем и первым капитаном «Игнаций, убирайся отсюда!» — едва успел он крикнуть, как Абаддон, развернувшись, бросился на Каркази Абаддон заревел от ярости, но Локен перехватил его руки, а Каркази с испуганным криком выскочил из юрты Абаддон, обладавший более массивной фигурой, без труда отбросил Локена назад Локен полетел на пол, но достиг своей цели, переключив гнев первого капитана на себя «Ты осмелился поднять руку на своего собрата, Локен?» — зарычал Абаддон «Я просто удержал тебя от большой ошибки, Эзекиль!» — ответил Локен, поднимаясь после падения Он видел, в какой ярости его товарищ, и понимал, что надо держаться как можно осторожнее Аксимант рассказывал ему о приступах иступленной ярости Абаддона во время вынужденной эвакуации главнокомандующего из Экстрануса И с тех пор его нрав становился все более непредсказуемым «Ошибки? О чем ты толкуешь?» — об убийстве Игнация, — сказал Локен «Подумай сам, что могло произойти, если бы ты его убил Воитель был бы обязан потребовать взамен твою голову Представь, какими могли быть последствия, если бы Астартес холоднокровно убил одного из летописцев» Абаддон яростно зашагал по юрте, но Локен понял, что слова проникли сквозь кровавый туман гнева, охватившего его товарища «Проклятье, Локен!» — шипел Абаддон «Проклятье!» — «А о чем говорил Игнаций, Эзекиль?» «Между тобой и Эребом действительно мелькнул медальон ложи» Абаддон взглянул в лицо Локена «Я не могу сказать» «Значит, это был он» «Я не могу сказать» «Прекрати, Эзекиль, терпеть не могу секреты и тайны» «Вот потому я и не смог вернуться в воинскую ложу» «Аксимант и Таргаддон оба приглашали меня, но я не смог» «Не теперь» «Скажи, Эреб тоже член ложи?» «Он и раньше состоял в этом обществе или вы приняли его по пути сюда» «Ты слышал слова Сергора на нашей встрече» «Тебе известно, что я не могу обсуждать происходящее в ложе за ее пределами» Локен шагнул вперед и оказался лицом к лицу с Абаддоном «Эзекиль, ты все должен рассказать мне немедленно» «Я чувствую, что происходит что-то непонятное» «И клянусь, я почувствую, если ты мне солжешь» «Ты думаешь, что можешь запугать меня, малыш» «Рассмеялся Абаддон, но Локен заметил, что его веселье было напускным» «Да, Эзекиль, я так думаю» «А теперь рассказывай» Взгляд Абаддона на мгновение метнулся к входу юрты «Прекрасно», — сказал он «Я расскажу, но мои слова никто больше не должен услышать» Локен кивнул и Абаддон продолжил «Мы не принимали Эраба в члены ложи» «Нет», — с откровенным недоверием переспросил Локен «Нет», — повторил Абаддон «Это Эраб принимал нас» Эраб, брат Астартес, первый капеллан несущих слова Доверенный советник воителя Лжец Сколько бы ни пытался он избавиться от этого слова при помощи боевой медитации, оно неизменно возвращалось, чтобы причинить бой В добавление ко всему снова и снова звучали в голове отрывки последнего разговора с эуфратией Киилер Тогда она почти смутила его настойчивым взглядом и спросила «Если вы обнаружите гниль, признаки разложения, посмеете ли вы нарушить корпоративную верность и выступить против своих братьев?» Предположение Киилер казалось немыслимым То, о чем она говорила, просто не могло произойти И вот теперь он обдумывает возможность того, что один из братьев Астартес, тот, кого ценил и кому доверял воитель, лжет своим друзьям по необъяснимой причине Локен попытался разыскать Кирилла Зиндермана и обсудить этот вопрос с ним Но итератора нигде не было видно И Локен, отчаявшись его найти, вернулся к отсеку, где располагались тренировочные камеры Улыбчивый убийца Люк Сидере чистил свой разобранный болтер Близнецы Мой и Мар разыгрывали учебный бой на мечах Старый друг Локена, Неро Випус, сидел на скамье и полировал доспехи, уничтожая царапины, полученные на убийце Сидере и Випус приветственно кивнули вошедшему Локен Гарви, окрикнул его Випус, ты что-то задумал? Нет, а что? Ты выглядишь немного странно, вот и все Я в порядке, огрызнулся Локен В порядке, в порядке, проворачал Випус, я сделал что-то не так? Прости, Неро, опомнился Локен, я просто... Знаю, Гарви, вся рота в таком же состоянии Всем не терпится поскорее добраться до места и вцепиться в глотку этого ублюдка, Тембы Люк уже поспорил со мной, что первым добудет его голову Локен с равнодушным видом кивнул и задал беспокоящий его вопрос Кто-нибудь из вас видел первого капитана Абаддона? Нет, с тех пор, как мы вернулись, ответил Сидере, не поднимая головы Зато тебя спрашивал один из летописцев Эта чернокожая девчонка искала тебя повсюду Олитон? Да, точно она, сказала, что вернется примерно через час Спасибо, Люк, поблагодарил его Локен и снова повернулся к Випусу Неро, мне очень жаль, что я на тебя огрызнулся Не стоит беспокоиться, рассмеялся Випус Я уже большой мальчик и у меня достаточно толстая шкура, чтобы пережить твое дурное настроение Локен улыбнулся своему другу Открыл оружейный бокс и стал снимать доспехи А затем и толстые, искусственно наращенные полимеры наружного каркаса тела Пока не остался совершенно обнаженным Если не считать простых солдатских штанов Сняв со стойки меч, Локен шагнул к тренировочной камере и активировал его Дожидаясь, пока серые стальные полусферы расходятся А из-под потолка спускается сервитор, играющий роль противника Тренировочный бой уровня Эпсилон-9, произнес Астартес Максимальная опасность Боевая машина с гудением ожила Из щелей выползли длинные лезвия, напомнившие Локену крылатых арахнидов с убийц Корпус его механического противника вдобавок ощединился острыми шипами и подвижными жужжащими лезвиями Локен повертел головой и взмахнул руками, готовясь к предстоящей борьбе Чтобы обдумать все произошедшее, ему нужна ясная голова А для этого нет лучшего средства, чем хорошая схватка В камере негромко раздался отсчет оставшихся до боя секунд Локен пригнулся в боевой позиции, а его мысли снова вернулись к первому капеллану несущих слова Лжец Прошло 15 дней с тех пор, как они покинули пределы владений Интерексов А до прибытия на Давин оставалась еще неделя В тот день Локен впервые получил возможность поговорить с Эребом с глазу на глаз Он дожидался первого капитана несущих слова на передней наблюдательной палубе Духомщения И через толстое бронированное стекло наблюдал за вспышками света и бархатной тьмой Капитан Локен Локен обернулся и увидел перед собой открытое серьезное лицо капеллана Разноцветные всполохи огней, проникавших через окно наблюдательной палубы, отражались от его гладко выбритого и татуированного черепа А на доспехах, словно на палитре художника, скользили красочные разводы Первый капеллан С глубоким поклоном отозвался Локен При рождении мне было дано имя Эреб Я был бы очень рад, если бы ты меня так называл Здесь не то место, где требуются формальности Локен кивнул, а Эреб подошел и остановился рядом Задержав взгляд на бесконечной игре света и тьмы за стеклом Красиво, не правда ли? Заговорил Эреб Я и сам так считал Согласился Локен Но говоря откровенно, уже не могу смотреть на эту картину без некоторого трепета Трепета? И почему же? Спросил Эреб, положив руку на плечо Локена Варп – это просто средство быстрого перемещения наших кораблей Разве Император, возлюбленный всеми, не предоставил нам пути и методы извлечения из этого пользы? Да, это верно Кивнул Локен, глядя на вытатуированные на голове Эреба письмена Хотя и не знал наречия, к которому относились слова Это высказывания Императора, как они изложены в книге Лоргера И переведенные на язык Колхес Произнес Эреб, отвечая на немой вопрос Локена Для меня это такое же оружие, как болтер или меч В ответ на непонимающий взгляд Локена Эреб продолжил пояснение На поле боя я должен быть могущественным и устрашающим А слова Императора, написанные на моей плоти Помогают внушать страх стоящим передо мной Ксеносом и неверующим Неверующим? Возможно, я неправильно выбрал слово Небрежно пожал плечами Эреб Наверное, лучше подойдет человеконенавистник Но, как мне кажется, ты пригласил меня сюда не ради изучения татуировок Локен смущенно улыбнулся Да, ты прав Я хотел с тобой поговорить, поскольку всем известно, что в составе региона несущих слово много ученых Вы отыскали во вселенной много миров, где, по слухам, были хорошо развиты науки и образование и привели их к согласию Это верно, медленно произнес Эреб, хотя в процессе войн мы уничтожили немало наук, сочтя их неприемлемыми Но ты обладаешь большими знаниями в эзотерических науках И мне хотелось бы услышать совет по одному делу, которое я назвал бы личным Теперь ты меня заинтриговал, сказал Эреб Что же у тебя на уме? Локен молча показал напульсирующие разноцветные лучи варпа по ту сторону стекла Многоцветные облака и спиральные завитки черноты смешивались между собой, словно чернила и вода И образовывали бесконечно изменчивые переливы слета и тьмы Вокруг корабля в этом таинственном мире не было ни одной отчетливо постоянной формы Эта бездна в одно мгновение уничтожила бы корабль воителя, если бы не защищающий его поле Геллера Варп позволяет перемещаться с одного конца галактики на другой Но мы совершенно не понимаем, как это происходит, не так ли? Спросил Локен Что на самом деле скрывается в бездне? Что нам известно о хаосе? О хаосе? Повторил Эреб, и Локен отметил на лице несущего слова тень некоторой нерешительности Что ты подразумеваешь под этим понятием? Я и сам точно не знаю, признался Локен Но на ксенобии мне говорил о хаосе Митра Стул Митра Стул? Мне не знакомо это имя Он был одним из приближенных Джефта Науда, пояснил Локен Мы как раз разговаривали с ним, когда все полетело кувырком Что он сказал, капитан Локен? Повтори точно Тон капеллана неприятно удивил Локена И он сердито прищурил глаза Но тем не менее ответил Тул говорил о хаосе, как о какой-то очень удаленной от насилия О первобытной сущности Варпа Он сказал, что это самый мощный источник разрушения Какой даже представить себе трудно И он переживет нас всех и спляшет на наших костях Он выразился очень красочно Да, он так и сказал И я уверен, что он говорил совершенно серьезно Произнес Локен, продолжая вглядываться в глубины Варпа Локен, можешь мне поверить? Варп – всего лишь бессмысленное сосредоточение энергии Которое постоянно перемещается и закручивается в вихри Только это и ничего больше Или есть что-то еще, что заставляет тебя верить его словам? Локен вспомнил об ужасном существе Которое завладело телом Ксавье Джубала В храмовой пещере под горным хребтом на 63-19 Его трудно было назвать бессмысленным сгустком энергии Локен отчетливо помнил отражение кровожадной и злобной мысли В глазах монстра, еще недавно бывшего Джубала Эраб молчал, ожидая продолжения рассказа Но как хорошо не относились бы к несущим словам в легионе сынов Хоруса Локен не был готов поделиться с посторонним ужасными воспоминаниями о шепчущих вершинах Вместо этого он торопливо заговорил о другом Я читал книгу о битвах между племенами Древней Терры Еще до пришествия Императора И там было сказано о применении сил, которые... Это были хроники Урша? Перебил его Эраб Да, а как ты узнал? Я тоже читал эту книгу И знаю отрывок, о котором идет речь Тогда ты должен знать, что там упоминались темные первобытные божества И мольбы, обращенные к ним На лице Эраба появилась снисходительная улыбка Да, но ведь все усилия недобросовестных рассказчиков И неисправимых демагогов направлены на то, чтобы сделать свои произведения Как можно более захватывающими Не так ли? К подобным произведениям относятся не только хроники Урша В предшествующей объединению период было написано множество похожих книг И каждый автор исписывал страницу за страницей Наполняя текст самыми жуткими и кровавыми ужасами Ради того, чтобы превзойти своих соперников А в результате получались произведения сомнительной ценности И ты считаешь, что в них нет ничего полезного? Абсолютно ничего, подтвердил Эраб Тул говорил, что имматериум, как он называл варм Является источником всякой магии и колдовства Магии и колдовства? Рассмеялся Эраб, прежде чем снова пристально взглянуть в лицо Локер Друг мой, он тебе солгал Он был связан с ксеносами А следовательно являлся врагом императора Ты же знаешь, что нельзя доверять словам врага В конце концов, разве Интерексы не выдвинули против нас ложное обвинение В краже одного из мечей кинебрахов из зала оружия? И настаивали на нем даже после того, как сам воитель заверил их в том, что мы этого не делали? Локен ничего не ответил, но братские чувства по отношению к боевым товарищам Пришли в несоответствие с его собственными ощущениями Все, что говорил Эраб, подтверждало давно укоренившееся отрицание существования магии, духов и демонов И все же Локен не мог игнорировать крик своего внутреннего голоса Эраб лжет, и угроза хаоса ужасающе реальна Митрастул обернулся его врагом, а Эраб был братом Астартес И Локен с изумлением сознавал, что скорее готов поверить воину из племени Интерекса Такого хаоса, о котором ты мне рассказал, не существует Заверил его Эраб Локен кивнул, соглашаясь, но тотчас вспомнил Никто, даже Интерекс, не говорил ему о том, какое именно оружие было украдено в ту ночь Ты слышала? Вопрошал Игнаций Каркази, наливая очередной стакан вина Она получит свободный доступ к воителю Это не честно! Мы тут из кожи вон лезем, чтобы создать нечто стоящее Надеемся привлечь внимание хоть сколько-нибудь важной персоны А она, едва появившись, сразу получает аудиенцию у воителя Я слышала, у нее имеются сильные связи Поддакнула Вендуин, изящная молодая женщина с рыжими волосами и фигурой, подобной песочным часам Местные сплетники называли Вендуин фейерверком на простынях Каркази стал обхаживать ее сразу, как только понял, что она с восторгом внимает каждому его острому словцу Он уже успел забыть, чем именно она занимается Хотя смутно помнил что-то насчет композиции гармоничного сочетания света и тени Однако толком так и не понимал, о чем шла речь Нет, теперь в летописцы может записаться кто угодно, подумал Каркази В убежище, как и всегда, было полным-полно народу Поэтов, драматургов, художников и композиторов, наслаждавшихся привычной богемной атмосферой А свободные от вахты армейские офицеры, рядовые матросы и палубные рабочие Приходили ради новых историй из еще не опубликованных книг, импровизированных представлений и скабрезных шуток Без своей постоянной публики убежище представляло собой до неприличия неопрятный прокуренный бар Полный людей, которым нечем больше заняться Игроки в поисках фишек, заменявших деньги, ободрали все золотые пластинки с колонн, поддерживающих потолок И Каркази, надо отметить, имел в своей комнате уже порядочный запас этих заменителей монет Художники, в свою очередь, побелили значительные участки расписных стен ради своей мазни По большей части непристойные или издевательские Мужчины и женщины занимали все свободные столы, играли в карты, обнимались, а наиболее увлеченные летописцы делились своими грандиозными замыслами Каркази и Вендуин сидели вдвоем у стены в одной из открытых кабинок А гул голосов заполнял все пространство убежища «Связи!» – задумчиво повторила Вендуин «Это точно!» – согласился Каркази и осушил свой стакан «Я слышал, у нее знакомство в Совете Терры и еще с Сиггелайтом Как высоко она взлетела? И как она сумела все это получить?» – спросила Вендуин «Такие связи, я хотела сказать!» «Не знаю!» – покачал головой Каркази «Разве у тебя самого нет знакомств? Ты мог бы многое разузнать!» – заметила Вендуин, снова наполняя его стакан «Тебе-то как раз не о чем беспокоиться! Тебе покровительствует один из Астартес, и про тебя тоже ходит немало сплетен!» «Вряд ли!» – фыркнул Каркази и хлопнул ладонью по крышке стола «Я просто должен показывать ему абсолютно все, что напишу! Он цензор, и больше никто!» Вендуин пожала плечами «Может так, а может и нет, но ведь тебя одного пригласили на военный совет, не так ли?» «Могу поспорить, что немного цензуры не слишком большая цена за такие привилегии» «Возможно!» – коротко ответил Каркази «Он не желал говорить о том, что произошло на Довине, и не хотел вспоминать свой ужас при виде рассверепевшего первого капитана Абаддона, обещавшего оторвать ему голову» Так или иначе, капитан Локен впоследствии отыскал его в интендантской палатке, где дрожащий и перепуганный Игнаций лечился дозами спиртного То, что произошло после, казалось довольно смешным Локен вырвал страницу из его бонсмана номер 7, написал несколько строк крупными печатными буквами, а затем протянул летописцу «Игнаций, это особая клятва», – сказал тогда Локен «Ты знаешь, что она значит?» «Думаю, да», – ответил Каркази, читая написанные капитаном слова «Это клятва, которая относится только к одному действию, она очень определенная и точная», – стал объяснять Локен «У Астартес принято давать особую клятву перед боем, и каждый обещает овладеть определенным объектом или отстоять какой-то идеал» «В твоем случае, Игнаций, это будет обещание не разглашать то, что произошло сегодня вечером» «Я обещаю, сэр» «Игнаций, ты должен поклясться, положи руку на книгу и клятву и прочти слова вслух» Ретописец так и сделал, положил дрожащую руку на вырванную страницу, ощущая плотную фактуру бумаги под вспотевшей ладонью «Я клянусь не рассказывать ни одной живой душе о том, что произошло между нами», – прочитал Игнаций Локен с самым серьезным видом кивнул «Не стоит относиться к этому легкомысленно, Игнаций Ты дал клятву в присутствии Астартес и не должен нарушить ее ни в коем случае Это было бы серьезной ошибкой» Игнаций кивнул и направился к ближайшему транспорту, уходящему с Давина Карказе тряхнул головой, прогоняя воспоминания, и спокойная теплота легкого опьянения мгновенно испарилась «Эй!» – окрикнул его Вендуин «Ты меня слушаешь? У тебя такой вид, словно ты улетел отсюда за миллион миль» «Да, извини, так о чем ты говорила?» «Я спрашивала, не мог бы ты при удобном случае замолвить за меня словечко капитану Локену? Может, ты расскажешь ему о моих композициях? Ты же знаешь, как они хороши» О композициях он смотрел в ее глаза и видел неудержимую алчность, скрывающуюся под маской интереса Только сейчас он понял, какой эгоистичной карьеристкой была сидящая перед ним женщина Внезапно у него возникло острое желание оказаться подальше от этого места «Ну как? Ты согласен?» От поисков уклончивого ответа его спасло появление рядом с их столиком женской фигуры Каркази поднял голову «Да, могу я чем-нибудь помочь?» Но, едва договорив фразу, он узнал эофратию Кииллер С тех пор, как они в последний раз виделись, с ней произошли разительные перемены Вместо обычных грубых ботинок и армейских брюк она была одета, как все женщины-редописцы А длинные волосы были скромно подстрижены Несмотря на более женственный облик, Каркази ощутил разочарование Перемена в облике ему не понравилась Как оказалось, прежний агрессивный стиль был ему больше по душе, чем странный, почти бесполый вид, который придавала ей эта одежда «Эофратия?» Она коротко кивнула «Я ищу капитана Локина. Ты не видел его сегодня?» «Локина?» «Нет, то есть да, но только на Довине. Ты к нам не присоединишься?» Предложил он, игнорируя злобный взгляд Вендуин Его надежды на избавление испарились, как только Эофратия качнула головой «Нет, благодарю. Это место явно не для меня» «И не для меня, но все же я здесь», – пошутил Каркази «Ты уверена, что не соблазнишься стаканом вина или партии в карты?» «Уверена, но все равно спасибо. Увидимся позже, Игнации», – ответила Эофратия и понимающе улыбнулась Каркази криво усмехнулся и провожал ее взглядом, пока Эофратия по пути к выходу из убежища обходила еще несколько столов «Кто она такая?» – спросила Вендуин, и Игнация позабавил ее взгляд, полный профессиональной ревности «Это одна из моих хороших друзей», – ответил Игнации, с удовольствием прислушиваясь, как звучат его собственные слова Вендуин сдержанно кивнула «Послушай, ты хочешь отправиться со мной в постель или нет?» – спросила она и все намеки на личную заинтересованность его персоной подтонули в неприкрытых амбициях Каркази рассмеялся «Я мужчина, конечно, хочу! И ты поговоришь обо мне с капитаном Локиным?» «Если ты так хороша, как о тебе говорят, можешь быть в этом уверена», – подумал он «Да, дорогая, обязательно поговорю», – произнес вслух Игнации, и тут он заметил на скамье сложенный лист бумаги «Может, он давно здесь лежит?» – Каркази не мог вспомнить Пока Вендуин пробиралась к выходу из кабинки, он взял листок и развернул Наверху стояло нечто вроде символа – длинная заглавная буква «И», сияющая в центре звездой Этот знак ему ни о чем не говорил, и Каркази стал читать текст, полагая, что это писанина кого-то из летописцев Едва он разобрал несколько слов, сразу понял, что ошибся «Император человечества есть свет и путь, и все его деяния направлены во благо человечества, составляющего его народ» «Император есть Бог, и Бог есть Император, так учит нас» «Что это?» – спросила Вендуин Каркази не обратил внимания на ее вопрос, скомкал листок и, выходя из кабинки, сунул себе в карман Окинув взглядом убежище, он заметил еще несколько похожих листков, лежащих на столах Теперь он был убежден, что послания не было до прихода Эуфратии И тогда Каркази прошелся по бару и собрал все свернутые листки, сколько смог найти «Чем ты занимаешься?» – недовольно воскликнула Вендуин, наблюдая за ним со скрещенными на груди руками «Отстань!» – бросил ей Каркази и заторопился к выходу «Найди себе другой объект для соблазнения, а мне некогда» Если бы он не был так занят, наверняка его позабавил бы ее изумленный вид Спустя всего несколько минут Каркази стоял перед дверью комнатки Эуфратии Расположенной в глубине лабиринта сырых переходов и крутых лестниц, образующих пассажирский отсек духомщения На притолоке виднелся нацарапанный символ, точно такой же, как в оставленном листке И Каркази стал барабанить кулаком в дверь, пока она не открылась В коридоре тотчас повеяло запахом горящей свечи Она улыбнулась, и Каркази понял, что Эуфратия его ждала «Божественное откровение?» – спросил он, показывая пачку собранных в убежище листков «Нам надо поговорить» «Да, Игнаций, мы обязательно поговорим» – сказала она, повернулась и шагнула внутрь, оставив его на пороге Каркази тоже прошел в комнату Личные покои Хоруса показались Петронелле удивительно скромными и безликими Здесь имелось лишь несколько предметов, которые можно было отнести к личным вещам Она не ожидала обнаружить бьющую в глаза роскошь, но и не рассчитывала оказаться в армейской казарме У одной из стен стоял сундук для вещей, на котором лежала груда пожелтевших пергаментов с текстами особых клятв А на полке над кроватью стояли изрядно потрепанные книги Ложа, чересчур длинная и широкая для нее, казалась недостаточно просторным для столь значительной фигуры, как примарх Представив себе Хоруса спящим, Петронелла улыбнулась и задумалась Какие видения славы и величия могут сниться одному из могучих сыновей императора Мысль о спящем примархе делала его более человечным, хотя раньше ей никогда не приходило в голову, что такие как Хорус могут нуждаться в отдыхе Петронелле казалось, что никогда не стареющие не должны и уставать Поразмыслив, она решила, что кровать служит декорацией, своеобразным напоминанием о человеческой природе полугода В отличие от первой встречи с Хорусом, сегодня Петронелла выбрала простое красно-зеленое платье Юбка которого была украшена серебряной сеткой с топазами и ярко-алый лиф со скандально низким декольте Электронный блокнот и перо с золотым наконечником лежали в маленькой сумочке, висящей на плече на золотом шнуре А пальцы Петронеллы покалывала от нетерпения Своего телохранителя Магарда она оставила за порогом личных покоев Хотя и знала, что невозможность предстать перед высочайшим из воинов огорчит его сверх всякой меры Близость воинов Астартес, на которых он смотрел словно на богов, приводила охранника в величайший восторг Петронелла не препятствовала его поклонению, но сегодня хотела, чтобы все внимание воителя было обращено только к ней Нетерпеливо, ожидая первой возможности получить интервью, она тихонько дотронулась пальцами до деревянной столешницы Стол казался таким же огромным, как и кровать, и Петронелла с улыбкой представила себе Сколько великих замыслов рождалось за ним, и сколько приказов о сражениях было подписано на немного потертой и испещренной пятнами поверхности Интересно, а приказ о прошлой аудиенции тоже был написан здесь? Она помнила, как получила предписание немедленно предстать перед воителем Помнила свой трепет и ликование, переполнявшее сердце, пока растрепанная Бабетта помогала выбрать одно из дюжины платья В конце концов, она остановилась на элегантном и скромном кремовом платье с украшенным слоновой костью корсажем, приподнимавшим грудь, и тончайшим ожерелье из красного золота сапфирами и жемчугом, которое обвивало лоб, а затем сверкающим каскадом не спадало на шеи Пренебрегая обычаям Терры пудрить лицо, Петранелла только затянила уголки глаз сурьмой и подвела губы переливчатым блеском Ее усилия явно не пропали даром Едва она предстала перед воителем, как на его лице появилась широкая улыбка Ее дыхание и так стесненная туго затянутым корсажем и вовсе остановилась при виде физического совершенства Хоруса и его обаяния Коротко постриженные волосы обрамляли открытое и красивое лицо, а сияющие глаза смотрели так внимательно, словно в тот момент она была для него важнее всего остального мира Петранелла даже смутилась, словно дебютантка на первом балу Воитель появился перед ней в сверкающих доспехах цвета зимнего неба, отделанных кованым золотом, с рельефно выступающими письменами на обоих наплечниках На груди, словно кровь на чистом снегу, олел открытый глаз и его не бегающий взгляд пронизывал ее насквозь В тот раз Маггард в тщательно начищенных золотых латах и серебряной кольчуге стоял за ее спиной Конечно, при нем не было никакого оружия, меч и пистолет остались у телохранителей Хоруса «Мой господин?» – заговорила Петранелла, наклонила голову, приседая в изящном реверансе и протянула руку ладонью вниз в ожидании поцелуя «Так это вы из дома, Карпинус?» – спросил Хорус Она быстро оправилась от смущения и не стала обращать внимания на нарушение правил этикета Воитель откровенно проигнорировал протянутую для поцелуя руку и задал вопрос до того, как было сделано формальное представление «Да, это я, мой господин» «Не называйте меня так», – сказал Воитель «О, конечно, а как я должна к вам обращаться?» «Для начала будет достаточно и Хоруса», – ответил он, и, подняв голову, Петранелла увидела, что он продолжает улыбаться Стоящие позади Хоруса воины безуспешно пытались скрыть свое веселье, и она поняла, что Воитель подшучивает над ней Несмотря на недовольство таким пренебрежением к правилам, она постаралась улыбнуться в ответ «Спасибо», – сказала она, – «Я так и сделаю» «Так значит, вы хотите стать моим летописцем, это правда?» «Да, если вы позволите мне выполнять эту работу» «И почему?» Из всех ожидаемых вопросов именно этого, крайне откровенного, она и не предвидела «Я чувствую, что это мое призвание, мой господин», – заговорила она, – «мое предназначение, как одной из наследниц дома Карпинус» «Я должна запечатлеть великие деяния и замыслы, сохранить для потомков величие этой войны» «Героизм, опасность, жестокость и ярость битвы. Я хочу…» «Девочка, ты когда-нибудь видела настоящее сражение?» – неожиданно спросил ее Хорус «Пожалуй, нет, ничего подобного», – призналась она, и от обращения девочка на щеках вспыхнул сердитый румянец «Я так и думал», – сказал Хорус «Только тот, кто никогда не стрелял, не слышал воплей и криков умирающих, громко требует крови, отмщения и истребления врагов «Вы этого хотите, мисс Вивар? Это ваше предназначение» «Если такова война, то да», – ответила она, не желая поддаваться его грубостям «Я хочу увидеть все, увидеть и запечатлеть величие Хоруса для будущих поколений» «Величие Хоруса», – повторил воитель, явно наслаждаясь звучанием этих слов «Прежде чем снова заговорить, он буквально пронзил ее взглядом» «Мисс Вивар, в составе нашей флотилии много летописцев, скажите, почему я должен именно вам предоставить эту честь» И снова его прямота поразила Петранеллу «Она никак не могла подобрать слов, а воитель посмеивался над ее неловкостью» «Раздражение ударило в голову, и не успев подумать, она высказалась не менее откровенно» «Потому что никто из этого сброда, который вы собрали на своем корабле, не справится с такой работой лучше, чем я» «Я сделаю вас бессмертным, но если вы считаете, что меня можно запугать дурными манерами и высоким положением, можете катиться в преисподнюю» «Сэр», воцарилась мертвая тишина А потом Хорус громко расхохотался, и она поняла, что единственной вспышкой гнева уничтожила все шансы на ту работу, которой так добивалась «Вы мне нравитесь, Петранелла Вивар из дома Карпинус», неожиданно сказал Хорус «И вы мне подходите» От изумления у нее открылся рот и замерло сердце «Правда?» – спросила она, опасаясь очередной шутки со стороны воителя «Правда», – подтвердил Хорус А я думала, «Послушайте, милая, обычно я составляю свое мнение о людях в первые 10 секунд знакомства, и очень редко его меняю Едва вы успели войти, я распознал натуру бойца «Девочка, у вас есть что-то от волка, и мне это нравится» «Вот только...» «В следующий раз не ведите себя так официально», – усмехнулся он «Мы находимся на военном корабле, а не в гостинах Мерики А теперь я должен извиниться и покинуть вас Мне пора отправляться на Довины возглавить военный совет» Вот так она и была принята Ее до сих пор изумляло, что все прошло так легко Однако целый ворох парадных платьев оказался ненужным И Петронелла была вынуждена носить невыносимо простые костюмы Более уместные для обитателей жалких лачуг окрестностей Египтуса Дамы высшего общества ее теперь не узнали бы Она продолжала с улыбкой предаваться воспоминаниям А пальцы скользили по поверхности стола Пока не наткнулись на старинную книгу В потрескавшейся кожаной обложке С почти стертыми золотыми буквами Она открыла книгу и рассеянно перевернула несколько страниц Пока не остановилась на сложной астрологической таблице с орбитами планет Соединенными линиями Ниже было изображено какое-то мифическое существо Наполовину человек, наполовину конь «Это подарок моего отца» Раздался за ее спиной мощный голос Петронелла виновата отдернула руки от книги и обернулась Позади стоял Хорус в полном боевом доспехе Как и всегда, он казался воплощением пугающей мужественности И мысль о том, что она без компаньонки находится в одной комнате С таким могучим представителем сильной половины человечества К чувству вины добавила и некоторую пикантность «Простите», — прошептала Петронелла «Это было невежливо с моей стороны» «Не беспокойтесь», — махнул рукой Хорус «Если бы здесь было нечто секретное, я бы не стал оставлять книгу на столе» Несмотря на эти заверения, он все же взял книгу со стола И поставил на полку над кроватью Петронелла мгновенно ощутила, насколько он напряжен И хотя внешне воитель казался совершенно спокойным Сердце забилось чаще, едва она почувствовала сдерживаемую ярость Гнев кипел под кожей, словно огонь дремлющего вулкана накануне извержения Не успела она что-нибудь ответить, как Хорус заговорил снова «Боюсь, я не смогу посидеть и поговорить с вами, мисс Вивар» На спутнике Давина возникли проблемы, требующие моего безотлагательного вмешательства Петронелла попыталась скрыть разочарование «Неважно, мы можем перенести встречу на то время, когда вам будет удобно» Он рассмеялся резко и, как показалось Петронелле, не слишком весело «Это время может наступить не скоро», — сказал он «Я не из тех, кто легко сдается», — заверила его Петронелла «Я умею ждать» Несколько мгновений Хорус взвешивал ее слова, затем покачал головой «Нет, в этом нет необходимости», — с улыбкой произнес он «Вы ведь хотели увидеть войну?» Она энергично кивнула, и воитель продолжил «Тогда можете пройти со мной на десантную палубу и посмотреть, как Астарты сготовятся к сражениям» Глава 5. Наши люди, вождь, штурмгруппа На капитанском мостике духомщения кипела напряженная деятельность Воинские подразделения и боевые машины спешно возвращались с Давина Планировалась экспедиция по уничтожению мятежных сил Эугана Тембы Уничтожение Все пользовались именно этим словом Ни подавления, ни умиротворения, уничтожения И легион был готов исполнить этот приговор Стройные грозные корабли снялись с орбиты Давина под бдительным оком командующего флотилией Боаса Камненуса Перебросить такую армаду даже на небольшое расстояние было непростой задачей Но капитаны знали свое дело, и уход с Давина был произведен с хирургической точностью Орбиту покинула не вся экспедиция, но кораблей, следующих за духомщения, было достаточно, чтобы увериться Штурмгруппе Астартес никто не сможет противостоять К счастью, переход был очень коротким В отраженном свете красного солнца спутник Давина выделялся грязноватым желто-коричневым пятном Боас Камненус решил, что место назначения выглядит как ужасная раздутая опухоль Грузовая палуба гудела от беготни заправщиков, палубных рабочих и механикумов Проводивших последнюю предполетную проверку штурмкатеров Работающие двигатели выбрасывали прерывистые дуги огня, наполнившие огромное шумное помещение бледным, размытым, неестественным сиянием Люки уже были задраены, чехлы с орудий сняты и топливные шланги отсоединены Шесть грозных кораблей замерли на стартовых стапелях, а краны еще поднимали на борт артиллерийские снаряды И орудийные сервиторы соединялись с бортовыми пушками Капитаны и воины, отобранные в штурмовую группу воителя, вместе с палубными командами кружили у штурмкатеров Проверяя и перепроверяя свои машины Вскоре их жизнь будет зависеть от этих судов А среди космодесантников не было желающих расстаться с жизнью из-за мелкой технической неисправности Кроме четверых марневальцев, сражаться во имя императора Отправлялись Люксидере, Неравипус и Верламмой, и за каждым из них шли специально отобранные группы из состава род Локен был готов Тревожные мысли будоражили его разум, но при подготовке к грядущим сражениям он отодвинул их в сторону Сомнения и неуверенность затуманивали мозг, но Астартес был способен с этим справиться «Клянусь, я уже готов!» – воскликнул Таргаддон, явно предвкушая сражение Локен кивнул Ему и сейчас что-то казалось чудовищно неправильным Но он тоже стремился вступить в открытый бой, помериться силами с противником Хотя, если данные разведки верны, их ожидают не более 10 тысяч мятежных солдат армии А для такого количества хватило бы и в 4 раза меньше воинов Астартес Но воитель потребовал полного уничтожения отрядов Тембы И воплощением его гнева должны были послужить 5 род космодесантников Отряд византийских янчар Гектора Варваруса и боевая группа титанов Легио Мортис Принцепс Эсау Турнет лично командовал Геес Ира «Я не видел такого многочисленного сбора с самого Уланора», – заметил Таргаддон «Этих мятежников на Луне теперь уже можно считать мертвецами» Мятежники Кто мог подумать, что они услышат это слово? Враги – да, но мятежники – никогда Тревожная мысль отравила предвкушение битвы Локен вслед за другом подошел к Оксиманду и Абаддону, проверявшим вооружение своего штурмкатера Вскоре разгорелся спор по поводу выбора орудий «А я тебе говорю, что субзвуковые заряды будут лучше», – настаивал Оксимант «А если у них доспехи, как у тех проклятых Интерексов», – возражал Абаддон «Тогда мы применим реактивные снаряды. Локен, скажи ему!» Абаддон, только что заметивший подошедших Локена и Таргаддона, коротко кивнул «Оксимант прав», – сказал Локен «Сверхзвуковые заряды прошьют противника до того, как успеют разорваться и нанести значительные повреждения Таких попаданий может быть три, даже четыре, а противник все еще будет стоять на ногах» «Эзекиль настаивает на них только потому, что в нескольких последних сражениях мы воевали с бронированным противником», – заметил Оксимант «А я пытаюсь втолковать ему, что на этот раз воевать придется против людей, которые экипированы не лучше, чем солдаты нашей армии» «И не будем забывать, – съехидничал Таргаддон, – что Эзекилю требуется все имеющееся в наличии оружие, чтобы совладать с противником» «Тарик, с тобой я могу совладать и так», – мрачно ответил Абаддон, но затем все же улыбнулся Волосы первого капитана уже были собраны в хвост, чтобы было удобнее надеть шлем, и Локен видел, что он тоже предвкушает грядущее кровопролитие «Неужели никого из вас это не беспокоит? Не в силах больше сдерживаться?» – спросил Локен «Что?» – удивился Оксимант «Вот это!» – ответил Локен, обводя жестом палубу, где полным ходом шли приготовления к войне «Неужели вы не понимаете, что нам предстоит сделать?» «Конечно понимаем, Гарвиль!» – крикнул Абаддон «Мы собираемся перебить всех этих глупцов, которые осмелились оскорбить воителя» «Нет», – возразил Локен, – «все совсем не так, разве вы не видите? Мы собираемся воевать против людей, не против каких-нибудь ксеносов или давно утерянной ветви человечества, не желающей принять условия согласия «Это наши люди! Мы идем убивать наших людей!» «Это изменники!» – поправил его Абаддон, с нажимом произнося посреднее слово «В этом-то все и дело! Ты понимаешь? Они отвернулись от воителя и императора, а потому обречены!» «Брось, Гарвиль!» – сказал Таргаддон «Ты беспокоишься по пустякам!» «Разве? А что мы будем делать, если это повторится?» Трое остальных членов Марневаля озадаченно переглянулись «Что повторится?» – наконец спросил Аксимант «Что, если восстанет еще один мир, а потом другой? Сейчас мы имеем дело с армией, а что произойдет, если взбунтуется Астартес? Неужели мы будем сражаться и против них?» Трое марневальцев рассмеялись, но затем Таргаддон все же ответил «У тебя отличное чувство юмора, брат! Ты и сам знаешь, что такое невозможно! Это немыслимо!» «И такие мысли недостойны!» – с серьезным видом добавил Аксимант «Это может рассматриваться как измена!» «Что?» «Я мог бы доложить воителю о подстрекательстве!» «Аксимант, ты же знаешь, я никогда...» Таргаддон не выдержал первым «Ох, Гарви, как легко тебя провести!» – сказал он, и все снова засмеялись «Теперь даже Аксимант может тебя подловить! Ты прямолинеен с ног до головы!» Локен выдавил усмешку «Вы правы, простите!» «Не стоит извиняться!» – сказал Таргаддон «Лучше приготовиться убивать!» Первый капитан протянул руку вперед «Убивать ради живых!» «В отмщение за погибших!» – продолжил Аксимант, накрывая своей ладонью руку Абаддона «Пусть провалятся в преисподнюю все живые и мертвые!» сказал Таргаддон, следуя их примеру «Убивать ради воителя!» Чувство общности с братьями по Марневалю охватило Локена Он кивнул и протянул руку, ощущая, как гордость и уверенность наполняют душу «Я буду убивать ради воителя!» – пообещал он От грандиозного размаха у нее захватывало дух Ее собственный корабль был оснащен тремя посадочными палубами Но по сравнению с духом мщения он казался просто прогулочной яхтой Поскольку мог принимать лишь скифы, мелкие транспорты и челноки Представшая ее глазам военная мощь подавляла Сотни «Астартес» находились на стартовой палубе И все они уже распределились вокруг штурмкатеров Грозных, приземистых летательных аппаратов Вооруженных десятками ракет под каждым из крыльев И крупнокариберным орудием на турели в носовой части судна Последние приготовления уже были закончены Двигатели пронзительно завывали А могучие и массивные космодесантники в последний раз проверяли оружие «Я и представить себе не могла подобного зрелища!» Сказала Петронелла, наблюдая, как в дальнем конце стапелей Оглушительно загрохотала и отошла в сторону гигантская бронированная створка За дрожащей завесой защитного поля На фоне звездной россыпи показалось грязноватое свечение спутника долины Спустя мгновение с пневматическим шипением Из палубы поднялись закопченные отражатели реактивных струй «Этого?» — спросил Хорус «Это пустяки!» Вот на Ул-Ла-Норе, вокруг планеты Зеленокожих, собралось сразу шесть сотен кораблей В тот день на поле боя вышел весь мой легион, девочка Поверхности было не видно Больше двух миллионов солдат армии Сотня титанов под управлением механикумов И все рабы, которых мы освободили из концлагерей Зеленокожих «И всех направляла воля императора», — добавила Петронелла «Да», — кивнул Хорус, — «всех вела воля императора» «А другие легионы сражались на Ул-Ла-Норе?» «Жили Мана и Хана» «Их легионы держали под контролем внешние подступы и участвовали в диверсионных атаках» «Но ту победу завоевали мои воины» «Лучшие из лучших прошли сквозь грязь и кровь благодаря своему упорству и мастерству» «Я сам вел штурмгруппу юстеринцев в решающее сражение» «Это трудно себе представить» «Но тем не менее так оно и было» «Из боя против предводителя Зеленокожих вышли только Абаддон и я» «Этот ублюдок оказался крепким орешком» «Но я одолел его и сбросил тело с самой высокой башни» «Это произошло до того, как император присвоил вам титул воителя» «Спросила Петронелла, торопливо работая мне маппером, чтобы записать быструю речь Хоруса» «Да» «И вы вели в бой, как это называется, штурмгруппу» «Да, штурмгруппу, точно направленный удар, чтобы разорвать глотку врага и лишить его лидера» «И здесь вы тоже поведете передовой отряд» «Да» «Не кажется ли вам это немного необычным» «Что именно?» «То, что высокопоставленный военачальник лично участвует в бою» «У меня по этому вопросу уже был спор, вернее дискуссия с марневальцами» «Сказал Хорус, не обращая внимания на ее вопрошающий взгляд по поводу незнакомого названия» «Я воитель и я не заслуживал бы такого титула, если бы держался в стороне от сражений» «Если воины идут за мной и без колебаний подчиняются моим приказам, как это делают Астартес, они должны видеть, что я рядом и разделяю с ними все опасности» «Как может воин мне доверять и идти в бой по моему приказу, если будет знать, что я только подписываю бумаги и не подвергаюсь опасности наравне со всеми» «Я уверена, что придет время, когда обязанности, налагаемые высоким титулом, заставят вас покинуть поле боя, а если вы погибнете» «Этого не случится» «Но все же» «Я не погибну», — сказал Хорус, и в каждом звуке этих слов прозвучала непоколебимая уверенность Его взгляд, яркий и решительный, встретился с глазами Петранеллы, и она ощутила, как вера в могущество воителя растет и заполняет все ее существо «Я верю вам», — сказала она «А хочешь, я познакомлю тебя с марнивальцем?» «С кем?» «Сейчас увидишь», — улыбнулся Хорус «Еще один клятый летописец», — хвыркнул Абаддон, качая головой при виде появившегося на пусковой палубе Хоруса, сопровождаемого женщиной в красно-зеленом платье «Мало того, что они постоянно клубятся возле тебя, Локен, но воитель — это отвратительно» «Почему бы тебе не сказать ему об этом лично?» «Не беспокойся, скажу», — ответил Абаддон Аксимант и Таргаддон промолчали, они слишком хорошо знали, когда не следует перечить вспыльчивому первому капитану Но Локен не слишком часто общался с Абаддоном, и кроме того, еще не утих его гнев после стычки на Довине, когда тот защищал Эреба «Ты считаешь, что в деятельности летописцев нет ничего полезного?» «Ба, да нянчиться с ними, только понапрасну тратить время. Разве Лемон Русс не посоветовал дать каждому из них оружие? По мне, так это было бы в тысячу раз полезнее, чем их глупые поэмы и картины» «Дело не в поэмах и картинах, Эзекииль, а в том, чтобы сохранить дух нашего времени. Дело в истории, которую мы пишем» «Мы здесь не для того, чтобы писать историю», — возразил Абаддон «Мы ее создаем» «Верно, а они ее расскажут» «И какая нам от этого польза?» «Может, для нас и никакой», — ответил Локен «Так для кого же?» — резко бросил Абаддон «Для тех поколений, что придут после нас», — сказал Локен «Ведь Империум останется, ты себе представить не можешь ценность собираемой летописцами информации» «Целые библиотеки хроник, галереи картин и бесчисленные города поднимаются во славу Империума» «Через многие тысячи лет люди будут вспоминать эти времена, узнавать о нас и восхищаться благородством наших деяний» «Наступит эпоха просвещения, и люди пожалеют, что не были с нами» «Все наши завоевания останутся в веках, и человечество будет вспоминать сынов Хоруса как борцов за объединение и прогресс» «Подумай об этом, Эзекииль, прежде чем так легкомысленно обвинять летописцев» Локен пристально уставился в лицо Абаддона, ожидая возражений Первый капитан не отвел глаз и рассмеялся «Ха, что ж, может и я заведу себе личного летописца, кому не хочется, чтобы его имя помнили в будущем, а?» Таргаддон похлопал обоих друзей по плечам «Ну, кому же захочется тебя вспоминать, Эзекииль? Это меня будут помнить, героя паучьего царства, спасшего детей императора от неминуемой гибели в лапах мегарахнидов Эту историю не грех рассказать и дважды, правда, Локен?» Локен улыбкой приветствовал вмешательство Таргаддона «Да, Тарик, это грандиозная история» «Только хотелось бы, чтобы мы ее слушали не больше двух раз в день», – вставил Оксимант «А то она станет такой же скучной, как та твоя шутка про медведя» «Не надо», – взморился Локен, заметив, что Таргаддон готов снова рассказать бородатый анекдот «Это был большой медведь, самый большой, какого только можно себе представить», – начал Таргаддон «И охотник» Марневальцы хором взвыли и набросились на него, пытаясь заставить замолчать Завязалась шутливая потасовка «А вот это члены Марневаля», – раздался рядом повелительный голос, и веселье мгновенно прекратилось При первых же звуках голоса воителя Локен отпустил зажатую под локтем голову Таргаддона и выпрямился Марневальцы смущенно вытянулись перед главнокомандующим Рядом с воителем стояла смуглая черноволосая женщина в роскошном платье Как бы она ни была высока по человеческим меркам, ее голова едва доставала до нижнего края нагрудной брони Хоруса Явно не понимая, чему она стала свидетелем секунду назад, женщина в замешательстве смотрела на космодесантников «Ваши роты уже готовы к бою?» – спросил Хорус «Да, сэр!» – громыхнуло в четыре голоса Хорус повернулся к женщине Перед вами Петранелла Вивар из дома Карпинус Она стала моим личным документалистом И я, как мне теперь кажется, совершенно напрасно решил, что ей пора познакомиться с членами Марневаля Женщина сделала шаг вперед и присела в изысканном, но совершенно неуместном реверансе, а Хорус остался позади Уловив проблеск веселья за маской напускной суровости, Локен решился заговорить первым «Не хотите ли представить нас, сэр? Она вряд ли сможет составить достойную хронику ваших деяний, не зная нас, не так ли?» «Верно, Гарвиль», – улыбнулся Хорус «Мне не хотелось, чтобы в истории Хоруса отсутствовало упоминание о вас Ну что ж, этот нахальный юнец – Гарвиль Локен, недавно выдвинутый на вакантное место в Братстве Марневаль Рядом с ним стоит Тарик Таргаддон, который все пытается обратить в шутку, хотя это и не всегда ему удается Следующий – Оксимант Мы называем его «Маленький Хорус», поскольку ему посчастливилось унаследовать некоторые из моих наиболее привлекательных черт внешности И, наконец, мы добрались до Эзекиля Абаддона, капитана моей первой роты «Тот самый Абаддон с башни на Уланоре?» – спросила Петранелла, и Эзекиль просиял от этих слов «Да, он самый», – подтвердил Хорус «Хотя, глядя на него сейчас, такого не скажешь» «Это и есть Марневаль?» «Да, это все члены Братства, и несмотря на то, что сейчас они продемонстрировали неуместную ребячливость, я не могу не дорожить ими» «Их голос звучит в моих ушах голосом разума, когда рушится все вокруг» «Они также дороги мне, как и мои братья-примархи, а их советы я ценю превыше всех остальных» «В Братстве Марневаль все грани человеческого характера собраны в абсолютно точных пропорциях, и это помогает мне не скатиться в пропасть» «Так это ваши советники?» «Этот термин слишком узок для обозначения того места, которое они занимают» «Поймите это, Петранелла Вивар, и ваше время, проведенное со мной, не пройдет впустую» «Без них титул воителя мог стать пустым звуком» «Хорус шагнул вперед и вытащил из-за пояса какой-то предмет, с которого свисала длинная полоска пергамента» «Сыны мои!» «Произнес Хорус, опускаясь на одно колено и протягивая Марневальцем свою печатку» «Готовы ли вы принять мою особую клятву?» «Пораженные необычной торжественностью его действий, все четверо замерли, не решая шелохнуться» «Остальные космодесантники, находившиеся на пусковой палубе, тоже увидели происходящее, и во всем огромном помещении воцарилось молчание» «Даже механические шумы, казалось, стали тише, едва великий воитель преклонил колено перед своими избранными сынами» Наконец Локен, сняв с подрагивающей руки латную рукавицу, принял из рук Хоруса символ власти и пергамент Таргадон и Оксимант, стоящие по обе стороны от Локена, при виде смирения воителя, почти лишились дара речи Но вскоре Оксимант совладал со своими чувствами «Мы выслушаем вашу клятву, воитель», – произнес он «И засвидетельствуем ее», – добавил Абаддон, обнажая свой меч и протягивая Хорусу Тогда Локен поднял пергамент и прочел слова, написанные его командиром «Принимаешь ли ты на себя эту роль, Хорус? Берешься ли отомстить тем, кто отвернулся от тебя и всего того, что ты помог создать? Клянешься ли ты, что не оставишь в живых ни одного из тех, кто встал на пути человечества? Клянешься ли ты принести славу шестнадцатому легиону?» Хорус поднял голову, посмотрел в глаза Локена, затем снял рукавицу и обнаженной рукой сжал лезвие, протянутого Абаддоном меча «На этом оружии я приношу клятву», – сказал Хорус и, проведя рукой по лезвию, разжал кулак Локен кивнул и протянул пергамент с печатью поднявшемуся воителю Хорус уронил несколько капель быстро сворачивающейся крови на пергамент, прикрепил свиток на свой нагрудник и широко улыбнулся «Благодарю вас, дети мои», – сказал он, по очереди обнимая марнивальцев Восхищение воителям переполнило сердце Локена В тот момент, когда они обнимались, бесследно исчезли все тревоги, тяготившие его еще несколько минут назад Как он мог сомневаться? «А теперь, сыны мои, нам предстоит свершить возмездие!» – воскликнул Хорус «Каков будет ваш ответ?» «Луперкай!» – прокричал Локен, выбрасывая вверх сжатый кулак Его крику вторили стоящие рядом, и вскоре боевой клич распространился повсюду, пока вся пусковая палуба не задрожала от оглушительного рева сынов Хоруса «Луперкай! Луперкай! Луперкай!» Начался поочередный запуск штурмкатеров, и судно воителя понеслось по рельсам, словно выпущенный из клетки хищник Запуск происходил с интервалом в 7 секунд, и, наконец, все штурмкатера покинули стартовую палубу Пока не собрались все корабли с этой и других палуб, пилоты держались неподалеку от духа мщения До сих пор не было замечено никаких признаков ни славы Терры, флагмана Эугана Тембы, ни каких-то других судов, оставленных для поддержки армии Но нельзя было исключать и того, что поблизости курсируют отряды крейсеров или истребителей Спустя некоторое время к звену воителя присоединились еще 12 штурмкатеров легиона сынов Хоруса И еще два, принадлежавшие несущим словам Закончив построение, корабли Астарты с крутым виражом легли на курс, который должен был привести их на поверхность спутника Довина Огромный, подобно горе, силуэт флагманского корабля воителя стал удаляться И тогда из транспортных шахт роем светящихся насекомых стали вылетать армейские десантные капсулы В каждой из них помещалась сотня вооруженных людей Но самыми большими были посадочные модули механикумов Огромные туши величиной с городской квартал Они представляли собой тупоносые цилиндры, снабженные мощной защитой от перегрева и специальными тормозными двигателями Противоинерционные поля предохраняли находящийся внутри груз от повреждений И боеприпасы на внутренних пружинных стеллажах могли выдержать значительные удары Вслед за военными силами десанта на поверхность направлялись отряды снабженцев Тюки со снаряжением, танкеры с водой и продовольствием, топливозаправщики и бесчисленное множество других судов, предназначенных для обеспечения масштабной операцией На поверхность спутника направлялось так много кораблей, что никто, даже команда Боаса Камненуса на капитанском мостике, не мог уследить за всеми передвижениями А потому золотистый скиф, выскользнувший из пассажирского отсека духомщения, остался незамеченным Экспедиционные суда достигли нижней орбиты и попали под воздействие потоков атмосферных газов, образующих плавные спиральные витки Как обычно, во главе сил вторжения шли Астартус Дорога к месту высадки оказалась негладкой Атмосферное возмущение образовали почти сплошную зону турбулентности И штурм-катера Астартус закружились, словно сорванные ураганом листья Локен ощутил, как сильно вибрирует корпус корабля И порадовался, что пристегнул ремни, надежно удерживающие его в кресле Болтер был прочно закреплен над головой, так что больше ничего не оставалось, как сидеть и ждать Пока штурм-катер не приземлится и не начнется атака Он замедлил дыхание, очистил мозг от всех посторонних мыслей И горячий поток энергии стал распространяться по рукам и ногам Это механизмы доспехов начали подготовку его организма к предстоящей битве Вокруг Локена сидели воины из отделений Локасты, которыми командовал Неро Випус и Брейкспура Они воплощали высшие военные достижения человеческой мысли Все они были дороги Локену, и он знал, что космодесантники его не подведут Сражения на убийцы и ксенобии подтвердили их блестящую подготовку И в тех нелегких сватках получили боевое крещение несколько новичков Его рота была надежной и испытанной в биту «Гарвин!» — окликнул его Випус по внутренней связи «Есть кое-что, что ты должен услышать» «Что именно?» — спросил Локен, уловив в голосе друга оттенок тревоги «Включи седьмой канал!» — сказал Випус «Я заблокировал его для остальных, но тебе стоит послушать» Локен повернул переключатель каналов, но не услышал ничего, кроме непрерывного треска статических разрядов Щелчки и потрескивания сменялись свистом, но больше он ничего не уловил «Я ничего не слышу» «Сейчас услышишь, подожди!» — заверил его Випус Локен сконцентрировался и стал напряженно прислушиваться И вот он услышал. Это был слабый, словно долетающий издалека голос, булькающий и плаксивый «Пути людей! Глупо определять судьбу каждого! В смерти и возрождении человечество будет жить вечно!» Чувство страха не было заложено в космодесантниках Но Локен тотчас вспомнил о приближении к шепчущим вершинам, когда все пространство вокруг них было насыщено угрожающим шепотом существа по имени Самус «Только не это!» — пробормотал Локен, а неприятный срезливый голос снова возник в ушах «Таким образом, я отказываюсь от путей Императора и его прислужников-воителя и иду согласно собственной свободной воле Если он осмелится прийти ко мне, то погибнет, и в смерти мы будем жить вечно Будь благословенна, Рукан-Нур-Глет! Будь благословенна! Будь благословенна!» Локен стукнул кулаком по кнопке, отпускающей ремни, и поднялся с сиденья, слегка покачнувшись от приступа странной тошноты Организм космодесантника позволял спокойно переносить болтанку штурмкатера, и Локен быстро прошел по ребристому настилу к кабине пилота Он не мог допустить, чтобы люди вслепую угодили в ужас, похожий на тот, что объял их при высадке на 63-19 За металлической створкой люка офицеры-летчики и опутанные проводами пилоты пытались провести корабль сквозь клубы желтых штормовых туч Из динамиков доносились обрывки фраз, произносимых тем же плаксивым голосом «Откуда поступает сигнал?» — спросил Локен Ближайший из офицеров обернулся на его голос «Это Вокс! Определенно Вокс! Но... Но что?» «Сигнал поступает из корабельного Вокса!» — сказал офицер, указывая на волнообразную зеленую линию, светящуюся на соседнем экране «Судя по характеру Кривой, это один из наших передатчиков, и довольно мощный, похоже, он предназначен для связи между кораблями или между флотилиями» «Это реальный Вокс-сигнал?» — уточнил Локен, радуясь, что имеет дело не с призраком наподобие Самуса «Похоже, что так, вот только корабельный Вокс-передатчик такого размера не должен находиться на поверхности планеты Большие суда не спускаются к границе атмосферы, если они еще собираются полетать Вы сможете его подавить?» «Можно попробовать, но я уже говорил, сигнал очень мощный, он довольно быстро прорвется через любые помехи» «А можете определить точное местонахождение источника?» Офицер уверенно кивнул «С этим проблем не будет, сигнал такой силы можно проследить даже с орбиты» «Почему вы этого не сделали?» «Но раньше его не было», — возразил офицер «Он появился в тот момент, когда мы вошли в аэносферу» Локен кивнул «Подавляйте сигнал, насколько это будет возможно, и выясните, где находится источник» Он вернулся в свой отсек, но зловещее сходство этого сигнала и непонятного явления в шепчущих вершинах «Слишком похоже, чтобы быть случайным совпадением», — подумал Локен Он включил связь с остальными членами Марниваля и получил подтверждение, что сигнал был слышен на всех кораблях штурмгруппы «Пустяки, Локен!» — услышал он голос воителя с передового корабля «Пропаганда только и всего» «Со всем моим уважением, сэр, но пропагандой мы считали и голос в шепчущих вершинах «Так что ты предлагаешь, капитан Локен? Повернуть обратно на Довин? Оставить пятно на моей чести?» «Нет, сэр», — ответил Локен, «просто мы должны быть очень осторожны» «Осторожны?» — рассмеялся Абаддон, и резкий акцент уроженца Хтонии прорвался даже через Вокс «Мы — Астартес! Пусть лучше остерегутся все вокруг нас!» «Первый капитан прав», — сказал Хорус «Мы проследим сигнал и уничтожим источник» «Сэр, возможно, именно этого и хотят наши враги» «Значит, они скоро осознают свою ошибку» Бросил Хорус и отключил связь Спустя мгновение Локен услышал в сети приказы воителя А затем ощутил, как накренилась палуба корабля Штурм-катера, словно стая хищных птиц, плавно изменили курс Локен сел на свое место и пристегнулся Внезапно его сомнения переросли в уверенность Их ждет ловушка «Что происходит, Гарви?» — спросил Випус «Мы собираемся уничтожить этот голос», — сказал Локен, повторяя приказ воителя «Это всего-навсего Вокс-передатчик, пропаганда Надеюсь, что это действительно так И я тоже», — подумал Локен Штурм-катер совершил посадку Накренясь, шасси скользило по влажной почве Ремни безопасности автоматически отстегнулись И воины Локасты поднялись со своих мест Пока они разбирали оружие, в кормовой части корабля открылся люк Локен вывел людей из штурм-катера во влажную и насыщенную ядовитыми парами атмосферу Работающие двигатели штурм-катеров наполняли воздух громким ревом и голубоватым сиянием Локен шагнул с металлического трапа на болотистую почву спутника «Давин» Ноги увязли в грязи до середины голени, а из потревоженной жижи поднялась отвратительная зловония А старта с отделений Локаста и Брейкспур с привычной ловкостью выскочили из штурм-катера, чтобы соединиться с остальными отрядами сынов Хоруса Шум двигателей постепенно затих, исчезло и голубое сияние Поднимающиеся от раскаленных машин облака пара стали рассеиваться И тогда Локен смог составить первое впечатление о спутнике «Давин» Насколько хватало глаз, вокруг простирались болота, но их заслоняли и клубы желтого тумана, льнущие к земле И сырая мгла, которая ограничивала видимость до нескольких сотен метров Сыны Хоруса, готовые немедленно выступать, собрались вокруг величественной фигуры воителя И в этот момент в желтом небе появились огоньки армейских посадочных капсул «Нера, пошли несколько человек вперед, пусть посмотрят, что скрывается за кромкой тумана» Приказал Локен «Я не хочу, чтобы оттуда кто-то появился без предупреждения» Випус кивнул и отошел в сторону, чтобы разослать патрули А Локен тем временем настроил свой вокс на чистоту Вирулама Моя Капитан 19-й роты предложил взять с собой артиллеристов с тяжелыми орудиями И Локен знал, что может положиться на их меткость и хладнокровие «Вирулам, проследи, чтобы твои разрушители были готовы и имели возможность в любой момент открыть стрельбу В таком тумане бесполезно ждать предупреждения» «Согласен, капитан Локен», — ответил Мой «Они уже разворачивают батареи» «Отличная работа, Вирулам», — сказал Локен и выключил связь А затем более внимательно присмотрелся к окружающему пейзажу Сплошные болота и топи окрашивали окрестности в коричневатый зеленый цвет военной формы Разбавленный черневшими на фоне неба редкими кривыми деревцами Над озерцами черной воды жужжали густые раи насекомых Локен попробовал атмосферу без фильтров своего шлема И едва не задохнулся от резкого запаха экскрементов и падари Система контроля быстро удалила вредные примеси Но даже этот единственный вдох показал, что атмосфера загрязнена остатками разлагающейся органики Как будто сама Земля была мертва и смердела Локен сделал несколько бесцельных шагов по топкой почве И каждый шаг сопровождался бульканием и шипением вырывающихся наружу ядовитых газов После того, как замерли двигатели штурмкатеров, стало ясно, насколько тихо на этом спутнике Единственными звуками были хлюпающие шаги Астартес и жужжание насекомых В перемазанных болотной грязью и киной доспехах к Локену подошел Таргадон И хотя его лицо было закрыто шлемом, понять, насколько Тарик недоволен высадкой в такой отвратительной местности не составляло труда «Это место воняет хуже, чем все отхожие места у Ланора», — сказал Таргадон Локен не мог с ним не согласиться Даже после того, как система фильтров очистила подаваемый воздух, во рту все еще оставался неприятный привкус от одного единственного прямого вдоха «Что же здесь произошло?» — вслух удивился Локен «В кратких описаниях ничего не говорится о болотах» «А что там говорится?» «Ты не читал инструкций» Таргадон пожал плечами «Я решил, что осмотрюсь на месте» Локен покачал головой «Ты никогда не смог бы стать настоящим ультрамарином, Тарик» «Никогда к этому не стремился», — ответил Таргадон «Я предпочитаю строить планы по ходу дела, а ребята Жилимана еще большие зануды, чем ты Но оставим пока мое высокомерное отношение к инструкции Как же должно было выглядеть это место?» Предполагалось, что климатически спутник похож на Давин Здесь должно быть сухо и жарко А тот район, где мы приземлились, должен быть покрыт лесами «Так что же произошло?» «Что-то плохое», — сказал Локен, вглядываясь в туманную даль болотистого ландшафта «Что-то очень плохое» Астартес рассредоточились и двинулись в направлении источника ВОКС-сигнала Продвигаясь настолько быстро, насколько позволяла болотистая местность Хорус возглавлял войско Живой бог шагал по зловонным трясинам и топям спутника Давина Не обращая внимания на отравленную атмосферу Он даже не надевал шлем, поскольку улучшенный геном без труда нейтрализовывал любые яды Четыре отделения Астарда смаршировали плотными фалангами И за каждым членом Марневаля шагали по две сотни космодесантников Следом за ними, рота за ротой, шли солдаты имперской армии Все в красных форменных мундирах, с сияющими лазганами и копьями с серебряными наконечниками После того, как выяснилось, что обычные смертные не в состоянии противостоять токсинам в здешней атмосфере Каждый солдат был снабжен респиратором Посредствия выброски тяжелых орудий оказались ужасными Поскольку танки вязли в топкой почве И транспортные капсулы быстро засасывало в зловонное болото Тем не менее, огромные военные машины механикумов приземлились благополучно Даже Астартес замедлили шаг, чтобы посмотреть на спуск трех громадных кораблей Вопреки всем законам гравитации, они медленно опускались с желтого неба Почерневшие от копоти громады почти стояли на огненных столбах тормозных двигателей Предназначенных для предотвращения сильных ударов Но даже при всех этих предосторожностях в момент контакта земля загудела от сотрясения А в воздух на десятки метров взметнулись фонтаны жидкой грязи и облака ядовитых испарений В следующий миг отошли в сторону массивные створки люков Крепления автоматически разошлись и на поверхность спутника долина ступили титаны Легио Мортис Гиес Ира сопровождали Мертвая голова и меч Ксестора И длинные слитки священных клятв свисали с бронированной груди каждого из трех могучих колоссов От их шагов на многие километры вокруг содрогались потревоженные болота Исполинские ноги погружались в топь на несколько метров, достигая скального основания планеты От любого движения вверх взлетали тонны грязи и воды И сам вид грозных богов войны должен был сокрушить любых врагов-воителей Локен наблюдал за движением титанов со смешанным чувством восторга и тревоги Восторга перед их колоссальной мощью и тревоги по поводу того, что воитель счел нужным привлечь к проведению операции столь грозные разрушительные силы Воины медленно продвигались вперед по вязкой грязи и зловонным лужам Практически ничего не видя дальше, чем на несколько десятков метров Клубы густого тумана странным образом поглощали звуки Так что трудно было расслышать голоса идущих рядом солдат Но зато Локен отчетливо улавливал шлепание по грязи воинов Люка Сидире, идущих далеко справа Однако их рассмотреть за облаками желтого тумана было невозможно И по этой причине каждая рота поддерживала вокс-связь с соседями Чтобы никто не потерялся в непроницаемой мгле баллон И все же Локен не был уверен, что это помогало Странные стоны и свисты, словно последние вздохи мертвецов, вырывались из-под земли А в тумане появлялись загадочные тени Каждый раз он поднимал болтер и прицеливался Но туман расходился, и появлялась фигура в зеленых доспехах сынов Хоруса Или в серых, несущих слово Эроп повел на спутник Давина своих воинов, и воитель приветствовал его участие в походе Туман с поразительной скоростью сгущался в непроницаемую пелену И вскоре Локен мог рассмотреть только воинов своей роты Они шли через темный лес без листных почерневших деревьев с мокрой и блестящей корой Локен задержался, чтобы внимательнее осмотреть одно из них Тронул ствол латной рукавицей и поморщился, увидев, что кора стала сейчас же сползать мокрыми лентами В прогнившей древесине кишмя кишели бесчисленные черви и личинки Вот это деревья, пробормотал Локен А что с ними? спросил Випус Я думал, они мертвые, но это не так Разве? Они заражены, гниют изнутри Випус пожал плечами и зашагал дальше А Локен снова ощутил уверенность в том, что на спутнике произошло нечто ужасное А при виде зараженной гнилью древесины появилась уверенность, что процесс еще не закончен Он вытер рукавицу о наколенник и шагнул вслед за Випуса Необычный марш через туманную трясину продолжался И Астартес, благодаря встроенным сервомускулам, стали отрываться от солдат имперской армии Которым преодолевать заболоченное пространство было намного труднее Морневай! окликнул Локен своих товарищей по внутренней связи Надо бы замедлить шаг, а то между нами и отрядами армии остается слишком большой разрыв Значит им надо двигаться быстрее Отозвался Абаддон У нас нет времени поджидать людишек Источник вокс-сигнала уже совсем близко Людишек? Переспросил Аксимант Поосторожнее, Эзекиль Ты начинаешь говорить почти как лорд Эйдолон Эйдолон! Это тот глупец, который в поисках славы, не дожидаясь поддержки, по своей инициативе предпринял высадку? Уточнил Абаддон Вряд ли меня можно сравнить с ним Мои извинения, Эзекиль Ты в самом деле далеко от него ушел Невозмутимо заметил Аксимант Локен с удовольствием прислушивался к дружеской перепалке марневальцев И их уверенные голоса, вкупе с тишиной, царившей на спутнике Давина Немного развеяли его тревоги по поводу произошедших в природе изменений Он вытащил увязшую в грязи ногу и сделал еще шаг вперед Но на этот раз под сапогом что-то хрустнуло Опустив взгляд, он увидел под слоем воды какой-то округлый зеленовато-белый предмет Локену даже не потребовалось его переворачивать, чтобы понять, что это череп Едва прикрытый лохмотьями полусгнившей кожи Вслед за черепом из глубины показались лопатки И между ними под слоем позеленевшей плоти виднелся столб позвоночника Разлагающийся труп всплыл и перевернулся на спину И Локен поморщился при виде невидящих глазниц, забитых илом и водорослями Едва он отвел взгляд от гниющих останков, как заметил, что из трясины поднимаются еще несколько трупов Очевидно, потревоженных тяжелой поступью титанов Локен отдал приказ своим воинам остановиться и снова включил канал связи с командирами рот А из болота все продолжали подниматься на поверхность сотни гниющих тел Серая, безжизненная плоть еще кое-где оставалась на костях И мертвые конечности шевелились от каждого шага титанов Это Локен, произнес он Мы обнаружили какие-то тела Это люди Тембы? Спросил Хорус Пока не могу сказать, сэр Ответил Локен Они почти полностью сгнили, так что трудно определить принадлежность Сейчас постараюсь разобраться Он забросил болтер на плечо и наклонился, чтобы вытащить из воды ближайший скелет Оказалось, что раздувшаяся гниющая плоть служила приютом целому гнезду отвратительных червей и личинок Конечно, кое-где сохранились еще и обрывки мундира И Локен попытался стряхнуть с плеча прилипшую грязь Под слоем грязи и слизи обнаружилась нашивка, на которой виднелась цифра 63 на фоне оскаленной волчьей головы Да, это 63-я экспедиция, доложил Локен Это солдаты Тембы, но я... Ему не удалось закончить фразу Почти разложившееся тело внезапно поднялось из воды и сомкнуло кострявые пальцы на его горле А глазницы трупа вспыхнули зеленым пламенем Локен, окликнул его Хорус, едва связь оборвалась Локен, что-то случилось? Спросил Таргадон Я еще не знаю, Тарик, ответил Ваити Внезапно сразу со всех сторон послышались тяжелые удары болтерных выстрелов и шипения огнеметов Вторая рота, крикнул Таргадон Приготовиться к бою! Кто стрелял? взревел Хорус Не могу сказать, ответил Таргадон Этот туман сильно искажает акустику Выясни, приказал Ваити Таргадон запросил донесение всех командиров рот Но на канале связи раздавались беспорядочные выкрики О невероятных вещах, прерываемые грохотом тяжелых болтеров Слева послышалась стрельба И Таргадон развернулся, держа оружие на готове Но в стелющемся по земле тумане ничего не увидел Кроме частых вспышек пролетавших снарядов и голубых лучей плазменных оружий Даже наружные сенсоры его доспехов были не в состоянии проникнуть в сгустившуюся пелену Сэр, я считаю... Внезапно перед ним взорвалась поверхность трясины И что-то огромное и раздувшееся выскочило из воды Мертвая гниющая туша врезалась в него со всего размаху И ее вес охватило, чтобы опрокинуть его навзничь в трясину Перед тем, как погрузиться в воду Таргадон успел на мгновение увидеть разверстую пасть сотнями острых клыков И огромный тускло-зеленый глаз под желтым костяным рогом Я не знаю, канал командной связи заполнен каким-то бредом Произдес модератор Арукен в ответ на запрос Принцеп Сатурната Наружные системы наблюдения неожиданно выдали сведения об объекте Которого не было в том месте еще секунду назад И Принцепс требовал объяснить, что происходит Разберись немедленно, приказал Турнет Воитель находится где-то там Главные орудия включены в систему и готовы к стрельбе Доложил еще один модератор, Титус Кассар Проклятие! Сначала надо определить цель Я не желаю палить в эту мешанину наобум Взорвался Турнет Если бы это была армия, можно было бы рискнуть Но только не Астартес Капитанскую рубку Диас Ира заливал красный свет А три старших офицера сидели в своих командных креслах На приподнятом помосте перед зеленоватым мерцающим тактическим экраном Многочисленные провода соединяли их тела со всеми самыми важными узлами Титана И каждое движение машины они ощущали словно свое собственное Несмотря на колоссальную мощь боевой машины Иона Арукен внезапно почувствовал себя бессильным перед неизвестным врагом Грозившим поглотить сынов Хоруса В ожидании ясно различимого вооруженного противника Огромные машины могли пока служить только ориентиром для имперских сил Рассеянных по обширной территории При всей своей непревзойденной огневой мощи Титаны пока ничем не могли помочь своим товарищам Что-то поймали, доложил Кассар Поступил сигнал обнаружения Что это такое? Проклятье, мне нужна более подробная информация Крикнул Турнет Надземный контакт, сигнал усиливается Объект быстро движется в нашем направлении Штурмкатер? Нет, сэр, все штурмкатера находятся в зоне высадки Кроме того, этот объект не подает никаких опознавательных знаков Значит, это противник Кивнул Турнет Арукен, цель определена? Работаю над этим, Принцепс Расстояние 600 метров Объект продолжает приближаться Сказал Кассар Защити нас, Бог Император Он движется прямо на нас Арукен, он подошел слишком близко Сбивай скорее Сэр, я работаю над этим Работай быстрее Из-за густого тумана Сидеть перед передним бронированным иллюминатором Было совершенно бесполезно Тем не менее, осмотр чужого мира Таил в себе неодолимое очарование Невзирая на то, что рассмотреть-то почти ничего не удавалось Неудивительно, что после жесткой тряски В верхних слоях атмосферы Первое, что ощутила Петронелло Ожидавшее бесконечных экзотических картин Было разочарование И похоже, самым ярким впечатлением Останется жестокая качка в штормовых вихрь В иллюминаторе не было видно ничего Кроме желтого неба и волн тумана Перекатывающихся по ничем не примечательным бескрайним болотам Воитель вежливо, но твердо отклонил ее просьбу сопровождать воинов штурмгруппы На поверхность спутника Довина Но Петронелло была уверена, что замеченный озорной блеск в его глазах Можно было счесть за молчаливое согласие А потому она немедленно приказала Макгарту и всему летному экипажу Собраться на пассажирской палубе и готовить к спуску на поверхность ее личный челнок Золотистый скиф Петронелло затерялся в потоке бесчисленных капсул армии И вместе с ними благополучно достиг поверхности спутника Маленький корабль довольно быстро отстал от армейских частей И был вынужден ориентироваться по следам реактивных двигателей А вскоре и вовсе затерялся в непроницаемой пелине Сквозь которую даже не было видно земли «Госпожа, мы обнаружили впереди какие-то объекты», — доложил первый офицер «Я думаю, что это штурмгруппа» «Наконец-то!» — откликнулась Петронелло «Подведите скиф как можно ближе, а потом приземляйтесь Мне не терпится поскорее выбраться из этого проклятого тумана И увидеть что-то достойное описания» «Да, госпожа» Скиф накренился, изменяя курс в направлении отраженного сигнала А Петронелло откинулась на спинку кресла И раздраженно подергала привязанные ремни Грозившие помять складки ее платья Отчаявшись спасти костюм, она снова посмотрела в переднее окно Но в это мгновение пилот внезапно завопил от ужаса Туман перед скифом неожиданно разорвался И перед ними появился железный механический гигант Своими пропорциями напоминавший человека в боевых доспехах От этого зрелища в крови Петронелло закипел ужас Все окно заполнилось башнеподобными конечностями с острыми рядами зубьев Массивными орудиями и ухмыляющейся маской из темного металла «Проклятье!» – завопил пилот и склонился над приборами Тщетно пытаясь выполнить маневр Но ослепительный свет уже ударил в стекло обзорного иллюминатора Орудия Диас Ира произвели залп и сбросили ее скиф с желтого неба А мир Петронелло раскололся со звуком треснувшего стекла И наполнился непереносимой болью Локен содрогнулся от ужаса и отвращения Когда оживший труп своими скользкими пальцами попытался его задушить Для такой хрупкой конструкции, как наполовину сгнивший скелет Мертвец обладал недюжиной силой Под его весом и натиском Локен упал на колени Усилие мысли подстегнуло внутренние системы И боевые стимуляторы обеспечили интенсивный приток энергии к конечностям Локен перехватил руки нападавшего и сумел выдернуть их из рыхлого торса Вызвав при этом омерзительный поток гноя и темной крови Зеленый огонь мгновенно потух в пустых глазницах И ужасное существо рухнуло обратно в трясину Локен поднялся на ноги и попытался спокойно оценить ситуацию Благодаря тренировкам Астартес его мозг был избавлен от любых признаков паники и растерянности Повсюду из темной воды поднимались тела Которые он только что счел безжизненными И бросались на его братья Огонь болтеров вырывал куски разложившейся плоти Отрывал руки и ноги оживших трупов Но они продолжали идти И впивались в Астартес с желтыми гнилыми клыками Из болота вставали все новые и новые враги И Локен сумел уничтожить троих Но лишь тогда, когда стрелял в головы или взрывал их грудные клетки реактивными зарядами «Сыны Хоруса!» — крикнул Локен «Смыкаетесь вокруг меня!» Воины десятой роты стали постепенно подтягиваться к своему капитану Стреляя на ходу в ужасных мертвецов, поднимавшихся из болот Словно существа из самых страшных ночных кошмаров Сотни гниющих трупов, соблезающие плотью, окружили космодесантников И у каждого из них на лбу мерцал мутный глаз А над ним поднимался бугристый рог Что же это? Жуткие ксеносы, которые обладают способностью оживлять мертвую плоть? Или что-то более страшное? Вокруг монстров кружились целые тучи мух И Локен видел, как они забиваются в респираторы солдат армии Воины в отчаянии срывали их с лиц И Локен с ужасом видел, как тут же их тела начинают разлагаться на глазах Кожа становится серой и сползает клочьями, обнажая размягченную ткань Грохот болтера разогнал его мысли И Локен снова вернулся к битве Он не раз перезаряжал опустевшие магазины Посылая очереди в копошащуюся массу враждебных мертвецов «Стрелять только по головам!» Крикнул Локен, уничтожая очередного монстра выстрелом в череп От которого разлетелись в разные стороны почерневшие осколки костей И хлынула густая жижа Когда его приказ дошел до солдат Ход битвы стал изменяться Все больше и больше ходячих мертвецов падали в жидкую грязь И оставались лежать без движения Позеленевшие трупы с раздутыми животами все чаще падали под огнем Хотя Локену казалось, что упав, они мгновенно растворяются в вонючей болотной жиже На Локена надвинулась очередная группа вышедших из тумана монстров И вдруг позади него раздался рев тяжелого орудия Сопровождаемый яркой вспышкой взрыва высоко в небе Локен поднял голову и успел заметить золотистый скиф Быстро теряющий высоту и тянущийся за ним шлейф дыма и огня Но не успел он удивиться присутствию гражданского корабля в зоне военных действий Как отвратительные мертвецы подошли вплотную Для болтерного огня они были слишком близко Локен обнажил меч и нажатием кнопки активации разбудил дремлющее зазубренное лезвие Безобразный труп в лохмотьях сгнившей плоти бросился вперед И Локен, схватив меч обеими руками, обрушил удар на его череп Лезвие взревело, размалывая куски рыхлой серой ткани А когда Локен рванул меч на себя, рассекая мертвеца от темени до паха Останки брызнули на его доспехи Без промедления он замахнулся на второго врага И после того, как меч разрубил череп надвое, зеленый огонь погас и в его глазнице Вокруг повсюду сыны Хоруса сражались с ужасными существами, когда-то бывшими членами 63-й экспедиции Цепкие костлявые руки, высунувшиеся из болотной жижи, схватили его за поножи И Локен почувствовал, что его тянут вниз С криком ярости он повернул меч и стал рассекать конечности и черепа Но невероятная хватка мертвецов оказалась сильнее, и он стал медленно погружаться «Гарви!» – закричал Випус и, раскидав несколькими ударами врагов со своего пути, бросился по болоту к своему капитану «Люк, помоги мне!» – крикнул он, хватая протянутую руку Локена Локен рванулся, получив поддержку, но еще несколько пар костлявых рук вцепились в нагрудную броню и потащили под воду «Убирайтесь, ублюдки!» – заорал на них Люк Сидире и тоже потащил Локена за руку изо всех сил Локен, ощутив, что стал понемногу вылезать, принялся энергично легаться, пока страшные существа не разжали хватку Наконец он встал на четвереньки, а затем смог подняться во весь рост С неутихающей яростью он, Люк и Нера продолжили бой, хотя теперь битва утратила всякое подобие порядка Это была просто работа мясников, требующая не мастерства или умения, а только грубой физической силы и немного осторожности, чтобы не упасть Локен мельком подумал о Люции из Легиона Детей Императора Будучи искусным мечником, тот от всей души ненавидел такую грубую работу Локен снова сосредоточился на схватке и вместе с Нера Випусом и Люком Сидире даже сумел очистить небольшую территорию Получив возможность осмотреться и реорганизовать воинов Люк, Нера, спасибо за помощь, теперь я ваш должник, сказал он во время короткого затишья Сыны Хоруса перезарядили болтеры и очистили лезвие мечей от падали Редкие вспышки болтерного огня еще загорались над болотами И прерывистые лазерные сполохи расцвечивали туман яркими полосами С левой стороны, где упал скиф, Локен увидел столб яркого пламени В сплошной пелене тумана этот костер мог служить маяком Не стоит благодарности, Гарви, ответил ему Люк И Локен по голосу понял, что тот ухмыляется под шлемом Могу поспорить, ты успеешь отплатить мне тем же задолго до того, как мы выберемся из этого дерьма Может, ты и прав, но, надеюсь, это не понадобится Гарви, какие у нас планы? – спросил Випус Локен поднял руку, требуя тишины И снова попытался связаться со своими братьями по Марнивалю и Воителям Канал связи был заполнен треском помех Испуганными криками солдат армии И проклятым булькающим голосом, который снова и снова продолжал твердить Будь благословенна, рука Нурглет Но вот прорвался мощный повелительный голос, и Локен, услышав его, чуть не закричал от радости Всем сынам Хоруса, говорит Воитель, собирайтесь все в одно место, придерживайтесь направления на пламя При этих словах Воителя тела из сердца Астартес получили свежий заряд энергии И они в походном порядке направились к костру, в котором горел гражданский скиф Локен продолжал уничтожать врагов методично и хладнокровно Каждым выстрелом поражая одного из ходячих мертвецов В конце концов он начал понимать, что натиск этой нелепой армии становится слабее Неизвестно, какой источник энергии заставлял двигаться этих выходцев из кошмаров Но каким бы он ни был, он смог придать им лишь простейшие двигательные функции И не ослабевающую враждебность Доспехи Локена были покрыты многочисленными царапинами и трещинами И он сознавал, что нападение омерзительных трупов стоило жизни нескольким его боевым братьям Гарвель Локен поклялся себе, что Нурглет дорого заплатит за гибель каждого из них Она чуть не задохнулась, болезненные спазмы не пропускали воздух из респиратора, прижатого к лицу рукой Макгарда Петранелла попыталась приподняться и сесть, несмотря на то, что глаза жгло, словно огнем А по щекам от боли катились слезы Она помнила только оглушительный рев, яркий свет, а потом резкий удар, от которого едва не треснули все кости И пронзительный скрежет металла, когда подбитый скиф буквально развалился на куски Глаза заволокло кровавой пеленой, и теперь боль охватила всю левую сторону тела Вокруг продолжало бушевать пламя, и все расплывалось перед глазами из-за густого тумана и дыма «Что случилось?» – сумела выговорить Петранелла не очень внятно из-за респиратора Макгарт не отвечал, а затем она вспомнила, что он и не мог этого сделать Тогда она повернула голову, чтобы яснее оценить окружающую обстановку Изувеченные тела в ливреях дома Карпинус разбросало по земле Пилот и весь экипаж ее скифа Повсюду растеклись бурые лужи крови, и даже через фильтры респиратора она ощущала запах горелого мяса Вокруг вздымались волны мутного желтоватого тумана, и только в непосредственной близости от горящих обломков сырость рассеивалась благодаря жаркому пламени Завидев в отдалении неясные движущиеся тени, Петранелла вздохнула с облегчением «Скоро они будут спасены!» Макгарт же, развернувшись, мгновенно выхватил меч и пистолет Петранелла уже хотела приказать ему остановиться и не препятствовать их спасителям Но вот из пелены тумана появилась первая фигура, и вместо приказа раздался пронзительный виск Она увидела наполовину сгнившее существо с распоротым животом, из которого свисали жгуты внутренности И это было еще не самое худшее Целая толпа оживших мертвецов с раздувшимися, разваливающимися на куски телами Устремилась к ним через болото мимо обломков скифа, протягивая руки с длинными загнутыми когтями Зеленоватый огонь в их глазницах горел жаждой убийства И тогда Петранеллу охватил ужас, какого ей еще не приходилось испытывать за всю жизнь Между этими ожившими трупами и ею стоял только Макгарт, а он был всего лишь человеком Она не раз наблюдала за его тренировками в гимнастическом зале Но никогда не видела, чтобы ее телохранитель обнажал оружие ради сражения Пистолет Макгарда рявкнул, и каждый заряд сбивал одного из ужасных чудовищ, оставляя во лбу аккуратную дырочку от пули Макгарт продолжал стрелять, пока магазин не опустел, а затем бросил его в кобуру и обнажил длинный кинжал с треугольным клинком Толпа мертвецов продолжала приближаться, и телохранитель бросился в бой Он в прыжке выбросил вперед ногу, и шея ближайшего противника хрустнула под ударом тяжелого сапога Едва успев приземлиться, Макгарт развернулся, успев обезглавить мечом еще двух мертвецов, а горло третьего распорол кинжалом Кириллианский клинок метался, словно серебряная змея, сверкающее лезвие кололо и рубило чудовищ с непостижимой быстротой Кого бы ни коснулось это оружие, противник мгновенно падал в болотную грязь, словно сервитер, из которого выдернули источник питания Макгарт не останавливался ни на мгновение, он прыгал, уворачивался и наклонялся, уходя от протянутых костлявых рук Его противники действовали без всякого плана, похоже, ими двигала просто неугасимая ненависть мертвецов, стремящихся уничтожить все живое Макгарт проявлял невиданные чудеса ловкости, и при каждом смертельном выпаде под кожей вздувались и перекатывались узлы искусственно усиленных мускулов Сколько бы врагов не уничтожал Макгарт, их количество не уменьшалось, и под неослабным натиском он был вынужден медленно пятиться назад Толпа мертвецов постепенно смыкала вокруг них кольцо, и Петранелла видела, что Макгарт не в состоянии им противостоять Из нескольких незначительных ран по его телу текла кровь, и телохранитель продолжал отступать Лицо Макгарда заблестело от пота, а кожа, несмотря на респиратор, приобрела нездоровый оттенок Горькие слезы ужаса ручьями стекали по чекам Петранеллы, а чудовища все приближались Обнаженные желтые клыки были готовы впиться в ее плоть Ужасные когти стремились разорвать ее гладкую кожу и вырвать сердце Это немыслимо! Великий крестовый поход не может закончиться для нее неудачей и гибелью Макгарт вонзил меч в живот гигантского мертвеца с позеленевшей кожей, над черепом которого роились мухи А в это время оживший труп, тряся лохмотьями с ползавшей плоти, проскочил мимо него и ринулся к Петранелле Она пронзительно завизжала, внезапно за спиной загрохотали болтеры и чудовище разлетелось на куски Оружейный огонь снова прогрохотался всем рядом и Петранелла, зажав ладонями уши, увидела, как нападавшие разлетались от взрывов болтов в их головах Куски тел падали в пламя Скифа и загорались удушливым зеленым огнем Она упала на бок и закричала от боли и страха, а оглушительные залпы продолжали греметь, расчищая дорогу огромным воинам в доспехах сынов Хоруса Над Петранеллой наклонился настоящий гигант и протянул ей закованную в латную перчатку руку На нем не было шлема, зато вокруг распространялось грозное красное сияние Его массивная фигура вся была окутана языками пламени и черными клубами дыма Несмотря на пелену слез, физическое совершенство и красота воителя лишили Петранеллу дара речи Кровь и темная слизь покрывали его доспехи, а плащ был измят и изорван Но все же Хорус предстал воплощением бога войны, и его лицо казалось устрашающей маской Он поднял ее на ноги так же легко, как нормальный человек мог поднять малого ребенка А воины продолжали истреблять оставшихся чудовищ На месте крушения Скифа появлялись все новые и новые Астартес Интенсивная стрельба оттеснила оживших мертвецов, и вокруг воителя образовался защитный кордон «Во имя Терры!» — воскликнул Хорус «Что вы здесь делаете, мисс Вивар?» «Я же приказал вам оставаться на борту духомщения» Она попыталась подобрать ответ, но его величие все еще сковывало мысли Он спас ее! Воитель лично спас ее от смерти, и ей посчастливилось ощутить его прикосновение «Я должна была попасть сюда! Я должна была увидеть!» «Ваше любопытство могло вам дорого обойтись!» — проворчал Хорус «Если бы ваш телохранитель не оказался столь искусным бойцом, вы были бы уже мертвы» Хорус взял руку Магарда с мечом и испытующе осмотрел клинок «Как твое имя, воин?» — спросил Воитель Конечно же, Магард не смог ответить, и взглядом попросил помощи у Петранеллы «Он не может говорить, мой господин!» — сказала Петранелла «И почему? Он не понимает имперского готика?» «Он вообще не может говорить, сэр!» Медики дома Карпинуса лишили его голосовых связок «Зачем они это сделали?» «Он состоит на службе дома Карпинус, и не дело телохранителя разговаривать в присутствии своей госпожи» Хорус неодобрительно нахмурился, словно сказанное пришлось ему не по вкусу «Тогда вы скажите, как его зовут?» «Его имя Магард, сэр» «А откуда у него такой меч?» «Почему даже малейшее прикосновение убивает этих ходячих мертвецов?» «Это кирлианское оружие, выкованное в древние времена терры» «Говорят, оно способно разрушать связь между душой и телом, но я никогда раньше не видела его в действии» «Как бы то ни было, оно спасло вашу жизнь, мисс Вивар» Петранелла кивнула, а воитель снова повернулся к Магарду и воспроизвел перед ним знак Аквиллы «Магард, ты храбро сражался, ты можешь гордиться сегодняшним днем» Магард кивнул и упал на колени, а по щекам побежали слезы радости от похвалы самого воителя Хорус нагнулся и положил руку на плечо телохранителя «Поднимись, Магард, ты показал себя настоящим воином, а ни один храбрый воин не должен стоять передо мной на коленях» Магард поднялся и, быстро перехватив меч, протянул его воителю Эфесом вперед «Желтое небо отразилось в его непросохших глазах, и Петранелла, увидев, как изменилась осанка ее телохранителя, невольно вздрогнула Выражение гордости и уверенности напугало ее своей силой Значение жеста Магарда было ясно и без слов Этим движением он выражал то, чего не мог сказать «Я готов выполнить любой ваш приказ» Наконец, все Астартес собрались у места крушения Скифа и снова построились четырьмя фалангами А нападения гниющих выходцев из болотной топи временно прекратились Штурмгруппа понесла некоторые потери, но и сейчас она представляла собой грозную боевую силу И без труда могла уничтожить все остатки незначительных отрядов Тембы Сидире предложил своих воинов для обеспечения безопасности периметра И Локен охотно дал согласие, зная, что Люк до сих пор стремится в бой А еще больше надеется отличиться в глазах воителя Випус снова организовал несколько разведывательных групп А Верлам Мой со своими разрушителями развернул огневые позиции Радости Локена не было предела, когда он удостоверился, что все марнивальцы После нелегких сражений остались живы и здоровы Хотя Таргадон и Оксиманд в бою лишились своих шлемов В доспехах Оксиманда зияла длинная трещина И на фоне зеленой брони ярко выделялась алая полоса крови на бедре «Ты в порядке?» – спросил Таргадон Его броня была покрыта вмятинами и пятнами, словно кто-то облил доспехи едкой кислотой «Вроде бы», – ответил Локен «А ты?» «Тоже, хотя был на волоске», – признался Таргадон «Мерзавцы утащили меня под воду и пытались задушить Они сорвали с меня шлем, и я хлебнул не меньше ведра вонючей болотной мути Пришлось поработать боевым ножом Отвратительно!» Организм Таргадона не пострадает от проглоченной жидкости Сколько бы ни было там ядов и вредных веществ Но сам факт, что такого могучего космодесантника едва не одолели, говорил о недюжинной силе загадочных врагов Абаддон и Оксимант поделились похожими историями о критических моментах боя И Локену нестерпимо захотелось, чтобы это противостояние поскорее закончилось Чем дальше, тем больше эта операция напоминала ему безуспешную высадку Эйдлона на поверхность убийц После воссоединения выяснилось, что византийские янычары понесли серьезные потери и перешли в оборону Теперь даже электробичи их дисциплинарных надзирателей не могли заставить солдат двинуться вперед Омерзительные мертвецы словно растворились в тумане Но никто не мог определенно сказать, куда именно они направились Титаны Легио Мортис возвышались над рядами Астартес Один только вид колоссального Диес Ира вселял воинов уверенность Определять направление следующего перехода было предоставлено Эребу Он со своими изрядно уставшими воинами тоже вышел в освященный круг у разбитого скифа Петранеллы Доспехи первого капеллана пестрели пятнами и царапинами А многочисленные печати и свитки с письменами были сорваны в сражении Воитель, я уверен, что мы отыскали источник сигнала, доложил Эреб Это сооружение находится немного впереди Где именно и как далеко? — решительно спросил Воитель Приблизительно в километре на запад от этого места Хорус поднял свой меч Сыны Хоруса! — закричал он Мы понесли тяжелые потери, и несколько наших братьев погибли Настало время отомстить за них Его голос разнесся далеко по болотистой равнине И воины громкими криками выразили свое согласие Всред за Воителем они зашагали вперед А Эреб из легиона Несущих Слово снова скрылся в тумане Энергия Воителя передалась всем Астартес И они устремились вперед по унылым трясинам Готовая воплотить ярость командующего в битве с врагом Наславшим на них ужасных мертвецов Маггард и Петронелла отправились в путь вместе со всеми Поскольку никто из Астартес не хотел возвращаться, чтобы проводить их до расположения имперской армии Апотекарии легиона подлечили их раны и помогали преодолевать сложную местность Туман стал постепенно редеть, и со временем Локен в разрывах между желтыми клочьями стал различать фигуры идущих подаль товарищей Чем дальше они продвигались, тем тверже становилась под ногами почва, тем прозрачнее становилась нависшая над землей пелена И, наконец, словно перейдя из одной комнаты в другую, они вышли из полосы тумана Волны сырости клубились и колыхались позади, словно театральный занавес, готовый разойтись и открыть какое-то удивительное зрелище Перед ними колоссальной металлической скалой возвышался источник Вокспередач Это был флагманский корабль Тембы Слава Терр Глава седьмая Прикрыть тыл Крушение Изменник Покрытое ржавчиной и лишенное жизни почти шесть десятилетий Исковерканное судно лежало на образовавшейся после взрыва голой каменистой проплешине А его, когда-то величавый корпус, был искорежен до неузнаваемости Высокие готические мачты, словно башни побежденного города, торчали гнилыми клыками Их опоры и растяжки лианами не спадали на землю Гиль корабля тоже был сломан, как будто он при посадке сначала ударился днищем А многие верхние надстройки рухнули, обнажив внутреннее помещение Пятна лишайников расползлись по корпусу И башня капитанского мостика одиноко поднималась к небу В погнутых снастях и высокой вокс-антенне негромко завывал ветер Локину это зрелище показалось невыносимо печальным То, что величественный корабль нашел свой конец в таком месте, казалось ему несправедливым Вокруг корабля земля была усеяна мусором, листами ржавого железа и остатками личных вещей экипажа «Проклятие!» — выдохнула Баддон «Как?» — только и смог сказать Оксимант «Все верно, это слава Терры», — произнес Эреб «Я узнаю оснащение командной рубки, это флагманский корабль Тембы» «Значит, Темба наверняка погиб», — разочарованно заметил Баддон «Никто не смог бы выжить при такой катастрофе» «В таком случае кто же передает сигналы?» — спросил Хорус «Возможно, передача идет автоматически», — предположил Баддон «Кто знает, может, сигнал поступает уже много лет» «Нет», — покачал головой Локен «Передача началась лишь после того, как мы вошли в атмосферу Кто-то включил передатчик, узнав о нашем приближении Воитель пристально всматривался в громаду разбитого корабля Как будто силой мысли хотел проникнуть сквозь обшивку и узнать, что послужило причиной катастроф «Значит, мы войдем внутрь», — настойчиво предложил Эреб «Отыщем всех, кто находится на корабле, и убьем их» Локен резко повернулся к первому капеллану «Идти внутрь? Да ты сошел с ума! Мы не имеем ни малейшего представления о том, что нас ожидает Там могут быть тысячи этих существ, а может и нечто худшее» «Локен, что случилось?» — ухмыльнулся Эреб «С каких от опор сыны Хоруса боятся темноты» Локен шагнул навстречу Эребу «Ты посмел оскорбить нас, несущий слово» Эреб тоже качнулся вперед, чтобы ответить на вызов Локена Но трое марнивальцев мгновенно заняли позицию перед своим недавно принятым собратом И их вмешательство заставило первого капеллана задуматься Вместо того, чтобы ответить очередной колкостью, Эреб склонил голову «Я прошу прощения, если немного поспешил капитан Локен Я жаждал лишь скорее стереть пятнос чести Легиона «Честь Легиона — это наша забота, Эреб!» — ответил Локен «Не тебе указывать, как мы должны поступать!» Прежде чем прозвучали более резкие слова, Хорус принял решение «Мы идем внутрь!» — сказал он Астарты сдвинулись к разбитому кораблю Но туман, колеблющийся волной, не отставал от них ни на шаг И ноги шагающих средом титанов тоже скрывались в густой пелени Локен держал свой болтер на готове и напряженно прислушивался к плеску воды за спиной Хотя и убеждал себя, что такие звуки — нормальное явление в этом мире, что бы это ни означало На подходе к пролому в корпусе корабля он поравнялся с воителем «Сэр!» — заговорил Локен «Я знаю, что вы мне ответите, но я не выполню долг, если не выскажу свое мнение» «О чем ты, Гарви?» — спросил Хорус «Обо всем этом, о том, что вы ведете нас в неведомое» «Разве я не этим занимался последние две сотни лет?» — воскликнул Хорус «Каждый раз, когда мы отправлялись в космос, разве нас не поджидала неизвестность?» «Гарвель, для того мы здесь и оказались, чтобы сделать неизвестное известным» Локен в очередной раз отметил непревзойденную способность воителя уклоняться от темы И сосредоточился на своих мыслях Хорус всегда легко уходил от обсуждения предмета, который был ему неприятен «Сэр, вы цените советы членов Марнивая?» Локен попробовал зайти с другой стороны Хорус замедлил шаг и, повернувшись в его сторону, окинул Локена серьезным взглядом «Ты же сам слышал, как я говорил об этом летописцу на пусковой палубе, разве не так?» «Я больше всего ценю ваши советы, Гарвель, что заставило тебя в этом сомневаться» «То, что чаще всего вы используете нас в качестве боевых псов, жаждущих крови «Вы заставляете нас играть определенную роль, вместо того, чтобы прислушаться к нашим рекомендациям» «Тогда говори, что ты хотел сказать, Гарвель, клянусь, я тебя выслушаю», — пообещал Хорус «Не сочтите за дерзость, сэр, но вам не стоит самому вести штурмгруппу Да и никому не следует лезть в разбитый корабль без соответствующей подготовки С нами идут три колоссальные боевые машины механикумов Так почему бы не позволить им сначала как следует обработать цель своими орудиями?» Хорус усмехнулся «У тебя на плечах голова мыслителя, сын мой Но воины выигрывают не мыслители, а люди действия Я уже слишком давно не обнажал свой меч И не сражался против такого неприятеля, который преследует только одну цель Уничтожить нас всех до одного Помнишь, еще на убийце я говорил тебе, что откажусь от титуловоителя, если не смогу выйти на поле боя?» «Сэр, марнивальцы готовы сделать это вместо вас», — сказал Локен «Теперь мы несем ответственность за вашу честь» «Неужели ты считаешь, что мои плечи слишком слабы для такой ноши?» Возмутился Хорус, и Локен с изумлением заметил неподдельный гнев, сверкнувший в его взорь «Нет, сэр, я только хотел сказать, что вам не обязательно нести это время в одиночку» Хорус рассмеялся и снял возникшее напряжение Казалось, он уже забыл о своем недовольстве «Сын мой, конечно, ты прав, но дни моей славы еще не сочтены, и я надеюсь завоевать еще немало лавровых венков» Воитель снова решительно зашагал вперед «Запомни мои слова, Гарвель Локен, все, что было достигнуто в этом великом походе, померкнет по сравнению с тем, что мне еще предстоит совершить» Несмотря на свое нетерпение проникнуть в корабль, воитель прислушался к совету Локена И приказал титанам Легио Мортис сначала обстрелять цель Все три военные машины выстроились в ряд и одновременно, по знаку воителя, выпустили по кораблю залп ракет и снарядов из тяжелых орудий Мощные удары заставили корпус содрогнуться А затем из пробоин вырвались ослепительные языки пламени И к небу взметнулись высокие столбы густого едкого дыма Словно корабль хотел отправить какой-то сигнал своим нынешним хозяевам И снова, когда воитель отводил Астартес в укрытие перед обстрелом Желтый туман шлейфом следовал за ними по пятам Локен продолжал прислушиваться к звукам за спиной Но из-за оглушительного грома взрывов, треска горящего корабля и плеска под ногами он почти ничего не уловил Все это похоже на настоящую ловушку, заметил Таргадон, наглядываясь через плечо Я тебя понимаю Могу тебе сказать, идея забраться внутрь мне совсем не нравится Его слова полностью совпадали с невеселыми мыслями Локен Но ты же не боишься? Спросил он, криво улыбнувшись Не дерзи, Гарвель, отозвался Таргадон На этот раз я с тобой полностью согласен, что-то здесь не так Локен заметил искреннюю тревогу на лице друга То, что весельчак Таргадон внезапно стал серьезным, расстроило его При всем своем легкомыслии и хвастовстве Таргадон обладал прекрасно развитой интуицией И благодаря этому не один раз в прошлом выручал Локен Я считаю, что это ловушка, сказал Таргадон Нас заманили сюда, и похоже, кому-то очень хочется, чтобы мы вошли внутрь корабля Я уже говорил об этом воителю И что он ответил? Сам не догадаешься? Ну да, кивнул Таргадон Но ты же не надеялся всерьез заставить главнокомандующего переменить свое решение, правда? Я думал, что смогу заставить его задуматься Но, похоже, он нас больше не слышит Эроп настолько разозлил его рассказом о предательстве Тембы Что он может думать только о том, чтобы найти негодяя и разорвать голыми руками И что нам остается делать? Спросил Таргадон, чем снова удивил Локен Будем беречь свои спины, друг мой Будем беречь спины Отличный план, усмехнулся Таргадон А я об этом и не подумал Уже собирался лезть в этот капкан, отпустив личную охрану Вот такого Таргадона Локен знал и любил Перед ними возвышалась кормовая часть разбитой славы Терра Задранная вверх под таким углом, что закрывало мутно-желтое небо Холодная мрачная тень окутала людей И Локен увидел, что попасть внутрь корабля будет несложно Снаряды Титанов вырвали целые пласты обшивки А груды вывалившихся обломков образовали широкие склоны из искореженного железа Словно каменистые осыпи перед стеной разбитой крепости Воитель дал команду остановиться и стал формировать группы Капитан Сидере, ты со своими штурмовиками образуешь головной отряд Локен почти физически ощутил гордость Люка, польщенного таким заданием Капитан Мой, ты будешь сопровождать меня Твои огнеметы и мелтаганы будут незаменимы, если придется быстро расчистить дорогу Верулам Мой кивнул со спокойной сдержанностью Более значительной, чем стремление Люка продемонстрировать воителю свое рвение «Что прикажете делать нам, воите?» Спросил Эреб, стоя перед строем вытянувшихся несущих слова «Мы готовы служить» «Эреб, бери своих воинов и зайди с другой стороны корабля Найди возможность попасть внутрь, и мы встретимся в центре Если этот мерзавец Тембо попытается удрать, я хочу, чтобы он оказался между нами» Первый капеллан кивнул и увел своих подчиненных в тень могучего корабля Затем воитель повернулся к марнивальцам «Эзекиль, используй сигнал локатора на моих доспехах и подстрахуй мое продвижение слева Маленький Хорус, ты пойдешь справа Таргадон и Локен, вы остаетесь в тылу Обеспечьте безопасность в этом районе и по пути нашего возвращения Все понятно?» Воитель распределил группы, как обычно, наилучшим образом Но задание остаться сзади и прикрывать тыл сильно огорчило Локена Он видел, что и остальные члены марнивальца, особенно Таргадон, тоже удивлены Или воитель таким образом хотел наказать его за сомнения в его действиях И совет передать другим командование штурмгруппой Из-за чего его оставили сзади? «Все понятно!» – переспросил Хорус И все четверо членов марнивальского братства кивнули «Тогда вперед!» – крикнул воитель «Я должен уничтожить изменника!» Люк Сидерес командовал своим штурмовикам выступать вперед И мощные двигатели их прыжковых ранцев легко подбросили воинов к черневшим в боку корабля пробоинам Как и ожидал Локен, люк первым оказался внутри И без промедления нырнул в черное чрево корабля Его воины последовали за командиром и вскоре скрылись из виду Абаддон и Оксимант отыскали другие пробоины И стали подниматься по еще дымящимся обломкам к дырам, оставленным снарядами титанов Оксимант, на мгновение обернувшись, недоумевающе пожал плечами И Локен проводил его взглядом, все еще не в силах поверить, что братья по Марневалю пойдут в этот бой без него Сам воитель легко, словно по отлогому склону холма, поднялся по груди обломков и Верламой посредовал за ним Через несколько мгновений на пустынном болоте остались только Таргаддон и Локен со своими ротами Гарвиль ощущал молчаливое недоумение своих воинов Они стояли в ожидании приказа вступить в бой, но их капитан не мог отдать такого распоряжения Из оцепенения всех вывел Таргаддон, он громким голосом стал отдавать приказы оставшимся Астартес Вскоре вокруг позиции образовался кордон Разведчики Неровикуса заняли наблюдательные посты у кромки Тумана А отделение Брейкспора поднялось по грудам обломков, чтобы наблюдать за выходами из славы Терры «Так что именно ты сказал командующему?» – спросил Таргаддон, возвращаясь к Локену через озерцо жидкой грязи Локен стал припоминать все произошедшие между ним и воителем разговоры с тех пор, как они ступили на поверхность спутника Довина Он пытался отыскать хоть какое-то намек на оскорбление, но не мог найти ничего такого, что оправдывало бы отстранение его и Таргаддона от сражения с Тембой «Ничего особенного», – ответил он, «только то, о чем я уже рассказал» «Тогда я не вижу в этом никакого смысла», – сказал Таргаддон, безуспешно стараясь стереть со лба грязь и только больше размазывая ее по лицу «Хотелось бы знать, зачем ему понадобилось лишать нас этой потехи? И почему он выбрал Моя?» «Вирулам – опытный офицер», – заметил Локен «Опытный», – ухмыльнулся Таргаддон «Не пойми меня привратно, Гарви, я люблю Вирулама как родного брата, но он рядовой офицер» «Ты это знаешь не хуже меня, и в этом нет ничего плохого» «Император знает, нам нужны рядовые офицеры, но это не тот воин, который должен быть рядом с воителем в таком деле» Локен ничего не мог возразить Таргаддону, он был озадачен приказом Хоруса не меньше «Я не знаю, что тебе и сказать, Тарик, ты прав, но командир отдал приказ, и мы обязаны его выполнять» «Даже если знаем, что приказ бессмысленный» У Локена не было ответа на этот вопрос Воитель и Вирулам Мой вели передовой отряд штурмгруппы по темному и душному пространству славы Терры через неестественно искривленные отсеки между покореженными и покрытыми плесенью переборками Затклая вода сочилась из щелей, а порывы влажного воздуха, заблудившегося в останках корабля, звучали вздохами призраков Омерзительные полоски черной плесени и лохмотья полуистолевшей ткани задевали их по шлемам, оставляя скользкие слизистые следы Сгнившие и съеденные червями полы представляли немалую опасность, но Астартес не теряли времени и быстро пробирались в командные рубки Постоянное донесение Сидере через непрерывный треск помех информировали о продвижении головного отряда по безжизненному и пустому кораблю Его группа была, по-видимому, совсем недалеко, но голос Люка постоянно пропадал, так что невозможно было разобрать каждое третье слово Чем дальше они углублялись в чрево корабля, тем хуже становилась связь «Эзекиль!» — сказал воитель в микрофон Вокса на своем воротнике «Доложи о своих успехах!» Раздавшийся голос Абаддона был почти неузнаваем Громкие трески шипения превращали его слова в бессмысленное бормотание «Двигаемся за... у нас фланг... тель...» Хорус щелкнул по Воксу «Эзекиль! Проклятие!» Хорус повернулся к Вируламу «Попробуй связаться с Эребом!» — сказал он и снова занялся Воксом «Маленький Хорус, ты меня слышишь?» Опять раздалось шипение помех, затем прорвался едва слышный голос «Артиллерийская палуба! Медленно! Снаряды обезвредить! Двигаемся!» «Эреба не слышно!» — доложил Мой «Но он должен быть уже на противоположном борту корабля» «Если помехи на таком небольшом расстоянии не позволяют говорить с рядом идущими воинами, то вряд ли Вокс-линки пробьются через все судно» «Проклятие!» — снова бросил Хорус «Ладно, давай двигаться дальше» «Сэр!» — остановил его Мой «Могу я высказать предложение?» «Если это предложение вернуться назад, забудь о нем, Вирулам! Задеты моя честь и доброе имя всего похода, и никто не сможет сказать, что я повернул назад» «Я понимаю, сэр, но капитан Локен, возможно, был прав. Мы подвергаем себя напрасному риску» «Вся жизнь — сплошной риск, друг мой. Каждый день, который мы проводим вне пределов Терры — это риск. Каждое мое решение — тоже риск. Мы не можем не рисковать собой, иначе мы ничего не добьемся» «Если капитан будет в первую очередь заботиться о сохранности корабля, он никогда не выйдет из порта. Ты хороший офицер, Вирулам, но ты не видишь возможности проявить героизм, как вижу ее я» «Но, сэр!» — возразил Мой «Мы не можем связаться с остальными группами и не имеем представления, что ожидает нас в глубине корабля. Простите, если я стоюсь не в свое дело, но блуждание вслепую, чем занимаемся мы, не похоже на героизм» «Это больше напоминает проверку догадок» Хорус наклонился к Мою «Капитан, ты не хуже меня, зная, что искусство войны состоит из построения предположений о том, что находится на противоположной стороне горы» «Сэр, я понимаю», — заговорил Мой, но Хорус не дал ему себя перебить «С тех самых пор, как Император назначил меня на пост воителя, люди постоянно указывают, что я должен делать и чего мне делать нельзя» «Я устал от этого», — резко заявил Хорус «Если кому-то не нравится мое мнение, что ж, это их проблемы. Я воитель, и я принял решение. Мы идем вперед» В темноте неожиданно раздался резкий свист статических зарядов, а затем голос Рюка прозвучал так отчетливо, словно он стоял рядом «Дьявол! Они здесь!» — крикнул Сидере, а потом все перевернулось с ног на голову Жуткий вой, шедший словно из самого центра спутника, Локен сначала ощутил подошвами сапог Он в ужасе повернулся, услышал резкий скрежет и лязг рвущегося металла И увидел фонтаны грязи, вырувающиеся из земли вверх вместе с частями корабля, которые были погружены в болото Затем Слава Терра накренилась, и весь корабль с ужасающей неотвратимостью стал опрокидываться «Всем отойти!» — закричал Локен, видя, как колоссальная масса металла набирает скорость Астарты сбросились бежать от падающего колосса, защитные системы шлемов заблокировали грохот и виск рвущегося металла Но Локен видел, как зловещая тень накрывает их своим темным саваном Он обернулся как раз в тот момент, когда громада ударилась о поверхность с силой орбитального столкновения Огромное сооружение сплющилось под собственным весом, огромные гейзеры болотной грязи взметнулись вверх на десятки метров Ударная волна смела Локена как пылинку, и он приземлился в затклом пруду Встав на колени, он увидел расходящиеся во все стороны от корабля волны жидкой мерзости и десятки своих воинов, погребенных в коричневой жижи Вокруг рухнувшего судна образовался кратер, а затем сверху хлынул отвратительный вонючий дождь, мгновенно залепивший визор шлема, отчего видимость сократилась до нескольких метров Локен поднялся на ноги, ударная волна рассеяла желтый туман, сопровождавший Астарта с момента их высадки, и увидев, что скрывалось за его пеленой, Локен поспешно активировал болтер «Сыны Хоруса! К бою!» – закричал он К ним уже двигались сотни оживших мертвецов Даже броня примарха не могла защитить от такого удара, и Хорус со стоном выдернул из груди изогнутый металлический пруд, покрытый ржавчиной Густая кровь окропила доспехи, но рана затянулась через несколько секунд после того, как металл был удален из тела Генетически усиленный организм легко мог справиться и с более серьезными повреждениями И несмотря на головокружительное падение сквозь десяток отсеков вздыбившегося корабля, Хорус быстро сориентировался и восстановил равновесие на скользкой от грязи переборке Он помнил звук рвущегося металла, лязг доспехов и резкий треск костей, когда воины Астартес разлетелись в разные стороны, словно котята «Сыны Хоруса!» – позвал он «Вирулан!» Лишь насмешливое эхо прилетело в ответ Воитель раздраженно выругался, обнаружив, что остался один Вокс-ринг на латном воротнике разбился при падении Из пустого гнезда свисали только бесполезные медные проводки И Хорус сердито оборвал их Нигде не было видно ни Вирулама Моя, ни его отряда, вероятно, погребенного под обломки Быстро оценив положение, Хорус понял, что находится в оружейном отсеке Через трещины которого просачивались ледяные струи И воитель запрокинул голову, подставляя им лицо Капитанский мостик был уже близко Если его только не снесло при землетрясении Другого объяснения произошедшему подобрать было невозможно Хорус удостоверился, что не остался без оружия, выдернув рукоять меча из-под обломков Едва он обнажил меч, золотое лезвие поймало тусклый свет, проникающий в помещение И загорелось, словно само было пламени Оружие было выковано его братом, Ферусом Манусом, примархом 10-го легиона железных рук И подарено в память о присвоении титула воителя Увидев, что оружие осталось таким же прекрасным, как и в тот день, когда Ферус с выражением искреннего восхищения В серо-стальных глазах протянул ему этот подарок Хорус не мог не улыбнуться Никогда еще он так высоко не ценил мастерство своего брата в кузнечном деле Переборка скрипнула под его весом И внезапно Хорус усомнился в правильности выбранной тактики в данной вылазке Но, несмотря ни на что, ненависть к Кеугану Тембе ничуть не остыла Этому человеку он верил, и его предательство словно острыми ножами терзало сердце Каким должен быть человек, чтобы нарушить клятву верности Империуму? Каким надо быть подлецом, чтобы предать его? Корабль снова тряхнуло, но Хорус тотчас отреагировал на движение и выпрямился Свободной рукой он подтянул себя к дверному проему За которым, как он знал, начиналась ветвистая сеть переходов Неизменно пронизывающих корабль такого размера Хорус лишь однажды ступал на борт славы Терры И это было почти 70 лет назад Но он помнил расположение всех помещений Словно был здесь только вчера За этой дверью должен находиться верхняя галерея Арсенала А дальше центральный проход с несколькими защитными перегородками Который ведет к капитанскому мостику Хорус застонал от острой боли в груди И понял, что железный стержень, вероятно, задел одно из его легких Он без колебаний переключил систему дыхания И, не замедляя шага, двинулся дальше Легко ориентируясь в почти полной темноте корабельных недр Благодаря усиленному зрению Чем ближе он подходил к капитанскому мостику Тем отчетливее видел, каким ужасным изменением подвергся корабль Стены почти сплошь покрывал слой какой-то органики Которая пожирала металл, словно кислотная плесень Мокрые гирлянды, похожих на пиявок существ Образовывали коричневато-зеленые наросты И весь воздух был пропитан устойчивым запахом тления Хорус терялся в догадках Что же произошло с кораблем? Неужели племена, обитавшие на спутнике Наслали на команду какую-то смертельно опасную заразу? Не об этом ли ему толковал Эреб? Воитель ощущал в воздухе присутствие множества вредных бактерий И остатков биологического разложения Но не было ничего настолько опасного Что могло бы нарушить работу его невероятно устойчивого организма Сияния золотого меча было достаточно, чтобы различать дорогу И Хорус быстро преодолел верхние галереи Прислушиваясь к малейшим звукам Способным указать на местонахождение его воин Изредка доносившиеся далекие выстрелы и лязг оружия Говорили о том, что он не совсем одинок Но где происходят схватки, Хорус не мог определить Прогнившие внутренности корабля рождали искаженное эхо И далекие крики раздавались со всех сторон Так что в конце концов он перестал обращать на них внимание И решил действовать в одиночку Хорус вышел в центральный проход звездного корабля Мерцающие осветительные шары и промокшие силовые изоляторы Насыщали сводчатый тоннель голубыми электрическими искрами При каждом движении корабля Выбитые металлические двери ударялись о стены И издавали звуки, похожие на похоронный звон колоколов Впереди послышались слабый стон и шарканье босых ног Первые звуки, которые можно было отчетливо различить Они доносились из-за широких противовзрывных створок люка Которые то открывались, то закрывались Словно пасть какого-то хищного животного Обломки корабля не давали створкам окончательно сомкнуться И Хорус понимал, что тот, кто пытается открыть дверь, стоит между ним и его конечной целью Неровное дрожание и вспышки света производили стробоскопический эффект Из-за створками люка мелькали дрожащие тени Как будто изображение поступало с пиктпроектора, включенного на малой скорость При очередном раскрытии створок в щель просунулась рука с длинными когтями И вцепилась в проржавевший металл С длинных загнутых когтей капала мутная жидкость А ткани конечности были изъедены язвами с копошащимися в них личинками Вслед за первой в щель просунулась вторая рука И с невероятной для явно больного существа силой раздвинула створки Ощущение страха было неведомо Хорусу Но обнаружив источник странных звуков Он был склонен признать правоту своих капитанов Из люка показалась и шаркая двинулась вперед толпа гниющих и изголодавшихся мертвецов От их истощенных тел с подведенными животами От оскаленных клыков и даже от мух, роящихся вокруг больших рогатых голов Исходило непонятное ощущение скрытой сил С раздувшихся и потрескавшихся губ срывались звучные заклинания Но слова были незнакомы Хорусу Клочья кожи и плоти свисали с обнажившихся костей И хотя враги приближались со свинцовой монотонностью мертвых Хорус угадывал в их телах затаенную энергию А в затянутых пленкой катаракты глазах неудержимый голод Монстры приблизились метров на десять Но их контуры оставались размытыми и дрожащими Хорус видел их словно через перену слез Он несколько раз моргнул, чтобы настроить зрение И увидел, что существа держат в руках заржавевшие и покрытые слизью мечи «Что за прекрасная компания!» Воскликнул Хорус и, подняв меч, бросился в бой Золотой меч огненной кометой врезался в гущу врагов Безо всякого труда пронзая по дюжине и больше противников Куски гнилой плоти звучно шлепались о стены И каждое существо, задетое лезвием, взрывалось фонтаном гнили и фекалий Отравляя воздух зловонием Алчные когти со всех сторон тянулись к Хорусу Но его оружием был не только меч Он работал локтями, ногами и головой А меч продолжал разить врагов, словно марионеток в тренировочном зале Хорус не мог сказать, что это были за создания Но они определенно не встречались с таким сильным противником, как Примар Он продолжал двигаться вперед по центральному проходу корабля Прорубая себе путь в толпе мертвецов Позади оставались лишь куски изрубленной плоти Истекавшей кровью и гноем Впереди ждали бесчисленные враги и капитанский мостик славы Терны Он потерял счет времени Примитивная жестокость схватки поглощала все внимание без остатка И меч рубил и колол без усты Ничто не могло устоять перед ним И с каждым ударом воитель продвигался ближе к своей цели Коридор уже заметно расширился И в золотистом свете меча стало видно Что противники становятся все менее материальными Очередной удар меча сверху донизу рассек рыхлое тело Выпустив струю зловонной жидкости Но вместо того, чтобы развариться на куски Тварь мгновенно испарилась, словно маслянистый дым на ветру Хорус сделал еще шаг вперед Готовый и дальше с неутихающей яростью разить врагов Однако коридор неожиданно и необъяснимо опустел Воитель оглянулся по сторонам И вместо ужасных монстров, жаждущих его сожрать Увидел лишь жалкие останки И даже эти последние клочки таяли, словно жир на сковородке Шипя и поднимаясь в воздух струями темно-зеленого, практически черного дыма Отвратительный вид растекающейся с гнившей плоти Заставил Хоруса выругаться А в следующий момент он понял, что произошло с кораблем Он стал пристанищем варпа Не рестелищем имматериум Дальше коридор перекрывали многочисленные противовзрывные двери Непосредственно защищавшие капитанский мостик И Хорус ощутил прилив свежих сил Решимость уничтожить Эуганатембу не ослабевала ни на йоту Воитель ожидал встретить на пути легионы порожденных бездной существ Но коридор оставался пустым И тишина нарушалась лишь отзвуками болтерных выстрелов Которые, как он теперь был уверен, доносились снаружи корабля И стуком капель черной воды по его доспехам Хорус осторожно продолжал идти Отбрасывая с дороги искрящиеся кабели И двери, одна за другой, открывались при его приближении Все это было очень похоже на ловушку Но теперь желание отомстить настолько завладело им Что Хорус не мог ему противиться и рвался вперед Наконец он вступил на капитанский мостик Огромное помещение, бывшее ранее местом управления кораблем Чрезвычайно изменилось Тронутые гнилью знамена все еще свисали с потолочных балок Но к каждому из них было прибито мертвое человеческое тело Хорус смог различить серую, как волчья шерсть В форму солдат 63-й экспедиции Вероятно, эти несчастные воины до конца оставались верны своим клятвам Вы будете отмщены, друзья мои Прошептал он и прошел вперед Все приборы управления были разбиты Их вырванные внутренности образовали новую, странную систему Из которой выходили связки проводов толщиной не меньше метра И поднимались к терявшемуся в полутьме своду Кабели окружало пульсирующее свечение И Хорус понял, что смотрит на источник вокс-сигнала Который вызвал такое беспокойство у Локена перед высадкой на поверхность спутника И действительно, он и сейчас слышал мерзкий голос Шепчущие слова, которые заставили бы его язык почернеть Если бы он решился их повторить Но в следующее мгновение Хорус понял, что эти слова звучат не только в его воспоминаниях А срываются с человеческих губ Хорус прищурил глаза И его губы скривились от омерзения В капитанском кресле восседала массивная, раздувшаяся фигура Настоящая гора гниющей плоти И спускающая отвратительный запах разложения Каждая складка его кожи служила пристанищем черным крылатым насекомым Обрывки серой ткани прилипли к зеленовато-серому телу Золотые эпалеты и серебряные аксельбанты Едва держались на непомерно вздувшихся плечах Одна рука этого существа покоилась на липкой от гноя страшной ране в грудной клетке А другая сжимала рукоять сверкающего изумрудной зеленью меча Хорус, увидев у ног этой заживо гниющей туши распростертое тело мертвого воина Астартес От горя и ярости опустился на колени Шея Вирулама Моя, вероятно, была сломана И его невидящие глаза остановились на трупах свисающих заплесневелых знамен Воителю не потребовалось поднимать взгляд на убийцу Моя Хорус уже знал, что перед ним Эугантемба Изменник Глава восьмая Павший бог Локен не мог припомнить другой такой битвы В которой он и его воины израсходовали бы все имеющиеся боеприпасы Каждый Астартес нес с собой достаточно зарядов, чтобы обеспечить выполнение любого задания Поскольку ни один выстрел не тратился понапрасну И для поражения каждой цели обычно хватало одного попадания Дополнительный склад боеприпасов остался в районе высадки А они не имели возможности туда добраться И все из-за непоколебимой решимости воителя двигаться только вперед Все болтерные обоймы Локена давно опустили И он с благодарностью вспомнил настойчивость Оксиманда Посоветовавшего взять и субзвуковые заряды Они оказались вполне эффективны в деле уничтожения оживших мертвецов Проглятие! Неужели они никогда не кончатся? Воскликнул Таргадон Я уже убил не меньше сотни этих тварей Возможно, ты несколько раз уничтожил одного и того же врага Ответил Локен, стряхивая с меча серые клочья Если не разбить им голову, они снова поднимаются Я зарубил не меньше десятка этих существ, у которых имелись дыры от болтов Держись, предупредил его Таргадон Легио Мортис снова идут в атаку Локен занял более устойчивое положение на груди обломков А титаны уже начали свой сокрушительный набег на толпы гниющих чудовищ Устрашающие гиганты, похожие на тех, что по рассказам преследовали призраков на Барбарусе Сотрясая землю, изрыгая огонь и гром, выскочили из полосы тумана Мощные взрывы взметнули вверх фонтаны грязи в перемешку с разорванными телами врагов И каждый шаг могучих боевых машин вдавливал в грязь десяток монстров От напора титанов вибрировал воздух И каждый взрыв вызывал новые лавины обломков из отверстий в корпусе славы Терры Трижды мертвецы пытались захватить склоны, ведущие ко входам в корабль И трижды Астартес заставляли их отступить Первый раз огнем из болтеров А когда боеприпасы подошли к концу, мечами и могучими ударами рук и ног Каждый раз они уничтожали сотни врагов Но каждый раз горстку Астартес вынуждали спускаться на несколько шагов и приближаться к болоту В нормальных условиях Астартес без труда справились бы с этими порождениями кошмаров Но теперь, когда судьба воителя оставалась неизвестной Они утратили былую целеустремленность и способность действовать с привычной боевой яростью Локен прекрасно понимал, что чувствуют его воины, поскольку сам испытывал те же эмоции Из-за невозможности связаться с воителем, Аксимандом и Абаддоном Оставшиеся снаружи Астартес чувствовали растерянность и замешательство «Тембо!» – произнес воитель, вставая с коленей и направляясь к бывшему правителю планеты С каждым шагом все виднее становились свидетельства предательства Эугана Тембы Засохшая кровь на лезвии его меча и хищная ухмылка на лице Вместо верного и стойкого последователя, каким был когда-то Тембо Хорус увидел перед собой подлого предателя, заслуживающего самой мучительной смерти Вокруг фигуры Тембы постепенно разгорался мертвенный свет В котором еще отчетливее проступили признаки разложения его тела И Хорус понял, что в этой гниющей оболочке уже ничего не осталось от его бывшего друга Хорус вспомнил рассказ Локена о случившемся в горах 63-19 Его ужас при виде бывшего друга, ставшего добычей варпа Воителю было известно о мелкой стычке между Джубалом и Локеном И теперь стало ясно, что именно эта неприязнь, не представлявшая собой ничего особенного И стала той трещиной в защите Джубала, через которую варп сумел его одолеть А какая трещина стала причиной гибели Тембы? Гордыня? Амбиции? Ревность? Раздувшийся монстр, бывший когда-то Эуганом Тембой Отвел взгляд от тела Вирулама Моя И усмехнулся, явно довольный своей работой Воитель! Произнес Темба, выговаривая каждый слог с булькающим придыханием Словно говорил через воду Не смей произносить мой титул, ничтожество! Ничтожество? Прошипел Темба, качая головой Разве ты не узнал меня? Нет, ответил Хорус Ты не Темба, ты порожденный варпом подлец И я пришел, чтобы убить тебя Ты ошибаешься, воитель Рассмеялось чудовище Я все тот же Темба Твой так называемый друг, хотя и покинутый Я Темба, твой верный последователь Которого ты оставил гнить на этой всеми забытой планете А сам отправился завоевывать славу Хорус подошел к возвышению, на котором стояло капитанское кресло И снова перевел взгляд с Тембы на тело Вирулама Моя Из страшной раны в боку толчками вытекала кровь Разливаясь по грязному полу капитанского мостика На горле виднелось пурпурно-черное пятно И сквозь кровоподтек пробился обломок кости Там был сломан его позвоночник Жаль, что так вышло с Моем, сказал Темба Он был бы отличным неофитом Не произноси его имя, предостерег его Хорус Ты не достоин его называть Если тебя это успокоит, могу сказать, что он до конца оставался верным Я предлагал ему место рядом со мной И благословение Нурглет, наполняющего вены некрозом бессмертия Но он отказался Он чувствовал потребность убить тебя Но это было глупо с его стороны Его верность достойна восхищения, хотя и неуместна Хорус, держа перед собой опущенный меч, поставил ногу на первую ступеньку помоста Ненависть к этому существу преобладала над всеми остальными чувствами Больше всего на свете он жаждал вырвать жизнь из омерзительного существа голыми руками Но здравый смысл предостерегал от поспешных действий Мой был убит с такой небрежной легкостью Что раньше времени размахивать оружием было бы неразумно Хорус, нам вовсе не обязательно враждовать Сказал Тембо Ты даже не представляешь себе всего могущества варпа, дружище Мы никогда прежде такого не видели Это восхитительно, можешь мне поверить Это стихийная и неконтролируемая сила Ответил Хорус, поднимаясь еще на одну ступень А потому на нее нельзя положиться Стихийная? Возможно, но не только Возразил Тембо Она полна жизни, амбиции и желаний Ты считаешь варп-энергией, которую можно использовать в своих интересах Но ты даже представить себе не можешь скрытых в нем возможностей править Контролировать и властвовать У меня нет таких желаний, сказал Хорус Ты лжешь, хихикнул Тембо Я вижу их в твоих глазах, дружище В тебе живут великие амбиции Не бойся их Поддайся своим тайным желаниям И мы не будем врагами Мы станем союзниками на пути Который приведет нас к господству над галактикой Галактика уже имеет правителя Тембо Это наш император И где же он? Он метался по космосу, подобно варварским племенам древней Терры Его уничтожал всех, кто не желал подчиняться его воле А затем оставил тебя собирать обломки Какой же это лидер? Он такой же тиран, как и все остальные Только под другим именем Хорус сделал еще шаг и оказался на помосте Изменник, посмевший порочить имя императора Был уже почти в пределах досягаемости Подумай об этом, Хорус Настаивал Тембо Вся история галактики доказывает Что события не происходят по чьей-то деспотической воле Они подчиняются судьбе Эта судьба и есть хаос Хаос? Да! Крикнул Тембо Еще раз повторяю тебе, друг мой Хаос — это величайшая сила во вселенной И никому ее не преодолеть Когда первые обезьяны вышибали друг другу мозги Обломками костей Или взывали к небесам, корчась в вагоне и ужасных болезней Они питали и взращивали хаос Счастливое избавление от напасти Или успешная интрига Все это зерно для мельницы душ хаоса Пока человек крепнет в испытаниях Крепнет и хаос Хорус уже поднялся на помост И теперь стоял лицом к лицу с человеком Которого когда-то считал своим другом и товарищем в великих начинаниях Но хотя существо говорило голосом Тембо И в его оплывшем лице проглядывали черты его старого друга В нем ничего не осталось от некогда прекрасного человека Все поглотил варп Ты должен умереть, сказал Хорус Нет, благодаря благословению Нурглетт я никогда не умру Усмехнулся Тембо Это мы сейчас увидим Фыркнул Хорус и вонзил свой меч в грудь Тембо Золотое лезвие легко прошло сквозь рыхлые ткани к самому сердцу предателя Хорус выдернул меч, омытый черной кровью и зловонным гноем Распространившийся отвратительный запах был так силен, что даже ему стало трудно дышать А Тембо рассмеялся, ничуть не обеспокоенный смертельным ранением И поднял свой меч с блестящим лезвием, похожий на узорчивый обсидиан Он поднес оружие к посиневшим губам Воитель Хорус, произнес Тембо С непостижимой быстротой кончик лезвия метнулся к шее воителя Хорус поспешно поднял оружие Едва успел остановить меч в нескольких сантиметрах от горла И под натиском предателя вынужден был отступить назад Справившись с изумлением, Хорус схватил меч обеими руками И стал отражать яростные выпады Тембо, следующие один за другим Ни в одном поединке ему не приходилось так много внимания уделять обороне Эуган Тембо не числился среди признанных мастеров боя на мечах И Хорус не мог понять, откуда вдруг возникло такое мастерство Противники продолжали обмениваться грозными ударами на капитанском мостике Причем Эуган Тембо двигался с таким проворством, что никак не вязалось с его грузной фигурой Постепенно Хорус стал осознавать, что и ловкость, и боевое искусство не были заслугой Тембо Все это появилось благодаря мечу Хорус нагнулся, уклоняясь от удара, грозившего снести ему голову В тот же момент пробил оборону Тембо и рубанул противника мечом по животу Выплеснув на палубу немало загустевшей крови и требухи Темное лезвие вражеского клинка метнулось вперед, ударило по наплечнику доспехов и сорвало его Исторгнув при этом целый с ног пурпурных искр В возвратном движении меч Тембо нацелился в голову, но Хорус успел отскочить Окровавленная туша Тембо мгновенно надвинулась на него, так что воителю пришлось упасть на пол и откатиться Любой нормальный человек уже 10 раз умер бы от таких ран, но, казалось, смертельные удары совершенно не беспокоят Тембо Лицо изменника брестело от пота, и его силуэт стал таким же неясным и дрожащим, как у тех циклопов, которых Хорус истребил в центральном переходе корабля Воитель несколько раз моргнул и что-то заметил в центре чудовищно раздутого тела Едва различимый силуэт кричащего мужчины, с прижатыми к ушам ладонями и искаженным от ужаса лицом Тембо намотал липкие от крови и гноя внутренности на руку И спустился со ступеней капитанского помоста, словно светская дама, подобравшая шлейф в больном зале Мерки Хорус видел, как хищно блестит проклятый меч, как подергивается его кончик, словно по собственной воле стремлясь пронзить его тело Хорус, это не должно закончиться таким образом, пробулькал Тембо Нам не стоит оставаться врагами Нет, крикнул Воитель, мы уже враги, ты убил моего друга и предал Императора, другого пути нет Он не успел договорить эти слова, как дымчато серое лезвие рванулось вперед Хорус отшатнулся, но меч все же ударился в нагрудник и вонзился в керамитовую броню Хорус отступил от Тембо Раздался треск и Хорус увидел, что лодыжки предателя сломались, не выдержав веса его огромного тела Тембо пьяно шагнул вперед и осколки костей прорвали разбухшие ткани Ни один нормальный человек не смог бы вынести таких мучений И в груди Хоруса шевельнулась жалость к бывшему другу, еще живущему в теле ужасного существа Никто не заслуживал подобного надругательства И Хорус снова увидел размытый силуэт, шевелившийся внутри рожденной варпом плоти И поклялся прекратить страдания Тембо Надо было выслушать тебя, Эутон, прошептал он Тембо ничего не ответил Светящееся лезвие описывало в воздухе замысловатые мерцающие фигуры Но такой опытный воин, как Хорус, не поддался на примитивный трюк И снова меч Тембо метнулся вперед Но теперь Хорус уже постиг всю меру ярости своего противника, пытающегося любым путем пронзить его тело Тембо атаковал не думая, повинуясь лишь жажде убийства Хорус обвел своим мечом вокруг рукояти оружия Тембо И отбросил в сторону его руку, стараясь обезоружить, а затем нанести смертельный удар Но Тембо даже под угрозой перелома запястья не выпустил меча Он сумел не только удержать его, но и направить изогнувшийся кончик в плечо Хоруса Оба клинка одновременно вонзились в плоть Меч Хоруса пробил грудь, сердце и легкие врага А оружие Тембо впилось в мускулы плеча, как раз в том месте, откуда раньше слетела пластина брони Прикосновение мерцающего меча обожгло нестерпимой болью Хорус вскрикнул и отреагировал со всей скоростью, которой его наделил император Его золотой меч рванулся в сторону и отсек руку Тембо повыше локтя Темный меч звонко ударился о палубу и задергался вместе с обрубком, словно пытаясь продолжить бой по собственной воле Тембо с пронзительным криком покачнулся и упал на колени, и Хорус уже навис над врагом с поднятым мечом Плечо болело и кровоточило, но победа была близка, и водитель с яростным криком приготовился свершить свою месть Но даже сквозь кровавый туман гнева и боли он успел увидеть жалкий, несчастный и испуганный образ Эугана Тембы Лишенного омерзительного покрова варпа, завладевшего его существом Тело осталось все таким же раздутым и огромным, но темный свет в глазах померк, и на смену ему пришли слезы и боль внезапного осознания совершенного предательства «Что я наделал?» — еле слышно спросил Тембо В одно мгновение гнев Хоруса испарился, он опустил меч и опустился на колени рядом с умирающим человеком, когда-то бывшим его другом Прерывистые рыдания и судороги агонии сотрясли его тело, но из посредних сил Тембо смог поднять руку и дотронуться до доспехов Хоруса «Прости меня, мой друг», — сказал он, «я не знал, никто из нас не знал» «Теперь помолчи, Эуган», — успокоил его Хорус «Это был варп, наверное, обитатели спутника нашли способ напустить его на тебя, они называют это колдовством» «Нет, мне так жаль», — рыдал Тембо, а его глаза постепенно тускнели в преддверии приближающейся смерти «Они показали нам, чего можно достичь с его могуществом» «Я заглянул в варп, я увидел таящиеся там силы, и да простит меня император, дал свое согласие» «Эуган, там нет никакого скрытого могущества», — сказал Хорус «Тебя ввели в заблуждение» «Нет», — вскрикнул Тембо, крепко сжимая руку Воителя «Я был слаб и по своей воле согласился на падение, но теперь со мной все кончено» «В варпе таится огромное зло, и ты должен узнать правду до того, как галактика погрузится во тьму» «О чем ты говоришь?» «Воитель, я видел это, галактика превратилась в пустошь, император мертв, а человечество оказалось во власти бюрократии и предрассудков» «Все обратилось в прах, повсюду идет война, лишь у тебя есть силы предотвратить такое будущее, воитель, ты должен быть сильным, никогда не забывай об этом» Хорус хотел узнать больше, но лишь беспомощно смотрел, как угасла последняя искра жизни Эугана Тембы Раненое плечо пылало, но Хорус поднялся и решительно направился к разбитой аппаратуре и связкам кабелей, уходящим далеко под своды капитанского мостика Из горла Воителя вырвался крик боли и горя, он разрубил все кабели одним мощным ударом меча, и они упали, извивая, словно выброшенная на берег рыба Из проводов и трубок посыпались искры и вылилась зеленая жидкость Теперь Хорус был уверен, что проклятая вокс-передача прекратилась Выронив меч и сжимая ладонью раненое плечо, Хорус сел на пол рядом с мертвым телом Эугана Тембы, оплакивая своего утраченного друга Локен одним взмахом меча отделил голову от туловища очередного рыхлого монстра, но перед ним тотчас возник следующий противник Локен и Таргадон сражались спиной к спине, их мечи покрывал толстый слой слизи Медленно, но неотступно враги заставляли их шаг за шагом подниматься по осыпи металлических обломков к пролому в корабле Воины дрались отчаянно, но каждый удар требовал все большего напряжения Титаны Легио Мортис уничтожили столько противников, сколько смогли И до сих пор они периодически осыпали подступы к кораблю артиллерийскими снарядами Но и это не могло остановить чудовищное нашествие Десятки Астартес уже пали в бою, а от отрядов, вошедших внутрь славы Терры, до сих пор не было никаких вестей Еле слышное сообщение, полученное от византийских янычар, указывало на то, что их отряд наконец-то сдвинулся с места Но никто не мог с уверенностью сказать, куда точно они направились Движения Локена стали совершенно автоматическими Удар следовал за ударом с механической точностью И никакого мастерства этот бой не требовал Доспехи во многих местах были пробиты и смяты Но Локен продолжал сражаться за победу, несмотря на отчаянное положение Такая способность составляла отличительную черту Астартес Они не отступали даже перед значительно превосходящими силами противника Локен давно потерял счет времени Ожесточенность боя ограничила его восприятие только очередным противником «Нам придется отступить внутрь корабля!» — крикнул он Таргадон и неровипус кивнули, слишком занятые сиюминутной ситуацией, чтобы тратить время на слова Локен, обернувшись, включил вокс и передал приказ по цепочке А затем дождался подтверждения от командиров отделений Внезапно раздался сердитый крик И Локен, узнав голос Таргадона, поспешно обернулся, держа меч на готове Группа оживших мертвецов забралась на вершину осыпи И костлявые, когтистые руки и жадные челюсти преодолели сопротивление стоявших там Астартес Таргадона сбили с ног, клыки мертвецов впились ему в горло, а несколько пар рук тянули вниз «Нет!» — закричал Локен и ринулся на выручку На бегу он попросту расталкивал врагов корпусом, заставляя их скатываться кубарем вниз по склону Каждый удар кулака разбивал чей-то череп, а меч рассекал гниющие трупы надвое Закованная в броню рука с размаху прошла сквозь серую плоть и ухватилась за доспехи космодесантник «Держись, Тарик!» — приказал Локен и потянул приятеля за руку Несмотря на всю свою мощь, Локен не мог поднять Таргадона И почувствовал, как многочисленные конечности обвиваются вокруг его ног и пояса Он размахнулся свободной рукой, однако перебить всех противников был не в силах Костлявые руки тянулись к его шлему, размазывали грязь по визору и ослепляли его Локен почувствовал, что и сам падает в грязь Он отчаянно рванулся, разрывая врагов на части, но тщетно Он не мог удержаться рядом с Таргадоном Когти скрижетали подоспехом, неестественно сильные пальцы рвали плоть и выпускали драгоценную кровь Почти полностью обнаженный скелет с ухмыляющимся черепом вместо лица бросился на грудь Локена И его челюсти щелкнули по визору Не в состоянии проникнуть внутрь, он продолжал возить челюстями по шлему Зарепляя визор потоками слюны и болотной жижи Ударом головы Локен избавился от мерзкого врага Перекатился на живот, чтобы обрести хоть какую-то опору Падение он выпустил из пальцев рукоять меча и теперь, яростно рыча, пытался избавиться от невыносимых объятий, молотя руками и ногами Локен пустил в ход все свои силы до последней капли и, наконец, сумел встать и получить короткую передышку Повсюду вокруг воины Астартес вели отчаянную борьбу с отвратительными трупами, но Локен сознавал, что конец близок Вдруг, словно по команде, все мертвецы разом упали на землю и спустив негромкий вздох облегчения Еще секунду назад вся местность вокруг звездного корабля представляла собой поле ожесточенной битвы не на жизнь, а на смерть А теперь площадка превратилась в необычайно тихое кладбище Астартес в изумлении отряхивались, поднимались на ноги и смотрели на неподвижные безжизненные тела, устилавшие землю «Что случилось?» – спросил Неро Випус, выбираясь из-под груды свалившихся трупов «Почему они остановились?» Локен тряхнул головой, ему нечего было ответить «Я не знаю, Неро, в этом нет никакого смысла, а ты бы предпочел, чтобы они снова поднялись? Не притворяйся, что не понимаешь, я хотел сказать, что если ими кто-то управлял, то зачем останавливаться? Они нас почти одолели» Локен ощутил холодок. От одной мысли, что кто-то обладает силой, способный одолеть Астартес, становилось не по себе За все то время, что они странствовали по галактике, им не встречалось врагов, которые могли бы выстоять против космодесантников Рано или поздно противники были вынуждены признавать превосходящую мощь Астартес Неужели они столкнулись с врагами, воля которых оказалась сильнее их собственной? Прогнав мрачные мысли, Локен отдал приказ избавиться от трупов, и Астартес стали оттаскивать тела от корабля Попутно отсекая головы, чтобы враги не могли встать снова Спустя некоторое время из корабля вышли отряды Оксиманда и Абаддона Многие воины получили ранения во время произошедшего крушения, но все остались живы Эрэп тоже вскоре вымел свою группу Несущие слова тоже не пострадали, но были сильно раздосадованы неудачей От Сидире и Воителя до сих пор не поступало никаких известий «Мы возвращаемся на корабль искать Воителя», — объявил Абаддон «Я возглавлю отряд» Локен хотел возразить, но, видя непреклонную решимость в глазах Эзекиля, молча кивнул «Мы пойдем все вместе», — добавил он чуть погодя Люка Сидире и его отряд они обнаружили запертыми в ловушке на одной из нижних палуб Выходы откуда оказались блокированными тоннами обломков Чтобы разобрать завалы и освободить отряд Сидире потребовалось не менее часа После освобождения Люк смог рассказать не слишком много «Они были здесь, чудовище с одним глазом во лбу, появились из ниоткуда, но мы перебили их всех, а теперь они пропали» Люк тяжело переживал неудачу Семеро воинов из его отряда погибли, и вместо привычной усмешки на его лице горела жажда мести Он напоминал Локену обиженного ребенка Стены помещения покрывали сплошной слой зловонных останков И Сидире часто поглядывал на них с выражением, которое Локену очень не понравилось Такой вид был у Эуфратии Кииллер после того, как существо, завладевшее Джубалом, едва ее не убило Отряд Сидире присоединился к четверке марнивальцев, и все вместе они углубились в недра корабля Отыскивая путь по характерным признакам боя, оставшимся на стенах Средам от болтерных выстрелов и царапинам от меча Среды вели к капитанскому мостику «Локен!» – зашептал Аксиман «Я боюсь того, что мы можем обнаружить впереди, надо хорошенько приготовиться» «Нет!» – ответил Локен «Я понимаю, о чем ты говоришь, но не хочу об этом думать Я не могу Мы должны быть готовы к худшему Нет!» – повторил Локен громче, чем хотел «Мы бы знали, если бы...» «Если бы что?» – спросил Таргаддон «Если бы воитель погиб» – наконец решился Локен Возникло напряженное молчание Такую ужасную вероятность никто не хотел даже обдумывать «Локен прав» – сказал Абаддон «Если бы воитель был мертв, мы бы об этом знали» «Вы и сами это понимаете» «А ты, маленький Хорус, почувствовал бы это первым» «Надеюсь, ты прав, Эзекиль» «Хватит расстраиваться раньше времени» – подхватил Таргаддон «Какие могут быть разговоры о смерти, если мы до сих пор не обнаружили ни тела, ни даже волоска с головы воителя» «Мы все знаем, если бы воитель погиб, небо упало бы нам на головы, не так ли» «Его слова несколько подняли им настроение, и воины продолжали путь по центральному проходу корабля через противовзрывной люк и по коридору с мерцающими фонарями, пока не подошли к бронированным дверям, ведущим на капитанский мостик» Локин и Абаддон шагнули вперед, за ними последовали Аксимант, Таргаддон и Сидере Внутри было почти темно, лишь с разрушенной галереей пробивался неяркий свет Воитель сидел спиной к ним, его превосходные доспехи были заляпаны грязью и поцарапаны, а рядом лежала огромная раздутая туша Локин подошел ближе и не мог не поморщиться при виде неестественно распухшей человеческой головы, лежащей на коленях командира В нагрудной пластине доспеха взъяла глубокая прореха, а из колотой раны на плече все еще текла кровь «Сэр!» – окликнул он Хоруса «С вами все в порядке?» Воитель не отвечал, а лишь продолжал покачивать на коленях голову того, кто, как предположил Локин, был Эуганом Тембой Лежащее тело казалось таким огромным и тяжелым, что Локин засомневался, могло ли самостоятельно передвигаться подобное чудовище Пораженные видом воителя и мрачной обстановкой в капитанской рубке, притихшие марневальцы присоединились к Локину Они смущенно переглядывались друг с другом, не зная, что следует предпринять в такой необычной ситуации «Сэр!» – заговорил Аксимант, опускаясь на колени рядом с воителем «Я потерял его!» – сказал Хорус «Я потерял их всех! Я должен был выслушать его, но не сделал этого, а теперь они все мертвы! Это слишком тяжело!» «Сэр! Мы должны вывести вас отсюда! Ходячие трупы прекратили атаки, но мы не знаем, сколько продлится это затишье! Надо уйти из этого места и перегруппироваться!» Хорус медленно покачал головой «Они больше не нападут! Тембо мертв, а кабель подачи вокс-сигнала я разрубил! Не могу сказать, как именно, но эти передачи были частью управления несчастными душами» Абаддон отвел Локена в сторону «Надо увезти его отсюда!» – прошепел он «Нельзя, чтобы кто-то еще увидел его в таком состоянии!» Локен знал, что Абаддон прав Плачевный вид воителя мог сломить дух любого воина Астартус Хорус был для них непобедимым богом войны, легендарным великаном, которого ничто не могло сокрушить Показать его таким, как сейчас, значило нанести тяжелый удар по боевому духу всей 63-й экспедиции Они осторожно оттащили тушу Эугана Тембы от воителя и подняли командира на ноги Локен закинул руку Хоруса себе на плечо и тотчас ощутил на лице теплые капли Рана воителя все еще кровоточила Встав с обеих сторон, он и Абаддон повели командира к выходу с капитанского мостика «Подождите!» – слабым, хрипловатым голосом остановил их Хорус «Я должен выйти на своих ногах!» Они неохотно отступили, и, несмотря на пепельную бледность лица и явно терзающую его боль Воитель, слегка покачиваясь, шагнул к двери У выхода он обернулся и бросил последний взгляд на тело Тембы «Заберите с собой тело Верлама Моя, сыны мои!» – приказал он «И давайте выбираться отсюда!» Маггард прислонился к стальной переборке славы Терра Держа перед собой меч, покрытый кляксами темной жидкости Петранелла едва сдерживала слезы при мысли, что они оказались так близки к гиперту На этой унылой, забытой Императором Луне Маггард толкнул ее в это укрытие за переборкой И, оставаясь здесь, она почти ничего не видела Зато слышала звуки отчаянной битвы, развернувшейся неподалеку Воинственные кличи, жужжание цепных мечей, вгрызавшихся в рыхлую плоть Громкие удары и вспышки рвущихся снарядов из орудий титанов Ее воображение без труда заполняло пробелы И, несмотря на ужас, наполнивший все ее существо с головы до ног Петранелла мысленно представила героические поединки Между величественными воинами Астартес и их гниющими кровожадными врагами Она только что пережила первое в своей жизни сражение Осознание этого заставило ее судорожно перевести дух Но затем на нее снизошло странное спокойствие Исчезла дрожь в руках и ногах И ей вдруг захотелось улыбаться и смеяться Петранелла вытерла глаза рукой, размазав по щекам краску, как боевой камуфляж древних племен Глядя на Маггарда, она теперь видела в нем отважного воина Каким он и был на самом деле, дикого, кровожадного и величественного Она отважилась подняться на ноги и выглянула из укрытия на поле битвы Картина была похожа на один из пейзажей Келанта Роджета И от потрясающего вида перехватывала дыхание Туман и дымка поднялись, и солнце уже заливало все вокруг своим ржаво-красным светом Три колоссальных титана Легио Морти стояли на страже вокруг отрядов Астартес А воины, вооруженные огнеметами, превращали груды убитых чудовищ в костры голубовато-зеленого пламени В голове Петранелла уже рождались метафоры и эпитеты для описания этой сцены Воины Императора несут его свет в темные уголки галактики Астартес, ангелы смерти, несущие возмездие нечестивца Фразы несли в себе должный эпический пафос, но она сознавала, что им недостает фундаментальной истины Без которой повествование будет больше похоже на пропагандистские лозунги, чем на летопись Так вот, что представляет собой Великий Крестовый Поход Ужас, не покидавший Петранеллу последние несколько часов, был смыт волной восхищения воинами Астартес Всеми мужчинами и женщинами 63-й экспедиции Заслышав позади чьи-то тяжелые шаги, она обернулась К ним шагали четверо офицеров из братства Марниваль, а на их плечах покоилось тело в тяжелых доспехах Выражение легкомысленного веселья, с которым они предстали перед ней в первую встречу, бесследно исчезло с их лиц Даже весельчак Таргадон был серьезен и печален Вслед за ними шел закутанный в плащ воитель, и его измученный вид вызвал у Петранеллы неподдельный ужас Его доспехи были помяты и испачканы, а на руке и лице виднелись пятна крови «Что произошло?» – спросила она проходившего мимо капитана Локена «И чье это тело?» «Помолчите!» – резко ответил он «Искройтесь!» «Нет!» – сказал воитель «Она мой личный летописец, и если это хоть что-нибудь значит, она должна видеть не только лучшие, но и худшие моменты нашей жизни» «Сэр!» – попытался возразить Абаддон, но Хорус не дал ему говорить «Эзекиль, не будем об этом спорить! Она идет с нами!» От такого исключительного признания ее сердце подпрыгнуло в груди, и Петранелла вместе с группой воителя стала спускаться со склона на землю «Это тело Вирулама Моя, капитана моей девятнадцатой роты» – с горечью сказал воитель «Он пал при выполнении воинского долга, и его подвиг будет должным образом отмечен» «Примите мои глубочайшие соболезнования, мой господин» – произнесла Петранелла, невольно страдая, привидя печали воителя «Так это был Тембо?» – спросила она, доставая электронный блокнот и мне моперо «Это он убил капитана моря?» Хорус кивнул, не имея сил ответить «А Тембо мертв? Вы убили его?» «Эуган Тембо погиб!» – отвечал Хорус «Я думаю, он умер давным-давно! Не могу сказать, кого я там убил, но это определенно был не он!» «Я не понимаю!» – «Не уверен, что я сам это понял», – сказал Хорус, пошатнувшись у подножия Осыпь Петранелла протянула руку, чтобы поддержать его, но тотчас поняла, насколько абсурдной была ее попытка Отдернув руку, она увидела, что пальцы покраснели от крови Рана на плече воителя все еще кровоточила «Я оборвал жизнь Аугана Тембо, но будь я проклят, если после этого не оплакал его кончину» «Но разве он не был врагом?» «У меня не возникает проблем с врагами, леди Вивар», – сказал Хорус «О них я могу позаботиться в открытом бою Мои, так называемые союзники, вот кто не дает мне спать по ночам» Пока она пыталась понять, что значат эти слова, им навстречу выбежали апотекарии региона Петранелла все же позволила мне маперу занести фразу в блокнот Она видела обращенные на нее возмущенные взгляды марнивальцев, но предпочитала не обращать на них внимания «А вы говорили с ним до того, как его убили? Что он сказал?» «Он сказал, что только у меня есть силы предотвратить будущее» Произнес воитель внезапно севшим и глухим голосом, словно доносившимся с дальнего конца тоннеля Петранелла озадаченно подняла голову и вдруг увидела, что глаза воителя закатились, а ноги подогнулись Она закричала и, протянув вперед руки, бросилась к нему, заранее зная, что не сможет помочь, но и не в силах смотреть на его падение Словно медлительная лавина, начинающая бег с вершины горы, воитель осел на землю Мнемо Перо задвигалась в руке, запечатлевая ее мысли, и Петранелла прочла сквозь слезы «Я была там, когда Хорус пал» Глава девятая Серебряные башни, кровавое возвращение, грань становится тоньше Со своего места он мог видеть пирамидальную крышу Атениума Лучи заходящего солнца отражались от его золотых панелей, и казалось, что здание объято пламенем Хотя Магнус и понимал, что он всего лишь подобрал красочную метафору, сама мысль породила острое ощущение потери Даже представить себе гибель этой сокровищницы знаний в пламени было настолько отвратительно, что он отвел взгляд своего единственного ока от пирамиды из хрусталя и золота Тиска, называемая городом света, простиралась перед ним, широко раскинув мраморные колоннады и просторные зеленые бульвары Грандиозные башни из серебра и золота поднимались к самому небу над городом библиотек, музеев и учебных залов Весь огромный город был построен из белого мрамора и ауслита с золотыми прожилками, и в лучах солнца сиял подобно драгоценной короне Очертания зданий напоминали о давно прошедших временах Они были построены мастерами, чей талант попечительством Тысячи Сынов оттачивался веками Стоя на балконе пирамиды Фатепа, Магнус Рыжий, примарх Легиона Тысячи Сынов, размышлял о будущем Просперо После неистового ночного кошмара все еще болела голова, а единственный глаз болезненно дергался в покрасневшей глазнице Магнус крепко сжимал мраморные перила балкона, отчаянно желая избавиться от видений, пришедших к нему ночью и не перестававших преследовать при свете дня Ночные тайны открылись дневному свету, но от темных ощущений было нелегко избавиться Дело в том, что вся жизнь Магнуса проходила под проклятием и благословением дара предвидения И вид Атениума, охваченного огнем, беспокоил его больше, чем он мог в этом признаться Он налил себе вина из серебряного кувшина и провел рукой цвета меди по гриве огненно-рыжих волос Вино помогало уменьшить головную боль и даже боль в сердце, но Магнус понимал, что это лишь временное облегчение Надвигались события, которые он еще был в силах направить в желаемое русло И хотя многое из того, что Магнус видел ночью, можно назвать безумием и бессмыслицей Общий смысл видений подсказывал, что принимать решение надо как можно скорее, иначе ситуация выйдет из-под контроля Магнус бросил посредний взгляд на город и направился вглубь пирамиды Он замедлял шаг, встречая свое отражение в блестящих серебряных панелях Он видел в них огромного меднокожего гиганта с буйной гривой рыжих волос Патрицианские черты придавали лицу выражение благородства и открытости Единственный глаз отсвечивал золотом, и в нем светились мелкие красные искорки Там, где должен был быть второй глаз, образовалась гладкая впадина, а от переносицы до скулы протянулся тонкий шрам Его называли циклопом Магнусом, а иногда употребляли и более грубое выражение Тысячу сынов самого образования легиона подозревали в использовании таинственного могущества, которое всем остальным внушало опасения Те силы, которые невозможно было четко объяснить, отвергались и считались нечистыми, и так повелось со времен Никейского совета Магнус в бешенстве отшувырнул свой кубок, вспомнив, как униженно склонялся к ногам императора, когда его вынудили отречься от всех познаний в магии и запасения перед результатами исследований Подобный акт можно было бы назвать смешным, ведь империум его отца был основан на идеях познания и здравомыслия Какой же вред могли принести его исследования? Он удалился на Просбера, поклявшись прекратить свои занятия Но планета колдунов имела одно преимущество Она находилась очень далеко от назойливых взглядов тех, кто мог донести, что Магнус вернулся к изучению явлений, не поддающихся объяснению и контролю При этой мысли Магнус не удержался от улыбки Он очень хотел бы продемонстрировать своим гонителям удивительные вещи, которые наблюдал сам Всю красоту и чудеса, которые скрывались за завесой реальности Таившаяся в варпе сила делала грань между понятиями добра и зла почти невидимой Поскольку эту грань определило религиозное общество, которое давно было разрушено Примарх нагнулся, чтобы поднять брошенный кубок, снова наполнил его вином, а затем прошел в свои покои и сел за стол Здесь было прохладно, а запахи чернил и пергаментов ласкали обоняни Стены просторного кабинета были закрыты книжными полками и стеклянными витринами Где хранились редкие и любопытные свидетельства погибших цивилизаций, собранные в далеких мирах Многие тексты, находившиеся в этой комнате, принадлежали перу самого Магнуса Остальные были подарены его любимой библиотеке такими учеными, как Фазис Ткар, Ариман, Утизар и многими другими Наука всегда была прибежищем Магнуса И в его душе не угасало стремление разложить все неведомое на составные части И таким образом познать его природу Невежество большинства обитателей Вселенной создало ложных богов для древних племен И раскрытие тайных происхождения должно было привести к уничтожению заблуждений Такова была благородная цель Магнуса Его отец отвергал этот путь и держал народ в невежестве, скрывая существование истинных сил, управляющих галактикой Император проповедовал доктрину научного знания и логики, но это было лишь красивой ложью, занавеской, призванной скрыть от человечества истину Но Магнус сумел заглянуть в глубину варпа и знал, что отгораживаться от истины просто опасно Он прикрыл глаз и снова увидел палубу мертвого корабля Яркий бреск меча и удар, который изменит судьбу галактики Он видел смерть и предательство, чудовищ и героев Он стал свидетелем испытания верности Увидел нужду и могущество, идущее рядом Ужасная судьба ожидала его братьев И что хуже всего, его отец даже не подозревал о грозящей галактике участи Раздался негромкий стук в дверь И на пороге возникла облаченная в красные доспехи фигура Аримана Держащего перед собой длинный посох с единственным глазом в навершии «Вы приняли решение, мой господин?» Без предисловий спросил библиарий «Принял, мой друг», — ответил Магнус «Должен ли я объявить сбор?» «Да», — вздохнул Магнус «В катакомбах под городом Прикажи собрать рабов на пересечении тоннелей, и я сам вскоре присоединюсь к вам» «Как прикажете, мой господин?» «Тебя что-то тревожит?» — спросил Магнус, поняв по тону своего старого друга, что тот что-то недоговаривает «Нет, мой господин, мне не подобает об этом говорить» «Чепуха! Если у тебя имеются какие-то сомнения, я готов их выслушать» «В таком случае могу я говорить откровенно?» «Конечно», — кивнул Магнус «Что тебя беспокоит?» Ариман помолчал, затем нерешительно произнес «То заклинание, что вы предложили, очень опасно Никто из нас не представляет себе всех его тонкостей, и невозможно предугадать всех последствий» Магнус рассмеялся «Что-то я раньше не замечал, чтобы ты опасался прибегать к силе заклинания, Ариман При манипуляциях силами такого масштаба всегда что-то остается неизвестным Но лишь в результате обращения с ними мы можем раскрыть все тайны Никогда не забывай, что мы — поверители Варпа, друг мой Он силен, это верно, и внутри него скрыты неведомые силы Но у нас имеются знания, при помощи которых мы в состоянии подчинить его своей воле Не так ли?» «Все верно, мой господин», — согласился Ариман «Но почему в таком случае мы должны использовать свои знания, чтобы предупредить императора о грядущей опасности, если он запретил исследовать подобные явления?» Магнус поднялся со своего места, и его медное лицо потемнело от гнева «Если мой отец увидит, что наше колдовство спасло его царство, он не сможет и дальше отрицать важность наших изысканий Не сможет нам препятствовать, поскольку это важно для безопасности Империума» Ариман, испуганный вспышкой гнева своего примарха, попятился, и Магнус несколько смягчил свой тон «Друг мой, у нас нет другого выхода. Дворец Императора находится под защитой от сил варпа, и только очень мощное заклинание может пробиться через эти преграды» «Тогда я немедленно объявлю сбор», — сказала Ариман «Да, собери их, но не начинай до моего появления. Хорус может преподнести нам какой-то сюрприз» Растерянность, страх, нерешительность — эти три чувства, доселе незнакомые Локину, охватили его в момент падения Хоруса Воитель медленно упал на землю, и его безвольное тело разбрызгало жидкую грязь Вокруг раздались тревожные крики, но все стоящие рядом с Хорусом оцепенели в бездействии, словно само время замедлило для них свой бег Локин смотрел на неподвижное тело Воителя, лежащее перед ним на земле, и не мог поверить своим глазам Трое остальных марнивальцев точно так же застыли, и потрясение от увиденного прочно сковало их члены Локину казалось, будто воздух стал плотным и вязким, испуганные крики доносились откуда-то издалека, как из слишком медленно работающего Галлопиктора Оцепенение, сковавшее Астартес, совершенно не коснулось Петранеллы Стоя на коленях в грязи рядом с Воителем, она с плачем и стонами пыталась его поднять Тот факт, что командир упал, и смертная женщина отреагировала быстрее, чем кто-либо из сынов Хоруса, зажег в душе Локина стыд и заставил его действовать Он опустился на одно колено и наклонился к Хорусу «Апотекарии!» — крикнул Локин, и звук его голоса словно заставил время снова идти с привычной скоростью Марнивальцы опустились рядом с ним на землю «Что случилось?» — спросил Абаддон «Командир!» — воскликнул Таргаддон «Луперкаль!» — выкрикнул Аксимант Локин постарался не обращать на них внимания и сосредоточился «Это боевое ранение, и я должен поступать так, как обычно делается в таких случаях» — подумал он Он осмотрел тело Воителя, а все остальные, оттолкнув летописца, протянули к Хорусу руки, стараясь привести его в чувство Завидев так много протянутых и мешающих друг другу рук, Локин закричал «Прекратите! Отойдите назад!» Доспехи Воителя во многих местах были поцарапаны и помяты, но он не нашел других видимых повреждений, кроме пореза на плече, где была сорвана одна из пластин брони и открытой колотой раны на груди «Помогите мне снять с него доспехи!» — крикнул Локин Словно обрадовавшись, что они могут чем-то помочь, марнивальцы подчинились приказу Локина Через несколько мгновений они уже освободили Хоруса от нагрудника и принялись отстегивать оставшийся наплечник Локин, сорвав с головы шлем, отбросил его в сторону и прижал ухо к груди Воителя Он услышал очень медленное биение его сердец «Он еще жив!» — крикнул Локин «Освободите дорогу!» — раздался чей-то резкий голос, и Локин уже приготовился отдернуть дерзкого нахала, но заметил на доспехах символ — хадуцей Вслед за первым апотекарием подбежали остальные, в тело Воителя воткнули шипящие иглы, и марнивальцев бесцеремонно отодвинули в стороны Локин беспомощно наблюдал за усилиями апотекариев стабилизировать состояние Воителя На глаза навернулись слезы, и он оглянулся по сторонам, тщетно пытаясь найти себе дело, чтобы оказаться полезным Ничего не придумав, он почувствовал, что готов сетовать на небеса за то, что его сотворили таким могучим и таким бессильным Абаддон открыто плакал, и вид первого капитана в таком состоянии лишь усилил страх Локина за жизнь Воителя Оксимант с угромым стоицизмом наблюдал за работой апотекариев, а Таргаддон, прикусив нижнюю губу, удерживал летописца от попыток подойти ближе Кожа Воителя приобрела пепельно-серый оттенок, губы посинели, а конечности стали твердыми Локин решил, что он должен уничтожить силу, которая сокрушила Хоруса Повернувшись, он решительно зашагал к славе Терры, намереваясь, если потребуется, разобрать зараженный гнилью корабль на молекулу «Капитан!» – окрикнул его один из апотекариев, воин по имени Ваддон «Немедленно вызовите штурмкатер! Надо как можно скорее доставить Воителя на борт до хомщения!» Локин остановился, разрываясь между жаждой мести и своим долгом перед Воителем «Скорее, капитан!» – поторопил его апотекарий, и сомнения мгновенно развеялись Локин молча кивнул и настроился на канал капитанов штурмкатеров, радуясь, что в этой суматохе у него появилась хоть какая-то цель Через несколько мгновений один из медицинских катеров подтвердил получение вызова, а Локин, словно закипнотизированный, продолжал смотреть, как апотекарии борются за жизнь Воителя Судя по их лихорадочным движениям, битва была нелегкой Жужжащий нортециум обрабатывал кровь в миниатюрных центрифугах и выдавал лоскутки синтетической кожи для обработки ран Апотекарии, не понижая голосов, разговаривали между собой, но Локин улавливал только отдельные знакомые слова «Элементы Ларомана не справляются!» «Гипоксическое отравление!» К Локину подошел Аксимант и положил руку на его плечо «Ничего не говори, маленький Хорус!» – предостерег его Локин «Я и не собирался!» – проворчал Аксимант «Он поправится! В этом месте нет ничего такого, что могло бы надолго вывести Воителя из строя, Гарви!» «Откуда ты это знаешь?» – срывающимся голосом спросил Локин «Просто знаю, и все. Я верю в него» «Веришь?» «Да», – ответил Аксимант «Верю, что Воитель слишком силен и слишком упрям, чтобы поддаться тому, что случилось Ты и опомниться не успеешь, как мы снова станем его боевыми псами» Локин кивнул, и в это время воздух, взвихренный двигателями снижающегося штурмкатера, лишил их возможности говорить Корабль с воем покружил над головами, расплескивая болотную жижу Но вот полозья коснулись земли, и судно совершило посадку, обдав всех брызгами мутной воды Еще до того, как катер окончательно замер, марневальцы вместе с апотекариями подняли тело Воителя И подбежали к кораблю в тот момент, когда Трап едва коснулся земли Не успели они уложить раненого на медицинскую каталку, как двигатели снова взвыли, поднимая катер с поверхности спутника Довина Трап с треском захлопнулся за ними, и Локин заметил, как накренился катер, направляемый пилотом почти отвесно вверх Апотекарии тотчас присоединили Воителя к медицинским приборам В вены воткнули толстые иглы и трубки, а рот и нос закрыли маской для подачи кислорода Внезапно почувствовав себя лишним, Локин упал на одно из сидений в корме катера и уронил голову на руки Остальные марневальцы сделали то же самое Сказать, что Карказий был несчастлив, значило ничего не сказать Его обед остывал, Мерсади Олитон опаздывала, а вино, которое он пил, мало чем отличалось от машинной смазки И в довершение ко всему, его перо скользило по плотной бумаге Бонсмана номер 7 без всякого вдохновения Игнаций стал избегать шумных сборищ в убежище частично из-за опасений снова встретиться с Вендуин Но больше всего из-за царившей там угнетающей обстановки Вандализм посетителей превратил бар в мрачное и унылое место И хотя многие летописцы собирались там в поисках вдохновения, Карказий не испытывал такой потребности Вместо этого он приобрел привычку оставаться на одной из нижних палуб, где летописцы часто перекусывали, но в остальное время помещение пустовало Одиночество помогало ему обдумывать то, что произошло в тот вечер, когда он уличил Эуфратию Кииллер в распространении брошюр Божественного Откровения, но никак не помогало в творчестве Она не проявила ни тени раскаяния, когда Игнаций предстал перед ней с листками в руке, а только убеждала присоединиться к ней в молитве Богу Императору перед импровизированным алтарем в ее комнате Я не могу, сказал он тогда, это же смешное, Эуфратия, неужели ты сама не понимаешь? Что же в этом смешного, Иг? спросила она Подумай сам, мы принимаем участие в величайшем крестовом походе известном человечеству В великом крестовом походе, то есть в религиозной войне Нет, нет, запротестовал он, это совсем не одно и то же Целью похода является вовсе не распространение религии, и мы покинули Терру не ради того, чтобы вернуться к устаревшим концепциям веры Только рассеяв тучи религиозных предрассудков, мы можем постичь истину, здравый смысл и моральные устои Верить в Бога не значит поддаваться предрассудкам, Игнаций, сказала Эуфратия, протягивая ему еще одну книжицу Божественного Откровения Вот, прочти ее, и сам все поймешь Я не собираюсь это читать Он швырнул брошюру на пол Я и так знаю, о чем там говорится, и мне это неинтересно Игнаций, ну ты же ничего не понимаешь А для меня теперь все совершенно ясно После того, как это чудовище на меня напало, я пряталась Пряталась в своей комнате и в своих мыслях А теперь понимаю, что мне надо было только впустить свет императора в свое сердце И я сразу же исцелилась бы А разве Мерсаде и я не имели к твоему выздоровлению никакого отношения? Саркастически усмехнулся Каркази Зачем же ты тогда провела столько времени, выплакивая свои страхи у нас на плече? Конечно, вы помогли мне, сказала Эуфратия, подходя ближе и протягивая руки к его щекам Вот поэтому я и решила донести до тебя это послание и рассказать о том, что поняла сама Игнаций, это очень просто Мы создаем своих собственных богов, а благословенный император – повелитель человечества Создаем собственных богов? – возмутился Игнаций, отшатнувшись от нее Нет, моя дорогая, невежество и страх создают богов Восторженность и обман поддерживают их, а человеческая слабость им поклоняется Так было всегда на протяжении всей истории А когда люди не спровергают старых богов, они находят новых, чтобы поставить на освободившееся место Почему ты считаешь, что это что-то другое? Потому что чувствую, как свет императора горит во мне Ну конечно, как я могу с этим спорить? «Избавь меня от своего сарказма, Игнаций!» – с неожиданной враждебностью воскликнула Эуфратия «Я считала, что ты достаточно открыт для доброй вести, но вижу перед собой ограниченного глупца «Уходи, Игнаций! Я больше не хочу видеть тебя!» Так он оказался один в коридоре, смущенный и лишившийся единственного друга, которого обрел совсем недавно После того случая Эуфратия больше не разговаривала с ним Он и видел ее всего лишь однажды, но она даже не ответила на его приветствие «Игнаций, ты заблудился в собственных мыслях?» – спросила Мерсаде Олитон И ее неожиданное появление прогнало грустные воспоминания «Прости, дорогая, – сказал он, – я не слышал, как ты подошла Я был очень далеко отсюда, сочинял очередную поэму, недоступную пониманию капитана Локена И незаслуживающую внимания Зиндермана Она улыбнулась, мгновенно принимая его легкомысленный тон Рядом с Мерсаде невозможно было долго предаваться унынию Она была из тех, кто заставляет человека постоянно радоваться жизни «Одиночество идет тебе на пользу, Игнации Ты меньше склонен поддаваться соблазнам» «Ну, не знаю, не знаю», – сказал он, поднимая бутылку с вином «В моей жизни всегда найдется место для соблазнов Если я не поддамся хоть какому-то из них, я считаю день прожитым зря» «Игнации, ты неисправим», – засмеялась Мерсаде «Но хватит об этом Что такое случилось, что ты оторвал меня от моих записей и попросила встречи? Я должна сегодня присутствовать при возвращении штурмгруппы со спутника» Смущенный ее прямотой, Игнации не мог решить, с чего начать свой рассказ, а потому предпочел самый осторожный подход «Ты давно встречалась с Сауфратей?» «Я видела ее вчера вечером, как раз накануне отправки штурмгруппы» «А что случилось?» «Ты не заметила ничего странного» «Думаю, заметила» «Резкое изменение ее внешности меня несколько удивило, но она же работает в области изобразительных искусств» «Я решила, что такие перемены для нее – обычное дело» «Она не пыталась тебе что-нибудь передать?» «Передать мне?» «Нет» «Послушай, Игнации, к чему ты клонишь» Каркази передвинул к ней по столу потрепанную брошюру и увидел, как изменялось выражение ее лица по мере того, как Мерцади читала заголовок «Она явно поняла, что это за произведение» «Где ты это взял?» «Спросила она, оторвавшись от чтения» «Мне дала ее Эуфратия», – ответил Каркази «Очевидно, она захотела распространить идею о Боге Императоре в первую очередь среди нас, поскольку мы ей помогли, когда она нуждалась в поддержке» «Бог Император? Она что, совсем лишилась рассудка?» «Не знаю, может и так», – сказал Каркази, наливая себе вина Мерцади протянула ему стакан, и он наполнил его тоже «Я не думаю, что она вполне оправилась после пережитого в шепчущих вершинах, несмотря на ее заверение в обратно» «Это безумие», – сказала Мерцади «Ее сертификат мгновенно будет отозван, ты сказал ей об этом?» «Ну, почти», – ответил Каркази «Я пытался ее образумить, но ты знаешь, как ведут себя религиозные люди, они не желают воспринимать никаких доводов» «И?» «И ничего, после этого она просто вышвырнула меня из своей комнаты» «Так значит, ты действовал с присущим тебе тактом?» «Возможно, я мог быть и поделикатнее», – согласился Каркази «Но я был потрясен, что такая умная женщина повелась на такую чепуху» «И что же нам с этим делать?» «Вот об этом я и хотел поговорить с тобой» «Я не имею ни малейшего представления» «Как ты думаешь, может поговорить об Эуфратии с кем-то еще?» Мерцади, прежде чем ответить, сделала большой глоток вина «Я думаю, что стоит попытаться» «Есть какие-то идеи насчет подходящей кандидатуры» «Зиндерман?» Каркази вздохнул «Я так и знал, что ты предложишь его» «Я недолюбливаю этого человека, но, возможно, в нашей ситуации это лучший выбор» «Если кто-то и сможет разубедить Эуфратию, то только итератор» Мерцади вздохнула и наполнила оба стакана «Не хочешь ли выпить?» «Вот теперь ты заговорила на моем языке», – ответил Каркази «Еще около часа они обменивались историями и воспоминаниями о менее сложных временах» «Прикончили бутылку вина и послали сервитора за следующий» «К тому времени, когда опустела и эта бутылка», Каркази и Мерцади уже строили планы грандиозной симфонической поэмы из документальных находок Мерцади в стихотворной обработке Игнации «Они смеялись и болтали, старательно избегая всяческих упоминаний об Эуфратии Кииллер и грядущем предательстве по отношению к ней». Но звон тревожного колокола прервал их болтовню, а коридор стал быстро наполняться бегущими людьми. Поначалу Мерцади и Игнации не обращали на них внимания, но людей становилось все больше и больше, и друзья решили выяснить, что происходит. С бутылкой и стаканами в руках они неверными шагами направились к люку, ведущему в коридор, где царил сущий бедлам. Солдаты, гражданские служащие, летописцы и рабочие палубные команды торопливо стекались на стартовую палубу. Повсюду виднелись залитые слезами лица, а кое-где люди обнимали друг друга, разделяя горе. «Что происходит?» – крикнул Карказий, хватая за плечо пробегавшего мимо солдата. Человек раздраженно обернулся. «Отцепись от меня, старый дурак!» «Я только хотел узнать, что случилось!» – сказал Карказий, пораженный его грубостью. «Вы что, не слышали?» – вскликнул солдат. «Все только об этом и говорят!» «О чем?» – прервала его Мерсадий. «Воитель!» «Что с ним? Он в порядке?» Человек печально качнул головой. «Спаси нас, император! Но воитель погиб!» Бутылка, выскользнув из пальцев Карказий, разлетелась осколками по полу, а сам он мгновенно протрезвел. «Воитель мертв?» «Нет, конечно, здесь какая-то ошибка!» «Воитель наверняка выше таких понятий, как смертность!» Игнаций взглянул на Мерсадия и на ее лице прочел те же самые мысли. Солдат, которого они остановили, стряхнул с плеча руку Игнация и побежал дальше по коридору, оставив летописцев переваривать ужасное известие. «Это не может быть правдой», – прошептала Мерсадия. «Этого просто не может быть!» «Я знаю, здесь какая-то ошибка! А если ошибки нет?» «Я не знаю», – сказал Карказий. «Но все равно нам надо все подробно разузнать!» Мерсадия кивнула и подождала, пока Игнаций заберет со стола свой бонсман номер семь, а затем они присоединились к толпе, плотным потоком устремившейся к стартовой палубе. Переваривая мысль о возможной смерти воителя, оба они проделали весь путь молча. Карказий ощутил, как под грузом тяжелого известия зашевелилась его муза и постарался не отталкивать ее только потому, что она явилась в неподходящее время. Случайно подняв голову, он заметил отходящий в сторону коридор, ведущий на наблюдательную палубу, расположенную как раз над пусковым люком, через который влетали и вылетали штурмкатера. Он потянул туда Мерсадия, но она упиралась, пока не выслушала его план. «У нас нет никакой возможности попасть на посадочную палубу», – пояснил Карказий, отдуваясь. «А там нам удастся увидеть прибытие штурмкатера, и с верхней галереи видно все, что творится на палубе». Они откололись от людского потока и свернули в сводчатый коридор, ведущий на наблюдательную палубу. Оттуда через сплошную стену из закаленного стекла можно было видеть свет далеких звезд и сияющие корпуса далеких грузовых крейсеров, принадлежащих Адептус Механикус. Внизу зиял огромный, как пещера, люк грузовой палубы, подсвеченный злобно мигающими красными огоньками локаторов. Мерсадия притушила свет, и вид за окном стал отчетливее. Желто-коричневая сфера спутника Давина висела в пустоте перед ними, ее грязноватая поверхность была прикрыта тонким слоем облаков. Туманная корона неяркого света обволакивала спутник, и издали все выглядело вполне мирно. «Я ничего не вижу», – пожаловалась Мерсадия. В карказе прижало лицо и руки к стеклу, чтобы отгородиться от отражений и рассмотреть хоть что-то, кроме себя и Мерсадия. И вот он увидел. Взлетающим мотыльком с поверхности поднялась далекая пятнышко огня и направилась к духу мщения. «Вон он!» – воскликнул Игнаций, указывая на летящий огонек. «Где? Подожди-ка, я вижу его!» – отозвалась Мерсадия и замигала, чтобы запечатлеть в памяти образ летящего корабля. В карказе видел, что огненное пятно увеличивается, по мере приближения берет курс на пусковой люк и принимает очертания летящего штурмкатера. Не надо было быть пилотом, чтобы понять, насколько рискованным и нервным был его полет. Крылья корабля сложились в последнее мгновение перед тем, как катер нырнул в обрамленный красными огнями люк. «Идем!» – сказал Игнаций и, взяв Мерсадий за руку, повел ее к лесенке на галерею. Ступеньки оказались узкими и крутыми, так что карказе пришлось пару раз остановиться и перевести дух. Оказавшись на галерею, он увидел, что штурмкатер уже замер на палубе и трап заднего люка медленно опускается. Почти непрерывно звенел колокол возвращения. Вокруг трапа собралось множество астартес, и вот из корабля появились четверо космодесантников, помятых и заляпанных грязью доспехах. На своих плечах они не слетело, прикрытое знаменем легиона. У каркази при виде их сдавила грудь, а сердце словно окаменело. «Марневальцы!» – воскликнула Мерсадий. «О, нет!» Вслед за этой четверкой из люка выехала каталка, на которой лежал огромного роста воин без верхних доспехов. Даже с такого расстояния каркази не мог сомневаться, что на каталке лежит никто иной, как Ваити, и хотя при виде поверженного воина еще не пролитые слезы наполнили глаза, он испытал облегчение, поняв, что мертвое тело принадлежало не Хорусу. Он услышал, как Мерсадий моргает, запечатлевая в памяти развернувшуюся сцену, но знал, что это напрасно. Ее взгляд тоже был затуманен срезами. Следом за носилками из штурмкатера вышла женщина-летописец – леди Вивар. Ее одежда тоже была порвана, покрыта пятнами крови и болотной грязью, но каркази тотчас забыл о ней, как только увидел, что к каталке подбежали еще несколько воинов. Эти астарты сносили белые доспехи. Не останавливая стремительное продвижение носилок по посадочной палубе, они окружили воителя, и сердце каркази взволнованно встрепенулось. Он узнал апотекариев легиона. «Он еще жив», – сказал Игнаций. «Как? Откуда ты знаешь? Апотекарии еще работают с ним!» – рассмеялся Игнаций, и чувство облегчения показалось ему слаще самого сладкого вина. От радости, что воитель не погиб, они бросились друг другу в объятия. «Он жив!» – всклипывала Мерсади. «Я знала, что это так! Он не может умереть!» «Нет!» – кивнул каркази. «Не может!» Разомкнув руки, они склонились перед перилами и смотрели, как астартес везут лежащего воителя по грузовой палубе. Огромные противовзрывные двери распахнулись при их приближении, но навстречу хлынула толпа собравшихся людей. Их горестные крики и стенания были слышны даже сквозь стекло обзорной палубы. «Нет!» – прошептал каркази. «Нет! Нет! Нет!» Астартес не собирались замедлять шагов перед этой массой людей и стали грубо расталкивать их, расчищая себе путь. Марневальцы везли каталку и беспощадно расшвыривали людей, не обращая внимания на последствия. Каркази увидел, как упали и были затоптаны несколько человек, и похолодел. Продвижение астартес по палубе было отмечено кровью. Каталка вскоре скрылась за створками люка, направляясь на медицинскую палубу. «Несчастные!» – прошептала Мерсани. Она опустилась на колени, с ужасом глядя на палубу, которая выглядела как поле битвы. Раненые солдаты, летописцы и рабочие лежали, истекая кровью. Были погибшие. И только потому, что эти люди оказались на пути Астартес. «Им все равно!» – выдавил каркази, с трудом веря своим глазам. «Они убили этих людей и даже не обратили на это внимания!» Не в силах оправиться от шока, вызванного легкостью, с которой астартес пробивали себе дорогу через толпу людей, каркази вцепился в перила так, что побелели костяшки пальцев. «Как они посмели!» – твердил он. «Как они посмели!» Он чувствовал, что в его сердце закипает ярость. Внезапно Игнаций заметил закутанную в накидку женщину, пробиравшуюся к раненым и покалеченным людям. Прищурившись, он узнал стройную фигуру эуфратии Киевер. Эуфратия раздавала брошюры Божественного Откровения, и она была не одна. Малагарст просматривал запись высадки на стартовой палубе и угрюмо хмурился, глядя, как сыны Хоруса пробивают себе дорогу через толпу, бросившуюся к телу воителей. Пиктпроектор, установленный на столе в личных покоях Хоруса, повторял запись снова и снова, и каждый раз, когда изображение появлялось, Малагарсту хотелось, чтобы оно было другим, но мерцающие образы складывались в одну и ту же картину. «Сколько убитых?» – спросил Гектор Варварус, стоящий за спиной Малагарста. «У меня еще нет точных сведений, но по меньшей мере 21 человек умер, многие тяжело покалечены, а кое-кто никогда не выйдет из комы». Проектор снова включил изображение, и Малагарст мысленно проклял тяжелые кулаки Локена и остальных, хотя ему трудно было осуждать Астартес за их рвение. Состояние воителя было критическим, и никто не знал, выживет ли он, так что стремление поскорее доставить раненого в медицинский отсек было вполне понятно. «Плохо дело, Малагарст!» – вздохнул Варварус. «Астартес не выбраться из этого дела без потерь». Малагарст тоже вздохнул. Они считали, что воитель умирает, и действовали в соответственной обстановке. «Соответственно?» – переспросил Варварус. «Я не думаю, что люди с этим согласятся, друг мой. Когда слух о происшествии распространится, это сильно подорвет репутацию космодесанта». «Слух не распространится», – заверил его Малагарст. «Я наблюдаю за всеми, кто был на палубе в тот день, и заблокировал все линии его к связи корабля, кроме командной». Гектор Варварус, худой, высокий и угловатый, как грабли, обладал особой отточенностью движений. Эти черты он приобрел, занимая пост лорда-командира армии 63-й экспедиции. «Можете мне поверить, Малагарст, это дело наверняка выйдет наружу. Раньше или позже, но о нем станет известно. Все тайное становится явным. О подобных вещах люди не могут молчать, и в нашем случае исключений не будет». «Так что вы предлагаете, лорд-командир?» – спросил Малагарст. «Вы в самом деле хотите услышать мое мнение, Мал, или ваш вопрос – дань вежливости?» «Я действительно хочу знать ваше мнение», – ответил Малагарст и улыбнулся, осознавая, что говорит искренне. Варварус был хитер и опытен, и хорошо понимал мысли и настроения смертных. «Тогда вы должны рассказать людям то, что случилось. Надо быть честным». «В таком случае покатятся чьи-то головы», – заметил Малагарст. «Люди будут требовать крови». «Так дайте им кровь. Если это то, что они потребуют, надо уступить. Кто-то должен заплатить за жестокость». «Жестокость?» «Неужели мы должны употребить это слово?» «А как еще это можно назвать?» «Войны Астартес совершили убийство!» Тяжесть предъявленного Варварусом обвинения подкосила Малагарста, и он медленно опустился на один из стульев у стола воителя. «Вы хотите, чтобы я пожертвовал воинам Астартес ради их спокойствия?» «Я не могу на это пойти». Варварус навис над столом. Многочисленные знаки отличия и регалии маленькими солнцами отразились в черной полированной поверхности. «Правилась кровь невинных, и насколько я могу судить, причины, заставившие ваших воинов так поступить, ничего не изменят». «Гектор, я не могу этого сделать», – сказал Малагарст, качая головой. Варварус подошел и встал рядом с ним. «И вы и я, мы оба поклялись в верности Империуму, разве не так?» «Да, так, но я не понимаю, какое сейчас это имеет значение». Генерал посмотрел в глаза Малагарста. «Мы поклялись нести идеалы благородства и справедливости, которые проповедует Империум, так?» «Да, но это совсем другое дело. В этом случае есть смягчающие обстоятельства». «Это к делу не относится», – отрезал Варварус. «Принципы Империума должны что-то значить, иначе государство бесполезно. Если вы отвернетесь от них, вы нарушите клятву верности. Вы этого хотите, Малагарст?» Не успел он ответить, как в застекленную дверь покоев воителя кто-то негромко постучал, и Малагарст обернулся посмотреть, кто им мешает. Белым призраком в накидке с капюшоном, закрывающим верхнюю часть лица, перед ними предстала Инг Майя Синг. «Госпожа Синг», – произнес Варварус, склоняясь в глубоком поклоне. «Лорд Варварус?» – ответила она мягким и каким-то невесомым голосом. Она вернула поклон лорду-командиру и, несмотря на свою слепоту, абсолютно точно определила направление. Эта способность никогда не переставала нервировать Малагарст. «Что случилось, госпожа Синг?» – спросил он, втайне радуясь ее вмешательствам. «Я принесла известия, которые имеют отношение к вам, сэр Малагарст», – ответила она, обращаясь лицом к нему. «Равновесие астропатических потоков нарушено. Мои коллеги ощущают зарождение в Варваре большой волны, мощной и быстро увеличивающейся». «И что это означает?» «Что грань между мирами становится тоньше», – сказала Инк Майя Синг. Глава 10. Апотекарион. Молитвы. Исповедь. Вадон, сменивший доспехи на хирургическую робу, еще никогда за всю долгую службу апотекарием сынов Хоруса не был так близок к отчаянию, как сейчас. Перед ним на операционном столе лежал Ваидий, и его беззащитное тело было облеплено датчиками и утыкано иглами. Для нормализации кровяного давления через плотную маску к его лицу подавался кислород, а капельницы впрыскивали в вены сыворотки и растворы. Медицинские сервиторы готовили свежую кровь для полного переливания, и вся операционная гудела от лихорадочной деятельности. «Мы теряем его!» – закричал апотекарий Логан, глядя на монитор, отражающий сердечную деятельность. «Кровяное давление стремительно падает! Сердечный ритм прерывистый! Сердца вот-вот остановятся!» «Проклятье!» – выругался Ваддон. «Введите еще дозу сыворотки Лар-Романа! Кровь никак не желает сворачиваться! И подведите еще одну капельницу!» С потолка мгновенно спустился жужжащий нортециум, и многочисленные руки помощников, повинуясь громкому крику Ваддона, принялись за работу. Свежие клетки Лар-Романа были введены непосредственно в плечо воителя, и кровотечение замедлилось, хотя и не прекратилось. По многочисленным трубкам в тело воителя подавалась перенасыщенная кислородом кровь, но ее запас истощался с невероятной быстротой. «Состояние стабилизируется!» – выдохнул Логан. «Пульс замедлился, а кровяное давление немного поднялось!» «Хорошо!» – сказал Ваддон. «Значит, мы получили небольшую передышку!» «Но этого явно недостаточно!» – заметил Логан. «Скоро мы исчерпаем все свои возможности!» «Я не желаю слышать таких вещей в операционной!» – бросил Ваддон. «Мы не можем его потерять!» Грудь воителя резко поднималась и опускалась, дыхание вырывалось из груди резкими, частыми толчками, а из раны на плече снова выступила кровь. Из двух полученных воителем ран это выглядело наименее опасной, но Ваддон понимал, что именно она лишает его жизни. Колотое ранение в груди уже практически исцелилось, ультразвуковые сканограммы показывали, что легкие восстановились и отключились от резервной системы. В то время как апотекарии работали с максимальным напряжением, марнивальцы бесцельно слонялись в тревожном ожидании. Ваддон никогда не предполагал, что его пациентом станет Ваиди. Организм примарха настолько же отличался от организма обычного воина Астартес, как физиология космодесантника от физиологии смертного человека. Только император обладал достаточными знаниями, чтобы что-то исправлять в телах примархов, и этот факт не мог не оказать влияние на состояние апотекарии. На панели Нортециума зажегся зеленый огонек, и Ваддон подошел, чтобы взять информационный планшет с посредними данными. Столбцы цифр и текста скользили по блестящей поверхности, и хотя большая часть данных ничего не говорила Ваддону, того, что он понял, было достаточно, чтобы впасть в отчаяние. Убедившись в стабильности состояния воителя, апотекарий вышел из операционной и подошел к марнивальцам, сожалея, что не может сказать им ничего утешительного. «Что с ним случилось?» – резко спросил Ваддон. «Почему он до сих пор там лежит?» «Если говорить честно, первый капитан, я не знаю». «Что значит «я не знаю»?» – закричал Ваддон. Он схватил Ваддона за грудки и стукнул его о переборку так, что с другой стороны на израцевый пол со звоном посыпались серебряные подносы со скальпелями, хирургическими ножницами и зажимами. «Почему ты не знаешь?» Локен и Оксимант бросились оттаскивать Абаддона, а Ваддон ощутил, как железные пальцы медленно сворачивают ему шею. «Эзекиль, отпусти его!» – кричал Локен. «Это никому не поможет!» «Ты не можешь допустить, чтобы он умер!» – рычал Абаддон, и Ваддон поразился, увидев в его глазах всепоглощающий ужас. «Это же воитель!» «А ты думаешь, я этого не знаю?» – выдохнул Ваддон, как только с его шеи отцепили руку Абаддона. Он медленно сполз по стене, чувствуя, как опухает поврежденное горло. «Если ты позволишь ему умереть, император тебя проклянет!» – прошипел Абаддон, порывисто меряя шагами операционный зал. «Если он погибнет, я сам тебя уничтожу!» Аксимант увел Абаддона подальше от апотекария, а Локен и Таргаддон помогли ему подняться на ноги. «Это какой-то маньяк!» – прохрепел Ваддон. «Уберите его из медицинского отсека!» «Он не в себе апотекарий!» – сказал Локен. «Да и все мы тоже!» «Тогда держите его подальше от моих людей!» – предупредил его Ваддон. «Он не может контролировать свои поступки и становится опасным!» «Это мы сделаем!» – пообещал Таргаддон. «А теперь, что ты можешь нам сказать? Он выживет?» Ваддон немного помедлил, собираясь с мыслями, и поднял упавший планшет. «Как я уже говорил, я не знаю. Мы словно дети, пытающиеся починить сложнейший механизм. Мы даже отдаленно не представляем себе, как устроено его тело и на что оно способно. У меня нет никаких догадок относительно полученных повреждений и их последствий». «А что с ним происходит?» – спросил Локен. «Все дело в ранении плеча. Рана никак не желает закрываться. Она кровоточит, а мы не можем остановить кровь. Мы обнаружили в ране остатки какого-то генетически деградирующего вещества, которое может быть ядом, но я не уверен». «Может ли это быть бактериологической или вирусной инфекцией?» – спросил Таргаддон. «Вода на спутнике Давина перенасыщена всякой дрянью. Хотелось бы знать, а то я выхлебал не меньше ведра этой гадости». «Нет», – ответил Ваддон. «Кроме всего прочего, тело воителя невосприимчиво к подобным вещам». «Тогда в чем же причина?» «У меня есть всего лишь догадка. Похоже, что этот особенный яд вызывает острую форму малокровия, что приводит к кислородному голоданию. Попав в кровеносную систему, вещество без остатка поглощается красными тельцами, и они уже не могут воспринимать кислород. При ускоренном метаболизме, свойственном организму воителя, токсины мгновенно распространились по всему телу и лишили органы возможности извлекать из крови кислород». «Так откуда же они взялись?» – спросил Локин. «Как я помню, ты говорил, что воитель невосприимчив к подобным вещам». «Так оно и есть, но я такого еще никогда не видел. Похоже, что вещество создано специально, чтобы погубить воителя. Оно оказалось так генетически замаскировано, что обмануло его иммунную систему и нанесло максимальный ущерб. Это яд для примархов в чистом виде». «И как же с ними бороться?» «Против этого врага не помогут ни меч, ни болтер, капитан Локин. Это яд», – сказал Ваддон. «Если бы я знал источник его происхождения, можно было бы попытаться что-то сделать». «Если мы отыщем оружие, это поможет?» – предложил Локин, увидев в глазах капитана отчаянную потребность в надежде, Ваддон кивнул. «Возможно. По характеру ранения можно сказать, что это был колющий удар мечом. Если вы отыщете этот клинок, возможно, мы и сумеем что-то предпринять». «Я найду его», – поклялся Локин, повернулся и зашагал к выходу из медицинского отсека. «Ты собираешься туда вернуться?» – его догнал Таргадон. «Да, и не пытайся меня остановить», – предостерег его Локин. «Остановить?» – переспросил Таргадон. «У меня и в мыслях такого не было, Гарви. Я иду с тобой». Подготовка Титанов к возвращению после боевых действий была трудной и хлопотливой процедурой, требующей обширных технических знаний, множества оборудования и физической работы. С орбиты была вызвана целая флотилия вспомогательных судов с огромными подъемниками, экскаваторами и прочей оснасткой. Только для того, чтобы вытащить спусковые камеры из образовавшихся при посадке кратеров, потребовалась целая армия сервитеров. Титус Кассар был совершенно измотан. Большую часть дня он потратил на подготовку Титана к транспортировке, и теперь все было готово для возвращения на орбиту. Оставалось только ждать, а для людей, еще остающихся на спутнике Давина, это было самым тяжелым испытанием. Долгое ожидание давало время для раздумий, а имея свободное время, человеческая мысль способна забредать очень далеко. Титус до сих пор не мог поверить, что Хорус погиб. Столь могущественное создание, не уступающее силой Титану, не могло пасть в бою. Воитель был непобедимым сыном Бога. Устроившись в тени Диас Ира, Титус выудил из кармана книжечку Божественного Откровения и, убедившись, что его никто не видит, стал перечитывать потрепанные страницы. Плохо отпечатанные строки возвращали спокойствие и уводили мысли к величию Божественного Императора Человечества. О, Император, наш Бог и Повелитель, услышь меня в этот скорбный час. Твой слуга лежит бездыханный, и холодная смерть уже склонилась над ним. Молю тебя обратить на него твой благодетельный взгляд. Не переставая читать, он вытащил из подформенной куртки небольшой медальон. Эта изящная вещица из золота и серебра была изготовлена по его заказу одним из безымянных сервитеров. Серебряная заглавная буква «И» с золотой звездой посередине воплощала в себе надежду и обещание лучшего будущего. Титус прочел еще несколько строк Божественного Откровения, прижал медальон к груди, и многократно повторяемые слова породили ощущение знакомого тепла и спокойствия. Присутствие посторонних он почувствовал слишком поздно и, обернувшись, увидел Иону Арукона и группу рабочих из команды Титана. Как и сам Титус, после сражения с ожившими мертвецами, они очень устали и были с ног до головы покрыты грязью, но в отличие от него не имели веры. С виноватым видом он закрыл книгу и приготовился выслушать нотацию Джонаха. Но никто не произнес ни слова, и Титус, вглядевшись в лица окруживших его мужчин, увидел хрупкую надежду на сочувствие и жажду утешения. «Титус», — произнес Иона Арука, — «мы, эээ, то есть воитель, мы подумали...» Титус понял, зачем они пришли, и радушно улыбнулся. «Давайте помолимся, братья», — сказал он, открывая книгу. Медицинский отсек был похож на заснеженную пустыню. Сияющие стерильно-белизной коридоры и сверкающие сталью кабинеты перемежались безликими стеклянными боксами и лабораторией. Петронелла, еще не пришедшая в себя после экстренной эвакуации с поверхности спутника «Давина» на борт духомщения, совершенно потеряла направление. По пути через залитую кровью посадочную палубу она видела столпотворение на верхних ярусах, вызванное распространившимися со скоростью эпидемии слухами о гибели воителя. Малагарст, прозванный Кривым, озвучил заявление, в котором опровергал слухи о смерти воителя, но всеобщая истерия и подозрения после этого только усилились. На нескольких кораблях после выступлений демагогов, предсказывавших конец света, начались беспорядки. Армейские подразделения решительно подавляли все попытки дестабилизировать обстановку, но стихийные выступления возникали быстрее, чем на них успевали отреагировать дисциплинарные части. После падения воителя прошло всего несколько часов, но 63-я экспедиция уже была близка к распаду. Петранеллу сопровождал Макгарт. Его раны, апотекарии легиона, успели перевязать еще по пути со спутника на корабль. Телохранитель был еще очень бледен, а на доспехах остались прорехи и вмятины, но он был жив и выглядел внушительно. Он был всего лишь слугой, но его мужество и стойкость произвели сильное впечатление на Петранеллу, и теперь она относилась к нему с уважением, которого заслуживали его таланты. Войн Астартес проводил Петранеллу через лабиринт медицинской палубы и показал на неприметную белую дверь, отмеченную лишь крылатым посохом с двумя переплетенными змеями. Макгарт отворил перед ней дверь, и Петранелла шагнула в сияющий операционный зал, стены которого по всей окружности до половины человеческого роста были покрыты зелеными изразцами. Лежащего на операционном столе воителя окружали стеклянные стеллажи и жужжащие аппараты, протянувшие к его телу целую сеть трубок и проводов. Вокруг стола основало несколько медицинских сервитеров, остальные ожидали вызова в стенных нишах, а из-под потолка свешивалась еще одна машина, которая с бульканием перекачивала по трубкам прозрачную жидкость и кровь. При виде беспомощно распростертого тела воителя, взгляд Петранеллы затуманился срезами. Навстречу ей вышел высокий воин Астартес в хирургической робе. «Мисс Вивар, я апотекарий Ваддон!» Петранелла провела рукой по глазам и попыталась представить, как она сейчас выглядит, в порванной и заряпанной грязью одежде и с тушью, размазанной вокруг глаз. По привычке она собралась протянуть ему руку для поцелуя, но тотчас поняла, насколько это неуместно, и просто кивнула. «Я Петранелла Вивар», — выдавила она, — «ричная литопись освоителя». «Я знаю», — ответил Ваддон. «Он упоминал ваше имя». В груди Петранеллы вспыхнула надежда. «Он пришел в себя?» «Да», — кивнул Ваддон. «Если бы это зависело от меня, вас бы здесь сейчас не было. Но я не могу не повиноваться приказу командира, а он хочет с вами поговорить». «Как он себя чувствует?» — спросила Петранелла. Апотекарий удрученно покачал головой. «Он часто теряет сознание, так что не стоит ожидать слишком многого. Если я сочту, что вам пора уходить, вы немедленно должны покинуть операционную. Вы меня понимаете?» «Да, я понимаю», — сказала она. «Но прошу вас, можно мне сейчас с ним поговорить?» Ваддону явно не хотелось оставлять Петранеллу рядом с воителем, но он отступил в сторону и дал ей пройти. Она кивком пооблагодарила апотекария и нерешительно шагнула к столу. Едва увидев его, она поспешно зажала рот руками, чтобы не вскрикнуть. Щеки Хоруса запали, глаза утратили весь блеск и живость. Кожа приобрела серый оттенок и казалась старой и сморщенной, а губы посинели, словно у покойника. «Неужели я так плохо выгляжу?» Хрипловатым голосом спросил Ваити. «Не-не-нет», — заикаясь, ответила она. «Нет, просто я...» «Не лгите мне, леди Вивар. Если вы хотите услышать мою исповедь, между нами не должно быть никакой лжи». «Исповедь? Нет! Я не стану слушать! Вы должны жить!» «Поверьте, я и сам не желал бы большего», — прохрипел он. «Ну вот, Дон сказал, что у меня не слишком много шансов, а я не хочу покинуть этот мир, не выполнив. Я должен сказать, пока не стало слишком поздно». «Сэр, ваши деяния останутся в вечности! Прошу вас, не оставляйте меня!» Хорус недовольно мотнул головой и закашлялся, забрызгав кровью грудь, но голос его стал сильным и властным, как прежде. «Вы говорили, что ваше предназначение — обессмертить меня и увековечить воспоминания о моих делах для будущих поколений. Это так?» «Верно!» — всхлипнула Петранелла. «Тогда выполните мою последнюю просьбу, леди Вивор», — попросил он. Она с трудом сглотнула, достала из сумочки блокнот и мнемо-перо, а затем уселась на стул рядом с операционным столом. «Ну хорошо», — сказала она наконец. «Давайте начнем с самого начала». Все зашло слишком далеко. Начал Хорус. «Я обещал своему отцу не допускать ошибок, и, пожалуй, мы начнем с них». «Ошибок?» — недоверчиво переспросила Петранелла. «Это касается Тембы и его назначения правителем Давина», — сказал Хорус. «Он умолял меня не оставлять его одного, клялся, что это задание ему не по силам. Я должен был прислушаться, но слишком торопился к новым завоеваниям». «Слабость Тембы нельзя ставить вам в вину, сэр», — заметила Петранелла. «Спасибо за добрые слова, леди Вивар, но это я его назначу», — возразил Хорус. «И ответственность лежит на мне. Проклятие! Жиллиман живот надорвет от смеха, когда узнает об этом. Или он тоже. Они будут говорить, что я не достоин титуловоителя, поскольку не способен читать в сердцах людей». «Никогда!» — воскликнула она. «Они не посмеют!» «О, посмеют! Можете мне поверить, милая. Да, мы братья, но, как и все братья, ссоримся и стараемся превзойти друг друга». Петранелла не нашлась, что сказать. Мысль о том, что могущественные примархи могут ссориться, как обычные люди, никогда не приходила ей в голову. «Они ревновали меня, ревновали все», — продолжал Хорус. «А когда император назвал меня воителем, им оставалось только поздравить меня. Особенно бесился Ангрон. Я и сейчас с трудом могу удерживать его в рамках». И Жиллиман вел себя не намного лучше. «Я считаю, что он хотел бы оказаться на моем месте. Они вас ревновали?» — не удержалась Петранелла, не в силах поверить тому, что услышала, и мнемоперо быстро заскользило по блокноту, запечатлевая ее мысль. «Конечно», — кивнул воитель. «Лишь несколько моих братьев были настолько великодушны, что искренне склонили головы. Лоргар, Мортарион, Сангвиний и Дорн — вот мои настоящие братья. Я помню, как смотрел на улетающий с Сулванора штурмкатер императора. Помню, как тосковал по отцу, но еще отчетливее помню нацеленные в мою спину ножи. Я читал их мысли, как будто они говорили вслух. «Почему я, Хорус, избран воителем, когда есть другие, не хуже меня?» «Вас назначили воителем именно потому, что вы были лучшим, сэр», — сказала Петранелла. «Нет», — возразил Хорус, — «я не был лучшим. На тот момент я всего лишь более прочих устраивал императора. Видите ли, в первые три десятилетия Великого Крестового Похода я сражался бок о бок с императором и отчетливее остальных представлял его стремление управлять галактикой. Он и мне передал эту страсть, и я носил ее в своем сердце, пока мы прокладывали свой путь среди звезд. Это было грандиозное предприятие. Одна за другой звездные системы собирались под властью Повелителя Человечества. Леди Вивар, вы даже представить себе не можете, что значило жить в те времена. Звучит великолепно». «Так оно и было», — сказал Хорус. «Было, но так не могло продолжаться вечно. Вскоре мы оказались в других мирах, где обитали мои братья-примархи. Почти сразу после рождения мы были разбросаны по галактике, и только долгое время спустя император собрал нас и вместе». «Должно быть, странно было встретиться с братьями, которых вы никогда прежде не видели?» «Не так странно, как вы могли подумать. В тот же момент, когда я встречал одного из них, я немедленно ощущал родственную связь, ни подвластную, ни времени, ни расстоянию. Не могу отрицать, что с некоторыми приходилось труднее, чем с прочими. Если вам приходилось встречаться с ночным охотником, вы поймете, что я имею в виду. Очень угрюмый тип, но совершенно незаменимый, когда требуется заставить чуждую империю дрожать от страха, прежде чем ее атаковать. «Ангрон не намного лучше. Я хочу сказать, что у него самый непредсказуемый характер, какой можно себе представить. Думаете, вам известно, что такое ярость? Так вот, могу уверить, что вы понятия об этом не имеете, если не видели, как выходит из себя Ангрон. А о Леоне и вообще лучше помолчать». «Примарх Темных Ангелов? Ему подчиняется Первый Легион?» «Да, все это так», — подтвердил Хорус. «Но не стоит ему напоминать об этом факте. Я по его глазам видел, что он рассчитывал стать воителем, поскольку командует Первым Легионом. Но разве не известно всем и каждому, что он рос словно дикий зверь в лесу и образован не намного лучше, чем самый невежественный язычник? «Я хочу вас спросить, может ли такой человек стать воителем?» «Нет, не может», — ответил Хорус на свой собственный вопрос. «А кто, по-вашему, мог бы стать воителем, если не вы?» — спросила Петранеула. Такой вопрос явно рассердил Хоруса, но он все же ответил. «Сангвиний. Воителем должен был стать он. Только он обладает достаточными силами и интеллектом, чтобы добиться победы, и мудростью, чтобы управлять после того, как победа будет одержана. При всем внешнем несходстве только он унаследовал все таланты императора. В каждом из нас есть что-то от нашего отца, его жажда побеждать в сражениях или упорство в достижении поставленной цели. В Сангвинии есть все. Это он должен был. А какая черта императора живет в вашей душе, сэр? В моей? Жажда власти. Когда перед нами лежали бескрайние просторы галактики, которые предстояло завоевывать, этого было достаточно, но теперь поход близится к завершению. На Критане есть пословица, говорящая о том, что мир находится где-то там, но теперь, вернее, будет сказать по-другому. Он там, где мы можем править. Дело почти сделано, а что остается амбициозному человеку, когда работа заканчивается? Но вы правая рука императора, запротестовала Петронелла, его любимый сын. Теперь уже нет, печально возразил Хорус. Мое место заняли мелкие функционеры и администраторы. Высшего военного совета больше не существует, а я получаю приказы от совета терры. Когда-то все силы Империума были направлены на ведение войн, а сейчас мы обременены экзекторами, песцами и чиновниками, которые пытаются определить стоимость всего, что попадается на глаза. Империум меняется, а я не уверен, что могу измениться вместе с ним. Но как именно изменяется Империум? Ведущие места отводятся бюрократии и чиновничеству мисс Вивар. На смену героям приходят клерки и администраторы. Если мы не сменим пути развития, величие Империума станет лишь строчкой на страницах истории. Все, чего я достиг, останется туманным воспоминанием о былой славе, утерянной в пыли времени, как цивилизация древней терры, добродушно грезящая о своем благородном прошлом. Но ведь Великий Крестовый Поход был задуман как первый шаг к созданию нового Империума Человечества, властвующего над всей галактикой. А для управления таким государством необходимы администраторы, законники и песцы. «А что будет с воинами, завоевавшими для них эту галактику?» раздраженно спросил Хорус. «Что станет с нами? Придется стать тюремными надзирателями и усмирителями? Мы созданы для того, чтобы воевать и убивать. Так мы устроены, но это далеко не все. Мои способности гораздо шире». «Прогресс никогда не давался легко, мой господин, и люди всегда должны приспосабливаться к переменам», сказала Петронелла, озадаченная сменой настроения воителя. «Леди Вивар, прогресс и изменения нетрудно перепутать», сказал Хорус. «Мне при рождении были даны удивительные способности, но я и мечтать не мог, что стану таким, как сегодня. Я сам создавал себя в процессе боев и завоеваний, и все, чего я достиг за последние два столетия, придется отдать в слабые руки мужчин и женщин, которые не проливали с нами кровь в самых темных уголках галактики. Разве это справедливо? Мирами, что я покорил, будут править смертные люди, а какой будет моя награда, когда закончатся сражения?» Петронелла перевела взгляд на Апотекария Ваддона, но он бесстрастно наблюдал за тем, как она заносит в память блокнота слова воителя. На мгновение она задумалась, действует ли и на него гнев воителя так же угнетающий, как на нее. Несмотря на глубочайшее изумление, чистолюбивая Петронелла не могла не сознавать, что она сможет создать самую сенсационную летопись, что она раз и навсегда развеет миф о Великом Крестовом Походе, как о сплоченных усилиях братьев, стремящихся объединить Вселенную. Слова Хоруса светильствовали о взаимном недоверии и неприязни, о чем до сих пор никто не мог и подумать. Видя задумчивое выражение ее лица, Хорус протянул дрожащую руку и дотронулся до пальцев Петронеллы. «Простите, леди Вивар, мои мысли теперь уже не так ясны, как прежде». «Нет», — покачала она головой, — «мне кажется, сейчас они ясны, как никогда раньше». «Но я вижу, что шокировал вас. Извините, если рассеял ваши иллюзии». «Не могу не признать, что многое исказанного вами меня сильно удивило, сэр». «Но вам это нравится, не так ли? Вы ведь для этого сюда и прибыли?» Она хотела ответить отрицательно, но вид умирающего примарха заставил ее передумать, и Петронелла кивнула. «Да», — сказала она, — «ради этого я сюда и приехала. Вы расскажете мне все?» Он прикрыл глаза. «Да», — ответил Хорус, — «я расскажу все». Глава одиннадцатая. Ответы. Сделка с дьяволом. Анафин. Бронированные борта громового ястреба были не такими гладкими, как у штурмкатера, но эта машина была удобной и могла доставить их на поверхность спутника Довина быстрее, чем более массивное судно. Сервиторы и механикумы уже начали подготовку к запуску, но Локин все время торопил их. Каждая секунда приближала смерть воителя, а он не мог допустить, чтобы это произошло. С тех пор, как они доставили воителя на борт, прошло уже несколько часов, но капитан так и не вычистил свои доспехи и оружие, а теперь, едва возобновив боезапас, собирался отправиться туда, откуда недавно вернулся. Стартовая палуба все еще была скользкой от крови людей, которых они так безжалостно отбрасывали с дороги, и теперь, осознав, что они натворили, Локин ощутил стыд. Он не помнил лиц этих людей, но помнил треск костей и крики боли. Все благородные идеалы Астартес, что они значили, если так легко оказалось забыть о них? Кирилл Зиндерман прав, моральные устои и нравственные законы – всего лишь маска на зверином облике людей. И даже Астартес. Если так легко забываются нормы общественного поведения, что же в таком случае может быть безнаказанно отвергнуто в более сложных обстоятельствах? Окидывая взглядом посадочно-пусковую палубу, Локин мог обнаружить и другие, едва заметные изменения. По-прежнему горхотали молоты, лязгали крышки люков, огруженные боеприпасами тележки сновали между судами, но атмосфера на палубе стала более напряженной, словно сам воздух сгустился. Противовзрывные створки все еще были наглухо задраены, но Локину казалось, что он слышит приглушенный плач и причитание собравшихся снаружи людей. В широких коридорах вокруг пусковой палубы и на верхних ярусах наблюдательного отсека бессменно дежурили сотни людей с зажженными свечами. Они приносили многочисленные обеты и пожелания выздоровления воителю, часто написанные на случайных обрывках бумаги неразборчивыми каракулями. Кто и как управлял этим бесконечным потоком оставалось тайной, но у людей появилась какая-то цель, а Локин понимал, насколько это необходимо в смутные часы ожидания. Воины из отделения Локасты были уже на борту, хотя их проход по пусковой палубе вызвал всеобщее замешательство и чуть не обратил в бегство всех присутствующих, настолько свежа была память о недавнем кровопролите. Таргадон и Випус заканчивали посредние предстартовые проверки, и Локину оставалось лишь отдать приказ о запуске. За спиной послышались чьи-то шаги, и, обернувшись, Локин увидел, что его догоняет Тибольт Мар, капитан 18-й роты. Его иногда называли другой, в противовес Веруламу Мою, которого называли иным, поскольку эти двое были почти неразречимы между собой. Лица обоих капитанов настолько напоминали лицо воителя, что при взгляде на Марра у Локина перехватило дыхание. Он остановился и приветствовал собрата капитана Поклона. «Капитан Локин», – произнес Марр, – «могу я с тобой поговорить?» «Конечно, Тибольт», – ответил Локин. «Мне очень жаль, что так случилось с Веруламом. Он был храбрым парнем». Марр коротко кивнул, и Локину оставалось лишь догадываться, какую боль испытывал его брат. Ему и раньше приходилось оплакивать павших Астартес, но Марр и Мой были неразлучны, их связывали особо крепкие братские узы, как близнецов. Братья дружили между собой и чаще всего сражались в паре, но в посредней вылазке места в штурмкатере по жеребию досталось только Мою, а Марр был вынужден остаться. За эту удачу Мою пришлось заплатить своей жизнью. «Капитан Локин, я благодарен за сочувствие», – ответил Марр. «А о чем ты хотел со мной поговорить, Тибольт?» «Вы собираетесь вернуться на спутник Давина?» – спросил Марр, и Локин тотчас понял, зачем он пришел. «Да», – кивнул Локин, – «возможно, мы сумеем найти один предмет, который может помочь воителю». «Если он еще там, мы его разыщем». «Это там, где погиб Верулам?» «Да», – снова кивнул Локин, – «думаю, что это там». «Не пригодится ли вам еще пара рук с мечом? Я бы хотел увидеть то место, где это произошло». Локин не мог не заметить скорбь в глазах Марра. «Конечно, пригодится», – ответил он. Марр поблагодарил его кивком, и они направились к трапу громового ястреба, в то время как двигатели корабля завывали, словно стая волков. Аксимант наблюдал, как Абаддон одним взмахом отсек руку партнера-сервитора, а затем, приблизившись, нанес еще несколько быстрых ударов в корпус. От сокрушительной атаки кости и стальная броня противника треснули, и сервитор рухнул на пол, превратившись в груду обломка. За последние 30 минут Абаддон разбил уже третьего сервитора. Азекиль всегда выпускал свой гнев в драке, и в этот раз ничего не изменилось. Первый капитан изначально был создан ради убийства, а образ жизни не научил его находить другой выход к дурному настроению. Сам Аксимант уже в шестой раз разбирал и собирал свой болтер, медленно и сосредоточенно выкладывая каждую деталь на промасленную ткань, а потом методично очищая невидимые пятнышки грязи. Если у Абаддона гнев превращался в потребность вершить насилие, Аксимант предпочитал успокаиваться знакомым рутинным занятием. Не в состоянии чем-нибудь помочь своему командиру, а старты свернулись к тем делам, которые знали лучше всего. «Мастер оружейник снимет с тебя голову за трех разбитых сервиторов», сказал Аксимант, наблюдая, как Абаддон злобно пинает останки последнего из партнеров. Запыхавшийся и разгоряченный Абаддон вышел из тренировочной камеры. По его телу стекали ручейки пота, и даже схваченные серебряной заколкой волосы на затылке тоже промокли от пота. Даже для Астартес Эзекиль был настоящим великаном с прекрасной каменно-твердой мускулатурой. Таргадон не раз дразнил его, шутливо утверждая, что Абаддон уступил фальку Кибре командованием ее старинцами, поскольку терминаторская броня оказалась ему маловато. «Они для того и созданы», – бросил Абаддон. «Но это не значит, что можно разбивать их в щепки». Абаддон пожал плечами, достал из своего шкафчика полотенце и набросил на спину. «Как ты можешь сохранять спокойствие в такое время?» «Поверь мне, Эзекиль, я далек от спокойствия. Но ты выглядишь спокойным. Если я не крушу все вокруг, это еще не значит, что я не волнуюсь». Абаддон взял в руки пластину своих доспехов, начал чистить, но тотчас отбросил ее с сердитым ворчанием. «Эзекиль, тебе надо бы сдерживать свой норов», – посоветовал ему Аксиман. «Если так пойдет, ты окончательно утратишь равновесие и никогда не сможешь его вернуть». «Я знаю», – вздохнул Абаддон, – «но я не нахожу себе места. Я подавлен, раздражен и печален одновременно. Я не могу остановиться ни на секунду. А вдруг он не справится, маленький Хорус? Вдруг он умрет?» Первый капитан вскочил и стал наматывать круги по оружейу. Аксиман заметил, как от горя и гнева кровь снова привела к его лицу. «Это несправедливо!» – рычал Абаддон. «Этого не должно произойти! Император не должен такого допустить!» «Эзекиль, Императора уже давно здесь нет!» «Он хотя бы знает, что происходит? Или его это совсем не тревожит?» «Даже не знаю, что тебе сказать, друг мой», – сказал Аксимант, поднимая болтер и защелкивая замок магазина. Очевидно, Абаддон нашел новую цель для своей бессильной ярости. «С тех пор, как он покинул нас после Улланора, все пошло по-другому», – ворчал Абаддон. «Он оставил нам зачищать все, что не захотел сделать сам. И ради чего? Ради какого-то важного проекта на Терре? Более важного, чем наше дело?» «Осторожнее, Эзекиль», – предупредил его Аксимант. «Ты рискуешь переступить опасную грань». «Это правда. Но что с того? Только не говори, что ты сам этого не чувствуешь. Я знаю, что это не так». «Да, кое-что изменилось с тех пор», – признал Аксимант. «Мы здесь сражаемся и умираем, завоевывая новые миры для него. А он даже близко не приближается к границам. Где его честь? Где его гордость?» «Эзекиль», – воскликнул Аксимант, роняя болтер и вскакивая со своего места. «Достаточно. Если бы на твоем месте был кто-то другой, я бы сбил его с ног за подобное высказывание. Император – наш господин и повелитель. Мы поклялись повиноваться ему». «Мы поклялись в верности нашему командиру. Ты помнишь клятву Марнивале?» «Я прекрасно ее помню, Эзекиль», – резко ответил Аксимант. «И, как мне кажется, лучше, чем ты. Мы поклялись чтить Императора превыше всех примархов». Абаддон, отвернувшись, вцепился пальцами в сетку тренировочной камеры. Мускулы под его кожей перекатывались, как желваки, а голова бессильно повисла. Вдруг, с озвериным рычанием, он сдернул ограждающую панель и швырнул ее через оружейный зал, прямо под ноги Эраба, стоящего у входа. «Эраб?» – изумленно воскликнул Аксимант. «Как давно ты здесь стоишь?» «Достаточно давно, маленький Хорус, достаточно давно». Аксимант ощутил укол беспокойства. «Эзекиль слишком расстроен и зов. Он утратил душевное равновесие. Не стоит…» – Эраб взмахнул рукой, словно отмахиваясь от объяснения Аксиманда, и тусклый свет блеснул на его начищенных серо-стальных доспехах. «Не бойся, друг мой. Ты же знаешь, что все это останется между нами. Здесь присутствуют только члены ложи. Если кто-то спросит о том, что я здесь сегодня услышал, ты же знаешь, что я отвечу, не так ли?» «Я не могу сказать». «Верно», – улыбнулся Эраб, но отнюдь неуспокоенный Аксимант почувствовал себя обязанным первому капеллану несущих слова, словно обещание молчать было частью какой-то сделки. «Эраб, ты пришел по какому-то делу?» – резко спросил Абаддон. «Да», – кивнул Эраб и продемонстрировал на ладони серебряный медальон ложек. «Состояние воителя ухудшается, и Таргаст объявил собрание». «Сейчас?» – удивился Аксимант. «Из-за чего?» «Я не могу сказать», – пожал плечами Эраб. Они снова собрались в одном из кормовых отсеков Духомщения, куда можно было пробраться по безлюдным узким переходам, ведущим на нижние палубы корабля. Снова путь им освещали тонкие свечи, и Аксиманду вдруг очень захотелось поскорее покончить со всем этим. «Воитель при смерти, а они тут формальности обряда соблюдают». «Кто идет?» – спросил из темноты, закутанный в накидку человек. «Три души», – ответил Эраб. «Назовите ваши имена», – потребовал тот же голос. «Неужели нам так необходимо играть в эти игры сейчас?» – воскликнул Аксимант. «Сидире, ты же прекрасно знаешь, кто мы такие!» «Назовите ваши имена», – повторил часовой. «Я не могу сказать», – ответил Эраб. «Проходите, друзья». Они прошли в пустой склад, и Аксимант наградил Сидире язвительным взглядом. Тот молча пожал плечами и посредовал за ним. Обширное помещение со стеллажами вдоль стен, как всегда, освещалось свечами, но обычное добродушное веселье сменило мрачная печаль. Аксимант увидел завсегдатая в собрании – Сергора Таргоста, Люка Сидире, Калуса Экадона, Фалька Кибря и многих других офицеров и солдат, которых он знал или часто видел. И еще – Малагарста Кривого. «Давненько я не встречал тебя на собраниях», – сказал Аксимант. «Да, верно», – согласился Малагарст. «Мне пришлось пренебречь обязанностями члена Ложи ради других дел, требующих самого пристального внимания». «Братья», – объявил к собравшимся Таргост, – «мы живем в мрачное время». «Сергор, давай к делу», – прервал его Абаддон. «У нас нет времени для длинного вступления». Мастер Ложи сердито взглянул на Абаддона, но, заметив, что первый капитан с трудом сдерживает гнев, кивнул, не рискуя вступать с ним в привлекание. Таргост показал рукой на Эреба и обратился ко всей аудитории. «Нам хочет что-то сказать наш брат из региона Несущих Слово. Согласны ли вы его выслушать?» «Согласны», – хором ответили сыны Хоруса. Эреб вышел в центр и поклонился. «Брат Эзекиль совершенно прав. У нас нет времени для долгих церемоний, так что я сразу перейду к сути. Воитель умирает, и судьба крестового похода висит на волоске. Только мы можем его спасти». «Эреб, что это означает?» – спросил Аксимант. Первый капеллан прошелся по кругу. «Апотекарии ничем не могут помочь воителю. При всей их преданности они не могут вылечить его неду. Все, что им удается, это поддерживать в нем жизнь, но и это не может длиться долго. Если мы сейчас не начнем действовать, станет слишком поздно». «Что ты предлагаешь, Эреб?» – спросил Таргаст. «Племена Давина?» – начал Эреб. «При чем тут они?» – перебил его мастер ложа. «Это дикий народ, которым правят касты военных, но все это уже было нам известно. И наш мирный орден кое в чем, что касается структуры и практики, похож на их воинские ложи. Каждая из этих лож почитает одно из местных хищных животных, и в этом их отличие. Во время моего пребывания на Давине с целью приведения местного населения к согласию, я изучил деятельность ложи, думая найти признаки упадка или религиозной веры. «Ничего подобного я не обнаружил, зато в одной из лож нашел то, что, как я уверен, может стать нашей надеждой». Незаметно для себя Аксимант проникся словами Эреба. Ораторские способности Капеллана, точно рассчитанная модуляция голоса и приятный тембр сделали бы честь самому опытному итератору. «Говори скорее!» – крикнул Юксидире. Все разом заговорили, и поднялся такой шум, что Сергор Таргаст был вынужден крикнуть во весь голос, чтобы восстановить порядок. «Мы должны доставить воителя на Давин в храм ложи змеи», – объявил Эреб. «Тамошние жрецы очень искусны в оккультных науках и исцелении, и я верю, что это единственный шанс спасти воителя». «Оккультные науки?» – переспросил Аксимант. «Что это значит? Ты говоришь о колдовстве?» «Я не думаю, что речь идет о колдовстве», – сказал Эреб, поворачиваясь к нему. «Но даже если и так, то что из того, маленький Хорус? Неужели ты откажешься от их помощи? Неужели позволишь воителю умереть, лишь бы остаться незапятнанным? Разве жизнь воителя не стоит небольшого риска?» «Риска – да, но твое предложение похоже на подстрекательство к преступлению. Преступлением будет наше нежелание предпринять все возможные меры для спасения командира», – заметил Таргаст. «Даже если это значит осквернить себя гнусной магией?» «Оксимант, оставь свое высокомерие», – сказал Таргаст. «Мы пойдем на это ради региона. У нас нет другого выбора». «Так значит, все уже решено?» – воскликнул Аксимант, проходя мимо Эреба в центр круга. «Если так, зачем это обсуждение? Зачем вообще надо было нас собирать?» Малагарст, хромая, вышел из-за спины Таргаста и покачал головой. «Брат Хорус, мы все должны быть заодно. Тебе известен закон ложи. Если ты не согласишься, мы ничего не станем предпринимать, и воитель останется здесь. Но он умрет, если мы ему не поможем. Ты сам знаешь, что это так». «Умоляю, не заставляйте меня идти на это», – попросил Аксимант. «Мы должны», – возразил Малагарст. «Другого пути нет». Взоры всех собравшихся были прикованы к нему, и Аксимант почувствовал, как тяжесть ответственности за принятое решение вдавливает его в пол. Он поймал взгляд Абаддона, но и в нем прочел решимость пойти на все ради спасения воителя. «А как же Таргаддон и Локен?» – спросил Аксимант, цепляясь за соломинку. «Их нет с нами, и нам неизвестно их мнение». «Локен не является одним из нас!» – крикнул Каллос Акаддон, капитан катуланских налетчиков. «У него был шанс вступить в ряды ложи, но он отвернулся от нас. Что касается Тарика, то он будет заодно с нами. У нас нет времени дожидаться его возвращения». Аксимант обвел взглядом лица присутствующих и понял, что у него нет выбора. Как не было с того момента, когда он переступил порог этой комнаты. Чего бы это ни стоило, воитель должен жить. Это так просто. Он знал, что со временем возникнут опасные посредствия. Так всегда бывает при сомнительных сделках, но за спасение командира стоит заплатить любую цену. Если он останется тверд в своих убеждениях, его проклянут как воина, который предпочел остаться в стороне и позволил воителю умереть. «Ну хорошо», – сказал он наконец. «Пусть ложа змеи делает все, что в ее силах». Локен заметил, что за несколько часов, прошедших с их первой высадки на спутник Давина, тот изменился почти до неузнаваемости. Исчезли клубы тумана и вязкая дымка, а небо прояснилось и из грязно-желтого превратилось в белое. Зловоние все еще стояло в воздухе, но и оно стало намного слабее, и вместо непереносимого стало всего лишь неприятно. Неужели смерть тембы разрушила какую-то силу, удерживавшую спутник в состоянии непрекращающегося гниения? Едва громовой ястреб коснулся поверхности болота, Локен увидел, что зараженные гнилью леса исчезли. Без поддерживающих их стволы полчища, личинок и червей, они просто рухнули на землю. Отсутствие непроницаемого тумана очень облегчило поиски славы Терры, тем более, что теперь не было жутких вокс-сигналов с мертвого корабля. Громовой ястреб остановился, и Локен с уверенностью прирожденного лидера вывел на поверхность спутника отделение Таргадона, Випуса и Марра. Несмотря на то, что Таргадон и Марр гораздо раньше его заслужили капитанское звание, они безоговорочно подчинялись его приказам в этой экспедиции. «Гарви, а что ты собираешься искать?» – спросил Таргадон, поглядывая на холм высыпавшихся из корабля тембы обломков. Таргадон не успел подыскать себе новый шлем и теперь морщился от скверного запаха. «Я и сам еще не знаю», – ответил Локен. «Ответы, может быть, все, что может помочь воитель». «Мне это нравится», – кивнул Таргадон. «А как ты, Марр? Что ты здесь ищешь?» Тибальт Марр ничего не ответил. Он снял свой болтер с предохранителя и зашагал к разбитому кораблю. Локен поспешно догнал его и положил руку на плечо. «Тибальт, ты ведь не хочешь создать нам здесь проблемы?» «Нет, я только хотел взглянуть на то место, где погиб Верулам», – ответил Марр. «И пока я не увижу его собственными глазами, я не смогу примириться с потерей. Знаю, я видел его в морге, но я словно не на покойника смотрел, а гляделся в зеркало. Ты меня понимаешь?» Локен не совсем его понял, но все же кивнул. «Хорошо, занимай место в общем строю». Они направились к мертвому кораблю, подошли к осыпи и стали взбираться к пробоине, зияющей в корпусе славы Тарг. «Проклятие! Кажется, что прошла целая вечность с тех пор, как мы здесь сражались», – проворчал Таргадон. «Тарик, это было всего три или четыре часа назад», – заметил Локен. «Знаю, и все же». Вскоре они добрались до пробоина и оказались в чреве корабля. Воспоминания о последнем посещении этого места и встреченных здесь обитателях отчетливо встали перед мысленным взором Локена. «Будьте начеку, мы не знаем, что могло остаться в этих развалинах». «Надо было разбомбить обломки с орбиты», – проворачал Таргадон. «Тихо», – шикнул на него Локен. «Ты что, не слышал, что я сказал?» Тарик поднял руки в примирительном жесте, и они продолжили путь по скрипучим полам темных залов, узким трапам, освещенным мерцающими фонарями и вонючим почерневшим коридором. Випус и Локен возглавляли отряд, а Таргадон и Мар прикрывали тыл. Заполненный тьмой, остов корабля оставался все таким же мрачным и угрожающим, но отвратительная органика, покрывавшая все поверхности слоем слизи, теперь погибла и рассыпалась в пыль. «Что здесь творится?» – спросил Таргадон. «Несколько часов назад это место выглядело, как гидропонная площадка, а теперь умирает», – заключил за него Випус. «Как те деревья на болоте». «Здесь все выглядит давно мертвым», – добавил Мар, срывая со стены целый пласт лишайника. «Не трогай здесь ничего», – предупредил Локен. «В этом корабле имеется яд, поразивший нашего командира, и пока мы не выясним, что это было, не стоит ни до чего дотрагиваться». Мар бросил лишайник на пол, вытер руку от доспехи, и они углубились в недра корабля. Локен прекрасно помнил маршрут, и вскоре отряд вышел в центральный коридор, ведущий к капитанскому мостику. Из пробоин в корпусе падали снобы света, а летающие в воздухе пылинки создавали призрачный сверкающий чистаков. Локен вел отряд вперед, пригибаясь под накренившимися переборками и провисшими кабелями, от которых все еще летели искры. Скоро они достигли конечной цели. Запах тембы Локен почуял задолго до того, как увидел тело. Зловоние разлагающейся плоти разносилось далеко за пределы капитанской рубки. Осторожно проникнув внутрь помещения, Локен с жестом велел воинам обойти зал по периметру. «Как мы поступим со всеми этими людьми?» – спросил Випус, указывая на свисающие с потолка знамена, на полотнищах которых были распяты солдаты 63-й. «Нельзя же просто оставить их здесь!» «Знаю, но сейчас мы ничего не можем для них сделать», – ответил Локен. «Когда уничтожим корабль, все они найдут успокоение». «Это он?» – спросил Марп, поведя стволом в сторону огромного раздувшегося тела. Локен кивнул, поднял болтер и приблизился к трупу. Под кожей наблюдалось волнообразное движение, словно гигантский живот Тембы жил собственной жизнью. При ближайшем рассмотрении оказалось, что под туго натянутой желто-зеленой кожей пирует несметное множество жирных личинок и червей. «Проклятие! Да чего же он отвратителен!» – ужаснулся Марп. «И это существо убило Вирулама?» «Я думаю, да», – ответил Локен. Воитель не сказал ничего определенного, но здесь больше никого не было. Локен оставил Марра предаваться скорби, а сам обернулся к своим воинам. «Разойдитесь по всему залу и ищите все, что может пролить свет на то, что здесь произошло». «Ты совсем не имеешь представления, что искать?» – спросил Випус. «Не малейшего», – признался Локен. «Возможно, это оружие». «Ты считаешь, что мы должны обыскать этого жирного ублюдка?» – спросил Таргадон, показывая на Тембу. «И кто тот несчастный, которому выпадет эта работенка?» «Я думал, тебе это понравится, Тарик». «О нет, я и пальцем к нему не притронусь». «Я сделаю это», – сказал Марр, опустился на колени и отбросил в сторону остатки одежды трупа вместе с лохмотьями кожи. «Видишь?» – Таргадон отступил назад. «Тибольд сам вызвался, давай не будем ему мешать». «Хорошо, только будь осторожен, Тибольд», – предупредил его Локен и с облегчением отвернулся, чтобы не видеть отвратительного зрелища, а Марр принялся расчленять труп. Астартес приступили к обыску, а Локен взобрался на возвышение, где стояло кресло капитана, и оттуда заглянул в кабину экипажа, заваленную всевозможным мусором и наростами плесень. Локен никак не мог понять, что могло привести этот славный корабль и не менее славного человека к такому позорному концу. Он обошел кресло и остановился, задев ногой какой-то твердый предмет. Нагнувшись, Локен обнаружил продолговатую шкатулку из полированного дерева. Ее стенки остались чистыми и гладкими, что в этом интерьере показалось по меньшей мере странным. Шкатулка была темно-коричневой, длиной примерно с руку человека. Крышка держалась на золотых петлях, и, отодвинув тонкую задвижку, Локен заглянул внутрь. Шкатулка оказалась пустой и обитой изнутри красным бархатом. Только открыв шкатулку, Локен осознал, насколько опрометчиво это было с его стороны. Он задумчиво провел пальцами по крышке, обводя символы, и их плавные округлые очертания показались смутно знакомыми. «Сюда!» – закричал один из воинов Локасты, и Локен, подхватив шкатулку, кинулся на зов. Пока Тибальтмар продолжал разбирать прогнивший труп Тембы, остальные астартос сгрудились на палубе вокруг какой-то находки. Локен, подойдя ближе, увидел обрубок руки Эугана Тембы, мертвые пальцы которой все еще сжимали рукоять странного сверкающего меча с резвием, похожим на серый кремень. «Точно! Это правая рука Тембы!» – сказал Випус, наклоняяясь, чтобы взять меч. «Не трогай!» – остановил его Локен. «Если это оружие свалило с ног воителя, я не хочу даже думать, что оно может сделать с нами!» Випус отпрянул от меча, словно от ядовитой змеи. «А это что?» – спросил Таргаддон, показывая на шкатулку. Локен опустился на колени и поставил шкатулку рядом с мечом. Увидев, что оружие должно точно поместиться внутри футляра, он совершенно не удивился. «Мне кажется, раньше меч лежал здесь». «Выглядит совсем как новое!» – заметил Випус. «А что там вырезано? Какие-то письмена?» Локен ничего не ответил и, опустившись на колени, стал разгибать пальцы Тембы, сжимавшие рукоять меча. Хоть он и понимал, что это невозможно, но все же морщился, отводя каждый мертвый палец, словно ожидал, что рука оживет и вцепится в него. Наконец, меч был освобожден, и Локен поднял оружие. «Осторожнее!» – воскликнул Таргаддон. «Спасибо, Тарик, а я уж чуть не собрался его выбросить. Извини!» Локен медленно опустил меч в шкатулку. Рукоять вздрогнула, и у Локена возникло дикое ощущение, будто меч эхом повторил имя Тарика. Предчувствие чудовищной опасности, грозящей другу со стороны оружия, сжало сердце. Локен захлопнул крышку и выдохнул давно сдерживаемый воздух. «Во имя Терры! Как такой человек, как Темба, завладел этим странным оружием?» – спросил Таргаддон. «По нему даже не скажешь, что это изделие человеческих рук!» «Так и есть!» – сказал Локен, и к своему ужасу понял, почему вырезанные на стенках шкатулки символы показались ему знакомыми. «Это изделие Кенебрахов!» «Кенебрахов?» – изумился Таргаддон. «Но разве они не...» «Да!» – сказал Локен, бережно поднимая шкатулку с пола. «Это и есть анафем, похищенный из зала оружия на Ксенобии». Слухи молниеносно распространились по духу мщения, и рыдающие люди выстроились вдоль пути, по которому должны были нести воители. Сотни людей встречали Астартес в каждом переходе, когда те переносили своего командира на щитах. На воителя были его парадные доспехи снежно-белого цвета, отделанные золотом, на груди сияло пурпурное око Терры, а благородное чело венчал серебряный лавровый венок. Носилки держали Абаддон, Оксимант, Люксидире, Сергор Таргаст, Фальк Кибра и Калус Экаддон, а позади шли Гектор Варварус и Малагарст. Острепительно сверкали отполированные доспехи, оформенные плащи колыхались при каждом движении. Шествие возглавляли Герольды и Глашатые, так что повторение кровавой сцены, произошедшей на пусковой палубе, было исключено. А кроме того, Астартес двигались очень медленно, словно боясь потревожить раненого командира, сражавшегося с ними бок о бок с самых первых дней Великого Крестового Похода. Воины Астартес не сдерживали слез. За неимением цветов люди осыпали носилки полосками бумаги, на которых были написаны слова любви и надежды. Узнав, что воитель еще жив, они зажигали сухие травы, которым приписывались целительные свойства, и подвешивали дымящиеся курильницы по всему пути следования процессии, а где-то неподалеку оркестр играл марш легиона. Горящие свечи и курильницы издавали сладковатый аромат, а мужчины и женщины, солдаты и рабочие, охваченные общим горем, рыдали друг у друга в объятиях. Вдоль всего перехода были вывешены боевые знамена, и до самой стартовой палубы шествие сопровождалось молитвенными песнопениями. Двери, ведущие на палубу, и все переборки до последнего сантиметра были оклеены клочками пергамента с посланиями воителю и его сыновьям. Оксимант, никогда не видевший ничего подобного, был поражен таким единодушным проявлением народной любви и сочувствия. Для него воитель в первую очередь был воином, отцом, избранником императора. Для всех этих смертных он стал гораздо большим. Для них воитель был символом благородства и героизма, символом новой галактики, которую они под его руководством создавали на пепелище века раздора. Само существование Хоруса обещало конец страданиям и смертям, долгие века терзавшим человечество. Благодаря таким героям, как воитель, долгая ночь подходила к концу, и на горизонте уже загорался свет новой эпохи. И теперь все это было под угрозой, и Оксимант понимал, что сделал правильный выбор, позволив перевести воителя на давин. Жрецы ложи земли вылечат Хоруса, а если для этого потребуются силы, которыми не принято гордиться, что ж, пусть будет так. Жребий брошен, и остается только верить, что примарх к ним вернется. Оксимант улыбнулся, припомнив слова Хоруса, сказанные по поводу веры. Воитель, по своему обыкновению, выказал глубочайшую мудрость в абсолютно неподходящей для этого обстановке, как раз перед прыжком с несущегося штурмкатера на город зеленокожих на Ул-Ва-Норе. — Когда ты достигнешь предела своего знания и полетишь в темноту неизвестности, надо верить, что впереди ждет одна из двух возможностей, — сказал тогда воитель. — И что же это за возможности? — спросил Оксимант. — Либо под ногами окажется твердая почва, либо ты научишься летать. Со смехом закончил воитель уже в прыжке. От воспоминаний комок подкатил к горлу, и в этот момент двери стартовой палубы с грохотом закрылись за ними. И Астартес зашагали к ожидавшему их штурмкатеру-воителям. Глава 12. Пропаганда, подозрения братьев, змея и душа. Кончик пера в руке Игнация Каркази скользил по странице, словно двигался по собственной воле. Судя по тем мыслям, которые летописец облекал в слова, можно было подумать, что так оно и есть. Муза, похоже, прочно обосновалась в его комнате. И внутренний монолог Игнация превращался в мощную симфонию. Каждая строка ложилась на свое место так, словно другого варианта повествования не существовало. Такого вдохновения он не чувствовал даже при создании своих шедевров поэма «Океана» и образы Иоды. Строго говоря, теперь, оглядываясь назад, Игнаций испытывал ненависть к своим собственным произведениям за изобилие безвкусной мишуры и слащавую ограниченность описаний. Слова и мысли, что переполняли его в настоящий момент, только они имели смысл, и Игнаций ругал себя последними словами за то, что на осознание ему потребовалось так много времени. «Истина! Вот что важно!» – именно это сказал ему капитан Локен, но тогда Игнаций не понял его и не придал значения его словам. После того, как Локен взял его под свое покровительство, Игнаций создавал мелкие и ничтожные стихи, недостойные этиопского лауреата, но теперь все изменилось. После смертоубийства на стартовой палубе он примчался в свою комнату, схватил бутылку тиранского вина и засел за работу. Праведное возмущение ужасной жестокостью, которой он стал свидетелем, выливалось потоком слов, смелых метафор и решительных осуждений. Работая без перерывов, Игнаций исписал уже три страницы Гонсмана номер семь и испачкал чернилами все пальцы. «Все, что я создал до сих пор, было прологом», – прошептал он, не переставая писать. Но вдруг ему в голову пришла мысль, которая заставила отложить перо и поставила его перед выбором. «Истина бесполезна, если никто ее не слышит». Командование экспедиции предоставило летописцам пресс-центр, где они могли демонстрировать свои работы и выставлять их на всеобщее обсуждение. Ни для кого не было секретом, что проходящие через пресс-центр материалы подвергались цензуре, а то и вовсе запрещались, так что услугами этого органа мало кто пользовался. Учитывая содержание новой поэмы, Карказе не стоило и надеяться на его помощь. Но вот его двойной подбородок дрогнул от усмешки. Карказе порылся в кармане и вытащил смятый листок бумаги – листовку божественного откровения, данную ему Эуфратией Кииллер. Игнаций расправил листок на столе и накрыл его ладонью. Текст дешевого издания был нечетким, а от бумаги пахло нашатырным спиртом. Наверняка это продукт какого-то частного принтера. Если Эуфратией Кииллер удалось им воспользоваться, значит, удастся и ему. Перед тем, как покинуть капитанскую рубку, Локен позволил Тибальдумару сжечь труп Тембы. Его приятель в испачканных гноем и гнилью доспехах не останавливал смертоносную струю огнемета до тех пор, пока от чудовищного трупа не остались лишь пепел до горсточка обгоревших костей. Акт уничтожения был лишь небольшим утешением после смерти брата, но хоть что-то. Оставив еще дымящийся прах, они пустились в обратный путь через разрушенный корабль. Когда они выбрались из пробоины, на спутнике Давина уже наступили сумерки. Бледно-желтый шар планеты опустился к самому краю тусклого неба. Локен нес блестящий деревянный футляр с анафимом, а остальные воины, спустившись с груды обломков, молча сопровождали его громовому ястребу. Вскоре воздух задрожал от гула, земля качнулась под ногами и с места высадки имперских военных сил, где начиналась недавняя операция, взметнулись в небо три высоких столба огня и дыма. Локен посмотрел вслед трем колоссальным кораблям, на которых титаны возвращались в бронированные утробы звездных крейсеров, и мысленно поблагодарил их экипажи за помощь в недавних схватках с ожившими мертвецами. Очень скоро в небе остались только белые полосы над горизонтом, и лишь плеск воды и негромкое ворчание ожидавшего ястреба нарушали тишину. Унылые просторы болот на многие километры вокруг были пусты, и Локен почувствовал себя самым одиноким человеком в мире. Немного погодя, он различил в небе маленькие голубые огоньки армейских транспортов, следующих за титанами. Последние из оставшихся на поверхности солдат тоже возвращались на орбиту. «Мы закончили здесь свои дела, не так ли?» – спросил Таргадон. «Думаю, да», – согласился Локен. «И чем скорее мы вернемся, тем лучше». «Как ты думаешь, как эта штука сюда попала?» Локену не потребовалось уточнять, о чем идет речь, и он покачал головой, не желая пока делиться с Таргадоном своими подозрениями. Как нелюбил он Тарика, он не мог забыть о его склонности к болтовне, а раньше времени спугнуть добычу не хотелось. «Не знаю, Тарик», – ответил Локен, направляясь к опущенному заднему трапу громового ястреба. «Я полагаю, мы этого уже никогда не узнаем». «Брось, Гарви, это же я, Тарик», – рассмеялся Таргадон. «Ты настолько прямодушен, что совсем не умеешь лгать. Я вижу, что у тебя имеется какая-то идея. Так давай, выкладывай». «Не могу, Тарик, извини», – сказал Локен. «Пока еще рано. Поверь, я знаю, что делаю». «В самом деле знаешь?» «Ну, не совсем», – признался Локен. «Кажется, что знаю. Проклятие, как бы мне хотелось расспросить обо всем воителе». «Но его здесь нет», – заметил Таргадон. «Так что придется поделиться со мной». Локен, радуясь, что может выбраться из трясин спутника, шагнул на трап, затем обернулся к Таргадону. «Ты прав, Тарик. Я расскажу тебе все, но только не сейчас. Сначала мне необходимо кое-что хорошенько обдумать». «Слушай, Гарви, я не так уж глуп», – в полголоса произнес Таргадон, приблизившись вплотную, чтобы его слова не услышали остальные. «Мне известен только один путь, которым это оружие сюда попало. Его привез кто-то из нашей экспедиции. И оружие попало на спутник раньше, чем здесь появились мы. А это значит, что его мог привезти только один человек, который был вместе с нами на Ксенобии и попал на спутник раньше нас. Ты знаешь, о ком я говорю?» «Да, я знаю, кого ты имеешь в виду», – согласился Локен, отводя Таргадона в сторонку, подальше от заходящих на борт воинов. «Но я не могу понять зачем. Зачем создавать нам столько неприятностей, похищая меч, а потом привозить его сюда?» «Я разорву этого сына шлюхи пополам, если узнаю, что он намеренно пытался навредить воителю», – зарычал Таргадон. «Легион должен получить его шкуру». «Нет», – прошепел Локен, – «только не сейчас. Сначала надо выяснить, с какой целью все это затеяно, и кто еще участвует. Я просто представить себе не могу, чтобы кто-то замышлял недоброе против воителя. Ты считаешь, что происходит именно это? Ты думаешь, что кто-то из примархов покушается на титул воителя?» «Я не знаю, все это трудно себе представить, и больше похоже на сюжет из какой-нибудь старинной книги Зиндермана». Оба на некоторое время замолчали. Мысль о том, что кто-то из бессмертного братства примархов мог предпринять попытку свергнуть Хоруса, казалась невероятной, недопустимой и возмутительной, но... «Эй!» – окликнул их випус из глубины ястреба. «Что вы там втихомолку затеваете?» «Ничего», – с виноватым видом ответил Локен. «Мы просто разговаривали». «Тогда заканчивайте, надо торопиться». «Что-то случилось?» – спросил Локен, проходя в кабину пилота. «Воитель», – сказал випус. «Они перевозят его на Довин». Спустя пару мгновений громовой ястреб уже был в воздухе, оставив за собой фонтаны мутной болотной воды, испаряющиеся в голубых струях пламени двигателей. Боевой корабль, набирая скорость и высоту, описал широкий круг, а затем свечой взвился в небо. Пилот хорошенько разогрел двигатели, и ястреб с ревом пронзил атмосферу. Огромное красное светило уже опускалось за горизонт, и горячие, сухие ветры, поднимающиеся над плато, сильно трепали корабль, вошедший в атмосферу Довина. За бронированным стеклом рубки растелался коричневый, сухой и пыльный материк. Локен, занявший место в рубке управления рядом с пилотами, пристально следил за постепенно приближающейся красной точкой на обзорной панели судна, обозначающей местоположение штурмкатера «Воити». Далеко внизу можно было заметить мерцающие огоньки имперской военной зоны, где экспедиционные силы впервые ступили на поверхность. Широкое кольцо огней опоясывало временные посадочные площадки и защитные укрепления. Пилот ввел корабль кратчайшим курсом под крутым углом, поскольку скорость сейчас имела большее значение, чем безопасность полета, и по пути яслеп обгонял множество других судов, направлявшихся к поверхности. «Почему их так много?» – удивился Локен, когда корабль снизился достаточно, чтобы можно было рассмотреть на земле солдат и сервиторов, спешно готовившихся к приему множества судов. «Не имею представления», – ответил пилот, «но с орбиты сошли сотни кораблей. Неужели им всем разом понадобилось посетить Давин?» Локен ничего не ответил. Множество кораблей, направлявшихся на Давин именно в этот момент, стало для него еще одной частью неразрешимой головоломки. Каналы вокс-связи были забиты безумным бредом. Рыдающие голоса предвещали близкий конец света, а другие в то же время благодарили божественного императора за спасение своего избранного сына из смертной тени. Ни те, ни другие не добавляли ясности. Локен попытался связаться с кем-нибудь из марневальцев, но они не отвечали, а когда он не смог найти даже малогарста на духе мщения, в сердце закралось недоброе предчувствие. Корабль подлетел к имперским позициям, и Локен увидел непрерывную цепочку огней, протянувшихся к северу от космопорта. Локен приказал пилоту сбросить скорость и опуститься пониже. По пыльной равнине двигалась длинная колонна самых различных транспортных средств. Танков, подвозчиков снарядов, передвижных станций связи и даже несколько гражданских машин, и каждое из них было битком забито людьми. Все направлялись в горы, и настолько быстро, насколько позволяли двигатели их машин. Громовой ястреб быстро пронесся над землей в гаснущем свете дня, обогнал колонну и помчался дальше в том же направлении. «Как скоро мы доберемся до штурмкатера-воителя?» спросил Локен. «При такой скорости минут через десять или около того», ответил пилот. Локен попытался собраться с мыслями, но царящее вокруг безумие плохо способствовало сосредоточению. С тех пор, как они покинули планету Интерексов, его разум превратился в бурлящий водоворот, вбирающий в себя все странные факты и потом выбрасывающий их на поверхность на пузырьках подозрений. Неужели на него до сих пор действует случившееся с Джубалом? Возможно ли, чтобы силы, обитавшие в шепчущих вершинах, до сих пор мучили его и заставляли шарахаться от призраков, которых кроме него никто не видел? Локен готов был бы в это поверить, если бы не существование Анафема и твердая уверенность, что первый капеллан Эреб солгал ему по пути на Давину. Каркази утверждал, что Эреб намеренно подталкивал воителя совершить вылазку на спутник Давина, и его невольное признание в краже Анафема вело к единственному выводу. Эреб хотел, чтобы Хорус был убит. Но это желание не имело смысла. Зачем изобретать такой замысловатый способ убийства воителя? Здесь должно скрываться что-то еще. Факты постепенно накапливались, но ни один из них не укладывался в логические рамки. И Локен никак не мог понять их под оплеку. Он лишь знал, что что-то происходит, и все это кем-то искусно подстроено. «Мы подходим к расположению штурмкатера-воителя!» – крикнул пилот. Локен стряхнул оцепенение. Он совсем позабыл о времени, но тотчас сосредоточился на происходящем за бронированными стеклами рубки. Теперь их окружали высокие горные вершины и зазубренные скалы из красного камня, сверкающего прожилками кварца и золота. Корабль летел над древней мощеной дорогой, проложенной по дну ущелья, с потрескавшимися стертыми временем плитами. По обе стороны дороги еще стояли изваяния давно умерших королей, а поварившиеся колонны были похожи на павших на посту часовой. Долина уже погрузилась в ночную тьму, и лишь видневшиеся вдалеке стены кратера отражали бронзовые лучи заходящего светила. Пилот сбросил скорость, и через расселину корабль влетел в колоссальный кратер, углублявшийся в поверхность не меньше, чем на тысячу метров. Дно кратера было плоским, и в центре возвышалось здание, сложенное из того же камня, что и окружающие горы. Здание было освещено тысячами пылающих факелов. Ястреб описал круг, и Локен увидел, что строение представляет собой восьмиугольник, причем каждый угол венчал высокий бастион, что придавало ему вид неприступной крепости. Восемь башен окружали главный купол, и на вершине каждой из них горел огонь. Внизу Локен заметил и штурмкатер воителя, окруженный факелоносцами, которых было не меньше тысячи человек. От штурмкатера к исполинским сводчатым вратам вела прямая дорожка, и Локен увидел знакомую фигуру воителя, которого сыны Хоруса несли на носилках. «Высаживай нас! Скорее!» крикнул Локен. Он вскочил на ноги, пробежал в пассажирский отсек и сдернул со стойки болтер. «Что случилось?» спросил Випус. «У нас неприятности?» «Возможно», ответил Локен и повернулся к находящимся на корабле воинам. «После высадки следуйте за мной!» Его воины с привычной быстротой приготовились к десантированию, а пилот Ястреба до предела снизил скорость и высоту. Освещение кабины с красного сменилось на зеленое, полозья корабля сильно ударились о землю. В тот же момент створ заднего люка опустился, образуя трап, и Локен, выскочив из корабля, побежал к зданию. Ночь уже спустилась на землю, но воздух еще оставался горячим, и ароматы невидимых цветов наполняли его горьковатым благоуханием. Гарвель бежал впереди своих людей, и факелоносцы бросали в сред группе озадаченные взгляды. Капитан увидел, что это были коренные обитатели Давина. Аборигены отличались большой выносливостью, высоким ростом, тонкими жилистыми конечностями, густым волосяным покровом и носили прически, похожие на хвост абаддона. Они были в длинных накидках из блестящих узорчатых пластинок, практически все вооружены несколькими кинжалами, висящими на перевязи и примитивными на вид пороховыми пистолетами. Перед Астартес все раступались, склоняя головы, и внезапно Локен обратил внимание на то, как сильно эти существа отличаются от людей. Во время первого посещения планеты он не слишком много внимания уделял коренным обитателям. Тогда он был рядовым капитаном, и все его помыслы были обращены только на выполнение приказов и достижение поставленных целей. Ему было не до антропологических изысканий. Да и сейчас, при том сумбуре, который царил в его мыслях, он совершенно случайно обратил внимание на наружность для винитов. Просто их было много. Лишь в окружении сотен коренных жителей планеты их генетическое отличие сильно бросалось в глаза, и Локен вдруг удивился, как они умудрились избежать истребления еще шесть десятков лет назад, ведь первыми вошли с ними в контакт несущее слово, а этот легион не отличался терпимостью к отклонениям от нормы. Локен вспомнил яростный спор об аддон с воителем по поводу интерексов. Первый капитан тогда настойчиво советовал вступить с ними в войну только из-за их снисходительности ксеноса. Даже не принимая во внимание никаких других причин, один только внешний вид довенитов давал достаточно поводов к войне, но этого почему-то не случилось. Местные жители определенно вели свое происхождение от человеческой расы, но отличие этой ветви людей было не менее заметным, чем отличие Астартес. Плоские лица, темные глаза, в которых не видно зрачков, и чрезмерные, почти как у обезьян, количество волос на головах и руках больше напоминали Локену искусственно выведенных мутантов, которых использовали в некоторых подразделениях имперской армии. То были примитивные существа, у которых хватало мозгов только на то, чтобы махать мечом или стрелять из простейшей винтовки, и не более. Такая практика не слишком нравилась Локену, и хотя обитатели Давина, безусловно, обладали более развитым интеллектом, чем мутанты, их наружность ничуть не развеяла его тревогу. Впрочем, Гарвель очень скоро выбросил из головы Давинитов, поскольку уже подошел к массивной лестнице, высеченной в скале и украшенной изображениями клубящихся змей и горящими жаровниками. Два узких канала, по которым вниз бегала вода, разделяли ступени на два боковых прохода и один центральный. Процессия, несущая воителя, уже достигла второго марша лестницы, и Локен помчался к ним, перепрыгивая сразу через три ступеньки. Раздался оглушительный скрежет камней, мгновенно вызвавший в воображении картину закрывающейся монолитной двери. «Быстрей!» крикнул Гарвиль. На самом верху лестницы дрожащие огоньки углей в жаровнях отбрасывали красноватый свет на статуи и отражались в металлической чешуе и их кварцевых глазах. Последние лучи заходящего солнца упали на змей, обвившихся вокруг колонн, и на мгновение подчудилось, и Локин, открыв канал бокс-связи, закричал. «Абаддон, Аксимант! Вы слышите меня? Отзовитесь!» Ответом был треск статики, и Локин ускорил шаг. Наконец он добрался до конца первого марша и на открывшейся взгляду, залитой лунным светом эспланаде, увидел еще больше змей, украшавших каждую колонну. Между колоннами шел сужающийся проход, ведущий к гигантским воротам дворца. Широкие створки кованой бронзы были распахнуты, и при виде этого грозного портала, за которым царила непроглядная тьма, таящая в себе неведомое, у Локина по коже пробежали мурашки. Врата начали закрываться, перед ними стояли воины Астартес, но воителя с ними уже не было. «Быстрее! Боевой марш!» заорал Локин и пронесся вперед гигантскими прыжками, к которым Астартес прибегали, когда не было никакого транспорта. С такой скоростью они могли передвигаться на значительные расстояния, и после этого были способны сражаться в полную силу. На бегу Локин молча молился, чтобы после этого марш-броска им не пришлось вступить в бой. При ближайшем рассмотрении оказалось, что спирали и линии ворот бессмысленный на первый взгляд узор, образуют искусно переданные сцены. Гибкие тела змеи тянулись от одного листка к другому, свивались в кольца, заглатывая свои хвосты, переплетались между собой в брачных играх. Полная картина открылась лишь в тот момент, когда створки окончательно сошлись, оглушительно лязгнув. В отличие от Хоруса, Локин не был знатоком искусства, но величественная картина, сложившаяся из многочисленных образов на сошедшихся створках, поразила даже его. Центр композиции образовывало огромное дерево с раскидистыми ветвями, на которых висели самые разнообразные плоды. Три толстых корня занимали нижнюю часть ворот и словно тянулись к широкому бассейну, вода из которого, протекая через аспланаду, спускалась по головной лестнице. Ствол дерева обвивали две змеи, их головы покоились на вершине. Локин удивился, насколько это изображение похоже на татуировки, имевшиеся на плечах всех апотекариев региона. У края бассейна перед закрывшимися вратами стояло семеро Астартес. Все они были в доспехах сынов Хоруса, и все хорошо известны Локину. Абаддон, Оксимант, Таргост, Сидире, Экаддон, Кибре и Малагарст. Все воины были без шлемов, и едва они обернулись, на каждом из лиц он увидел одно и то же выражение беспомощного отчаяния. Не раз и не два Локин проходил через ад с каждым из этих воинов, и подобное состояние его братьев мгновенно рассеяло ярость Локина, оставив вместо него пустоту и сколь. Замедлив шаги, он подошел вплотную к Оксиманду. «Что вы наделали?» спросил он. «Братья, что же вы наделали?» «Мы сделали то, что было необходимо», ответил Абаддон вместо промолчавшегося Оксиманда. Локин «Маленький Хорус, расскажи, что произошло!» «Как сказал Эзекель, мы сделали то, что надо было сделать», сказал Оксиманда. Воитель умирал, а Абаддон ничем не мог ему помочь. И вот мы доставили его в Дельфас. «Дельфас?» переспросил Локин. «Так называется это место», пояснил Оксиманда. «Храм ложи змеи». «Храм?» воскликнул Таргаддон. «Хорус, вы принесли воителя в церковь? Вы сошли с ума? Командир никогда не согласился бы на это». «Может, и не согласился бы», вмешался Сергор Таргаст, выйдя вперед и встав рядом с Абаддоном. Но он уже не мог даже говорить. Последние несколько часов он проговорил с этой писакой, а потом потерял сознание. Нам пришлось поместить его в стадис поля, чтобы доставить сюда живым». «Тарик прав?» спросил Локин. «Это Дельфос, Дом Исцеления, называй как хочешь», пожав плечами, ответил Таргаст. «Воитель лежит на смертном адре, и неприверженность религии, ни ее отрицания сейчас не имеют значения. У нас осталась одна единственная надежда, так неужели мы должны были от нее отказаться? Если ничего не предпринять, воитель умрет, в этом месте у него еще есть шанс выжить». «И какую цену вы платите за его жизнь?» резко спросил Локин. «Вы сами принесли его в дом лживых богов». «Император говорит, что цивилизация может достигнуть рассвета только тогда, когда последний камень последнего храма падет на голову последнего жреца, а вы принесли сюда воителя. Это противоречит всему, за что мы сражались на протяжении двух столетий. Как же вы сами этого не понимаете?» «Если бы император был здесь, он поступил бы так же», сказал Таргост, и от этой ереси гнев снова овладел Локином. Он угрожающе шагнул навстречу Таргосту. «Ты считаешь, что можешь предугадывать волю императора, Сергор? Неужели главенство в тайной ложе дает тебе такие возможности?» «Нет, конечно», презрительно усмехнулся Таргост, «но я точно знаю, что он бы не хотел смерти своего сына. И поэтому доверил бы его этим дикарям?» «Именно от лож таких дикарей берет начало наш тайный орден», заметил Таргост. «И это еще одна причина им не доверять», бросил Локин, а затем повернулся к Випусу и Таргадону. «Идем, заберем воителя отсюда». «Это невозможно», заговорил Малагарст, и хромая подошел Кабадону. У Локина создалось впечатление, что его братья образуют барьер между ним и вратами. «Что это значит?» «Врата Дельфаса обладают одной особенностью. Если они закрылись, отворить их можно только изнутри. Человека, нуждающегося в изречении, приносят сюда и оставляют на попечение вечных духов мертвых вещей. Если они решат, что он должен жить, он сможет самостоятельно открыть врата. Если нет, створки разойдутся через девять дней. Его останки придадут сожжению, а затем развеют над этим бассейном. И вы оставили воителя внутри? Да с таким же успехом вы могли оставить его и на духе мщения. А что такое вечные духи мертвых вещей? Что это может означать? Это какое-то безумие. Неужели вы сами этого не понимаете? Стоять Гарст. Ты осуждаешь нас за то, что мы любим его. Пойми это. Нет, Мау, я не могу вас понять. Грустно ответил Локен. Как вам только в голову взбрело принести его сюда? Вам помогли какие-то секретные знания, которыми обладают члены ложи? Никто из братьев не отвечал, и Локен, переводя взгляд с одного лица на другое, внезапно осознал ужасную истину. Эрэб? Эрэб рассказал вам об этом месте? Да, признался Таргас. Он давно знаком с этой ложей и был впечатлен способностями их жрецов изречивать больных. Если воитель выживет, ты будешь благодарен Эрэбу за то, что он рассказал нам о храме. Где он? потребовал Локен. Он ответит мне за все! Его здесь нет, Гарви, заговорил Аксимант. Это дело касается сынов Хоруса. И все же, где он сейчас? На духе мщения? Наверное, пожал плечами Аксимант. А почему для тебя это так важно? Я думаю, братья, что всех вас просто ввели в заблуждение, сказал Локен. Теперь только Император способен излечить воителя. Все остальное лживое вероломство и домыслы нечестивных заклинателей трупов. Но Императора нет с нами резко возразил Таргаст и мы принимаем любую возможную помощь. Тарик, а что ты скажешь? спросил Абаддон. Неужели и ты, как Гарви, отречешься от своих братьев по Марневалю? Иди к нам. Может Гарви и наивный упрямец Эзекиль, но он прав и я не могу присоединиться к вам в этом деле, сказал Таргаддон и вслед за Локеном повернулся к выходу. Вы забыли свои клятвы Марневалю! крикнул им вслед Абаддон. Вы обещали хранить верность братству до конца жизни! Вы клетвопреступники! Слова первого капитана ударили Локена силой болтерного заряда и он резко остановился. Клетвопреступник. Сильное слово. Оксимант бросился к нему, схватил за руку и повернул лицом к бассейну. Движение воздуха вызвало рябь на черной поверхности воды и Локен увидел в ней пляшущее отражение желтой луны Довины. Видишь? крикнул Оксимант. Луна отражается в воде Гарвиль! Первая четверть молодой луны! Именно этот символ был прикреплен к твоему шлему после принятия обета Марневаля. Брат мой, это хорошая примета! Примета? возмутился Локен стряхивая руку Оксиманда. С каких это пор ты веришь в приметы, Хорус? Клятва Марневалю была спектаклем, но это уже обряд, это колдовство. Я и тогда говорил вам, что не склонюсь ни перед каким храмом и не признаю существование духов. Я говорил вам, что согласен чтить лишь имперские истины, и сейчас повторяю то же самое. Прошу тебя, Гарви, умолял его Оксимант, мы поступаем правильно. Локен удрученно покачал головой. Я думаю, мы все будем сожалеть о том дне, когда принесли сюда воителя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok